и камера мотор поехали поехали так там что-то показывает ну вот смотрите у нас конференция я честно говоря когда мы уже готовились даже забыл уже четвертая оказывается вот время летит братцы если первые три конференции мы еще даже две бы сказал еще как-то приходилось какой-то промоушен делать там упрашивать людей сейчас народ забросал сразу хочу сказать на будущее если мы доживем до следующей не тяните до последнего момента уже в постеры попали хорошие докладок ну и свои группы просто чтобы дать людям некоторые ну не знали вот буквально последнюю неделю присылали деслали эти всяких дедлайнов не хотели хорошо но давайте это мы подведем в конце итоги а сейчас я открываю конференцию вступительным словом антолий михалыч можно начать да антолий михалыч да я вот да вы сейчас на арене будете на если я говорю да ну вот эта конференция так получается в этом году ушел от нас юрий николаевич гнете который был любим многими астрофизиками и астрономами нашей страны и сожалению ну не будем вставать мы уже тут его как бы вспоминали но я призываю у кого есть что сказать по ходу доклада и в научном смысле чего пару слов хотя бы говорить об этом я как раз на на этом остановлюсь сейчас вот видите замечательный юрий николаевич наши он был где он бывал да еще очень часто и бывал на нашей конференции почти все время вот к сожалению в марте его не стало хочу сказать что все его все его связано с большими как ну как учебного с большими магнитными полями как пионера так сказать теория переноса в сильных магнитных полях у одного из пионеров целая группа сильная ленинградская группа вообще ленинград всегда был по теории переноса впереди но тут такое физическое стало на связи и передовой связи с наблюдением нейтронных звезд белых карликов замагниченных сильно свое время но я об этом скажу в своем докладе потом еще кое-что а я хочу вспомнить я об этом написал уже однажды и сейчас подробно не буду вот у меня есть такое обозрение в интернете его читают довольно неплохо люди вот но может быть забыли я описал как юрий николаевич однажды вот когда я с ним познакомился я познакомился с ним болгарии на симпозиуме пампарова это был первый выезд молодого ученого меня за границу все шутили что курица не птица а болгария да вот это я на телевидении даю да но я обещал дружбу народу были все поэтому дальше продолжать и была обстановка была делегация я помню там были великие люди джо кони там рэма руфини и прочее так сказать рашид альич суднеев я там шкловский шкловский был там и ночью делегацию от советского союза возглавлял юрий николаевич он сразу предупредил что у нас есть лицо делегации которые которые лицо ответственное с фамилией неизвестной он как бы ученый вот ну мы все напряглись сильно молодежи было много паш колыхалов я помню когда был там еще несколько людей ну к сожалению нынешней молодежь выезжая за границу никогда уже не испытает тот удар даже вот после после болгарии но мы были в специальном силе сделанном для немцев курорте пампорово тут там нас он немцы были ночные бары и прочее ну вот и но мы ходили все вместе нельзя было в купе там с девушками оставаться нельзя было ночью всякое такое пока ехали а там тем более и как-то мы идем по дороге вечером первый вечер это буквально в первый вечер было и вся молодежь вокруг он по центру и вдруг раздается крик юрий николаевич кричит осторожно там в кустах румынские шпионы короче говоря это было для нас это разрядила обстановку очень сильно и мы с удовольствием провели этот симпозиум вот человек с большим чувством юмора для меня он хотя он не коренной питерец и ленинградец я очень люблю этот город везде его пропагандируем в мире и могу вот и а чё его пропагандируют и как-то сири николаевича мы сидели вот смотрите как мы на него смотрим как какой симпатии мне относились к нему я думаю все остальные если можно было бы снять ну ладно короче говоря я заканчиваю это слово хорошие люди уходят конечно ну еще остались наверное я думаю и молодежь подрастет новая и все будет нормально хорошо тогда я собственно передаю образы правления антолий михалыч который все это ведет а я буду отдыхать так коллеги давайте начнем у нас первый доклад Виктор Ильич Афанасьев спектрополириметрия АЖН активно галактических ядер на 6 метровом телескопе 20 минут так это не то Я не тот подсунул доклад. Я со слепо поставил не тот доклад. Я прошу прощения, мне нужна минутка, чтобы вы риск прочитать. Да, предательский здесь доклад. Предательский, не надо, я тебе его не предлагаю, даже не покажу. Я понимаю, что я сквернил эту аудиторию, но... Больше цветов больше. Спасибо насчет цветов. Я надеюсь, со второго слайда все нормально. Я много раз говорил в разных аудиториях, и сейчас я говорю, и в этой аудитории... Почему я вот этот доклад как-то связываю с Юрием Николаевичем Медимом? Ну, во-первых, Медим очень много, Юрий Николаевич много действительно занимался магнитными полями, глазарок и активных галактических ядров. И я, и по долгу словам, и как наблюдатель на шестиметровом телескопом, очень многое имел делать с Медимом как председателем комитета по тематике шестиметрового телескопа, который 23 года заработал этой долгности. Ну, у нас надо сказать, что председателе длительность совпадала с длительностью директора. Но для меня Юрий Николаевич запомнился как редкий тип теоретика, который интересовался всегда наблюдениями, всегда интересовался тем, что можно сделать наблюдениями. И очень многие вещи на телескопе были инициированы именно им. И в частности, исследование активных ядер галактик, поляризации, на меня оказалось сильнейшее влияние Юрия Николаевича. Во многих наблюдениях пользовались его идеями не все то, что мы делали, ну, скажем, соответствовало его идеям, но это нормально. Так и должно быть. Сама идея, почему нужно наблюдать... Так, я наступил на что-то. Ходи туда. А, не ходи туда, да? Не ходи туда. Я понял. Я просто... Я закрываю так, наверное, я поэтому... Все, оторвало кончено. Все, потухло? Нет, нет, нет. Все нормально. Все нормально. Дело в том, что идея использовать поляризацию при исследовании активных ядер, она связана с тем, что обычные методы нам не позволяют однозначно восстановить в объеме распределения яркости. Мы наблюдаем только проекцию. У меня всегда есть образ, что мы, как человек в автобусе переполнены, прижаты к стеклу. И у вектора скорости мы наблюдаем только проекцию новой зрения. Так, видно. И целью исследования активных ядер... Экран нельзя ли видеть как-то поверить? А зачем тебе? Я не понял. А там люди не видят. Вот в этом ряду не видят ничего. В этом ряду? Это не в наших силах? Нет. Все, тогда садись. А что же нельзя налево сдвинуть в домах? Что же? Кого сдвинуть? Занавес. Давай сидим. Все, беру просто туда. Да вот, все, я вам все убил. Сейчас, сейчас. А что, проси? Можно вообще не надо? Добрать. Антон Михайлович, они у меня время отнимают. Ну, честно, что дополнительное дает? Недоработки. И целью вот при исследовании активных ядер является изучение неразрешаемых геометрических для наблюдателя областей активных ядер, используя параметры как дополнение к изображениям спектрами переменности блеска. Дело в том, что использование пандеризации при изучении объектов нам дает, во-первых, две дополнительных координаты пандеризации объекта, который всегда привязан к какому-то механизму излучения. И, в принципе, используя пандеризационное наблюдение, мы можем все некоторые структуры восстановить в объеме. Ну, тут я пишу, почему, собственно, важно изучать пандеризацию. Времени не очень много, и я не буду останавливаться на этом. Дело в том, что изучение пандеризации, вот я сказал, дает нам дополнительных параметрах, которые привязаны к различным механизмам, я уже повторяю, с поляризацией излучения и структурам излучаемого объема. Вот простейшая модель поляризации, поляризацию начали наблюдать в широких полосах где-то еще в прошлом веке, и стало понятно, что наблюдаемая пандеризация в широких полосах, она определяется ориентацией объекта кущей зрения. Вот такая простенькая модель. Если мы смотрим сбоку на объект, то мы видим только свет, рассеянный от теплого газа в конусе ионизации. Пример 1068, там видна широкая компонента, ядрово видно именно в поляризованном свете. Если мы смотрим сверху, вот это крайний случай, это БМ2 Церта, мы смотрим туда вдоль джета, под некоторыми углами мы видим поляризацию в широкой компоненте. И Сейфер Т1, Сейфер Т2, вот радиоструктура, которая отмечает ось, разница позиционных углов в радиоструктуре и оптической структуры, для Сейфер Т2 вектор, вот так направлены поляризации, а для Сейфер Т1, а для Сейфер Т2 вот таким образом. И это, собственно, является основой всех дальнейших исследований. И всегда есть вопрос, а на каких масштабах мы наблюдаем поляризацию? Есть внутренний масштаб, внутри парсека. Дело в том, что, собственно, активное ядро, оно существенно меньше парсека. Вот перечислены механизмы, ну, поляризация излучения в поле вращающейся черной дыры. С моей точки зрения, вопрос религиозный для наблюдателя, мы проверять это не можем. Перенос излучения в оптический тонком икреционном диске, перенос излучения в геотерийской плазме в горячей короне над БЛР или синхротронное излучение джета. И, наконец, внешнее условное название масштаба больше парсека, рассеян на газополевом торе и рассеян на оптический тонком газе в конус ионизации. Значит, я не буду... Реальная, скажем, ситуация с поляризацией излучения достаточно сложна. На разных масштабах мы видим, с одной стороны, разные механизмы. Они для наблюдателя объединяются в этой колонке, получив зрение с точностью до разрешения. И, изучая поляризацию в разных диапазонах длин волн, в континуме, в линиях, мы, в принципе, можем разделить эти механизмы и понять, а что же мы видим на самом деле. Первая работа по исследованию поляризации активных ядер на шестиметровом телескопе, она была инициирована идеями Юрия Николаевича Гнедина. И идеи это очень простые. Если у нас в континуме поляризация формируется за счет переноса излучения, за счет рассеяния при переносе, в том слове рассеяния, то у нас не должно быть никакой зависимости от длины волны. Но мы видим зависимость от длины волны в континуме для поляризации, которая не может быть связана, скажем, с пылью, потому что тут диска никакой пыли нет. И идея была проста, она была связана с тем, что у нас при небольших полях из-за вращения, из-за формирующего вращения, хвоскости поляризации идет деполяризация излучения наблюдаемого, скажем, в континуме. И наблюдаемая поляризация должна быть пропорциональна длины волны в какой-то степени. И вот это результат наблюдения, приблизительно там было около 20 галактик наблюдалось на БТА, это работа наблюдения 2007 года, и мы хорошо видим, что с длиной волны, не с длиной волны, а степень поляризации растет с увеличением массы. Здесь может быть не очень, так сказать, такая значимая зависимость, а вот градиент в этой зависимости, показатель степени, степенной зависимости, очень сильно коррегирует с массой черной дыры. В этом году мы опубликовали в Манслиноте статью по большей выборке и по более точными наблюдениями получается точно такая зависимость. Именно это указывает на то, что наблюдаемая в континуме поляризация, она привязана к очень малым масштабам, близким к черной дыре, чтобы там на масштабах парсеки, десятки парсек, галактик ничего не знает о черной дыре. Ну, знает, но очень слабо. И, возможно, по этой дорожке, используя идею Юрия Николаевича, удалось впервые оценить магнитные поля из наблюдений в дисках активных ядер. Вот это зависимость величины поля от линейной поляризации и индекса поляризации магнитного поля в диске, от индекса поляризации, от наклонной степени зависимости. И в рамках вот этой модели магнитной связи можно оценить магнитное поле на горизонте событий. Ну, порядка тысячи Гаусс она оказалась. Сразу оговорил, что это, конечно, модельно-зависимый результат. Как я бы сказал, изучение переменности, оно дает нам сведения о характере, о распределении вещества на очень малых масштабах в дезидерах. Первая работа началась в стенах этого института, вот этим товарищем, Анатолием Михайловичем, запаздывание исключения АШ-Альфа относительно континуума было обнаружено. И вот здесь показан мониторинг полиэметрический, спешеполиэметрический, двум галактик, марка Н6 и 30390, это известная радиогалактика. Основной результат этого мониторинга, что у нас размер области поляризованного континуума на порядок меньше, чем размер области образования широких линий. А переменность поляризации, которая видна, на поверхности лежит очень простая интерпретация. Сама по себе поляризация переменна быть не может. Механизм он дает постоянную поляризацию. Поскольку поляризация векторная величина, мы наблюдаем векторное сложение двух поляризаций. Собственно, в диске, они затронуты от Томпсоновского растения, и поляризация в бюджете, излучение переменного бюджета. Есть еще одна идея, связанная с тем, что если у нас есть перенос в релятивистском потоке, то там плоскость поляризация поворачивается на 90 градусов. Это уже вопрос более тонкой теории. Вот что дает еще переменность поляризации, как видна переменность поляризации, скажем, Бель-Лосерта. Это вот совсем свежие наблюдения. Тоже работа в следующем году выйдет Манс Ленотис. Моя аспирантка, что Бладдинская. Вот, кстати, это я буду показывать у... Ты закрой глаза, у Рашида. Вот этот результат. Вот она будет показывать после. Закрой глаза. Здесь показана переменность поляризации внутрисуточная известного радиоисточника С507-16-71. Его многие называют Блазаром, но это не так. Я в это не верю, поскольку у него нет разного смещения. Поэтому будем называть это радиоисточником. Так вот, первое подозрение на изменение внутри суток вот такое в виде дуг в широких полосах было получено именно Гнединым. Это работа Имбия, Гнедин, Бычков и Сеня Кустильник. Она была опубликована... Это от софийского журнала Седьмой год. То есть это звезообразный объект. Это звезообразный объект, у которого вот такие уши подчатки. Радио, не радио уши. У которого есть... Он очень похож на моего серфа по радио. А в оптике непонятно, что такое. Значит, и нам удалось отнаблюдать, подтвердить результат, который был получен... Который подозревали в работе. Первый сделан на НБТА с фотометром. Это результат получен на скорпию полиэнергетической моды. И оказалось, что вот фактически диаграмма КУ показывает, как крутится вектор стокса в пространстве. Именно, что вектор поляризации совершает вот такие вот сложные движения. По фотометрии, там, за 9 часов мониторинга с разрешением 70 секунд. Был достаточно уверенный период полтора часа. И вот это полтора часа, это как раз время переключения направления вектора. А по величине поляризации? По величине там поляризация порядка 10%. Ну вот, величина поляризации... Это типичная для ЛВСР. До 25%. До 40%. Наконец, поляризация в широких линиях. Вот поляризация в широких линиях, это как раз, ну, скажем так, последние 5-6 лет популярная наблюдательная работа на НБТА. Достаточно много времени было потрачено. В широких линиях, в отличие, скажем, от континума и в отличие от отражения, там, от АУФО, от конусоионизации, в широких линиях сама по себе поляризация отсутствует. Поскольку широкие линии формируются из облачков потного газа, которые возбуждаются центральным ультрафарятным источником. А их движение дает нам широкую линию. Но поляризация может наблюдаться, если у нас идет отражение авторуса. В этом случае мы наблюдаем очень интересный чисто геометрический эффект, который позволяет заглянуть внутрь БРР на масштабы меньше десятой просека. Для большинства объектов это 10-3, 10-4 угловой секунды. У нас угол плоскости поляризации, вот я показываю, он будет меняться в зависимости от расстояния от центра диска или от расстояния от... или от скорости. От расстояния по профилю. В внешней части это маленькие скорости, в внутренней части это большие скорости. Это внешние части маленькие скорости, внутренние части диска, это вот тут скорости. И отсюда для кепровских движений, вот примерно, как это видно в наблюдениях, для галактики Маркалян-6. Угол поляризации дает вот такой вот скачет, который видит и в Аш-альфа, и в Аш-бета. Конечно, амплитуда этого скачка зависит от, скажем, амплитуда этого скачка зависит от угла наклона. И вот по плоскости поляризации в области образования широких линий, в принципе, позволяет определить прямо массу для кепровских движений, слабо зависящую, методика слабо зависит от угла наклона галактики ключи зрения. Мы проверяли это, то есть мы должны видеть линейную регрессию между логарифмом скорости и логарифмом тангенсового вла, вот для простейшего такой модели. Это действительно так, мы проверяли это по Монте-Карло моделирование, уже для объемной модели. И в этом году, вот в Астрономисе физик, в начале года была опубликована работа на эту тему. И этому сразу дало метод определения масс черных дыр, который не зависит от неизвестного угла наклона, чем предположение о том, насколько вероализовано вещество. Основная проблема оценки масс по реаберации, а на сегодняшний день это считается самый, скажем так, адекватный метод измерения. Масс максимально близко к черной деревне на расстоянии, там, несколько сотен до тысяч. Ну, это известная формула, в ней есть неопределенный коэффициент F, который неизвестным образом зависит от геометрики и динамики БЛР. Но считается, что поскольку там все реализовано, это, в принципе, работает. Но это не может быть проверено по наблюдению. И, как правило, вот прямой, применение на прямую терема вереала, в этом случае F равно единицы, не дает правильный результат, и его подтягивает известные зависимости масса черной дыры, профессиональность дисперсия скорости четвертой степени, подтягивает, вот говорят, вот он где-то пять с половиной. Но и сразу скажу, что там еще входит неизвестный углу наклона, проскопы здесь, скорость входит, это наблюдаемая скорость, разделенная на синус и. Там единица на синус и квадрат должен входить, если вместо того мы пишем наблюдаемую скорость. И действительно, этот метод очень хорошо работает. Вот пример, о чем он был опубликован, идея его была опубликована три года назад. Он хорошо показывает, вот крайние объекты, это 3C273 и 4051 с разными амплитудами. И на зависимость масса черной дыры дисперсия он не смещенным образом укладывается. В этом году мы сделали большую выборку и тоже опубликована работа на Мансли Нотис, где говорится, что достаточно уверенно можно определять массы черных дыр по повисенным измерениям, независимо от угла наклона. Ну и наконец, последнее, на этой же дорожке мы можем воплить в геометрию диска. Но опять-таки я говорю, что, значит, если у нас, если у нас, это вот, если мы имеем дело с равномерно свечащимся диском, для простой модели критерного рассеяния легко показать, что у нас при степенном раскреплении яркость. Это касается и диска, и этого самого. Я кончаю. И Байлер. Никто, правда, не знает, каким образом распределённый клон Байлер. Это было сделано, по-моему, тем же черепощуком, а где его не было. Для гравлиц вы оценили спадание яркости. Но самое главное, что мы получили, что по наблюдениям у нас коэффсент в диске спадания яркости в крае порядка 0,57. Все, я закончу. Спасибо за внимание. Благодаря на дефицит времени выложился точно. Это точно меня свернул глазами. Пожалуйста, вопросы. У меня у вас два объекта. Моголя 6. Оба они меняли тип. Моголя 6 менял тип. Работа, хочу делать. Я понял, я могу ответить на этот вопрос, что это за выбросы. Я сейчас покажу. Я просто этот слайд не показал, он у меня есть. Для Маркалин 6. Вот для Маркалин 6, вы говорите, вот об этом переменном компоненте. Это не выброс, это переменный компонент. Анализируя, скажем, только широкую компоненту, поляризацию, читая подложку континуума, мы увидим, что на Коу-диаграмме у нас кеплеровское вращение находится вот тут. Вот оно ведет себя пристойно. И у нас есть еще вот две компоненты, вот в центре кеплеровское вращение, которые связаны с истечением центра. Поэтому тот... Ну, когда мы говорим о предположении кеплеровского вращения, это, конечно, простая геометрическая модель. Но я сказал, что мы численно считали, в основном работает Кеплер. То есть общий наклон этой зависимости, скорости, квадрата скорости от тамгенса угла, он приблизительно линейный, и одна вторая. Он говорит о Кеплере. А остальные это не искажают. Поэтому Маккарен-6, там есть и Кеплер, и есть этот Аутфор. Спасибо, коллеги. У нас больше нет времени для вопросов, потому что доклад полностью поглотился. Один вопрос. Остальное, пожалуйста, Куларов. Следующий доклад. Спасибо. Еще раз. Универсат Сократ. Концепция малых спутников для системы противоастероидной опасности. 20 минут тоже. Причем желательно за 3 минуты кончить, чтобы можно было на вопросах. Постараюсь. Это ваше? Это все твое. Хорошо, спасибо. Уважаемые коллеги, разрешите сначала поблагодарить Владимира Михайловича и организаторов конференции за любезную возможность выступить здесь с докладом. И очень правильно, конечно, что наша конференция посвящена памяти Юрия Николаевича, замечательного человека, выдающегося русского астрофизика, идеи которого, в частности, по полиэляционным эффектам в сверхсильных магнитных полях, они имеют прямое отношение к нейтронным звездам с сверхсильными полями, так называемыми магнитарами, которые, в том числе, являются и объектами исследования в этом проекте, о котором я сейчас буду говорить. Значит, этот проект, новый проект Московского университета, он базируется на тех результатах, которые были получены в ходе нашего ныне реализуемого проекта на спутнике Ломоносов и посвящен мониторным исследованиям так называемых потенциально опасных явлений в околоземном пространстве. И, собственно, вот эта аббревиатура, ну, универсат, понятно, это университетские спутники, а вот Сократ, это вот придумал, кстати, Владимир Виталович, система оповещения космической радиации астероидов-транзиентов. Вот так, если я правильно, правильно я сказал? Нет, ну я сам забыл. Примерно так. Вот эти потенциально опасные явления в околоземном пространстве 10, они, так сказать, проиллюстрированы. Значит, вот еще гамма-всплески. Космонавты? Космонавты, да. А это что такое внизу? А внизу это, ну, пока их субербитальный самолет не придумали, но предполагаю, что это субербитальный самолет. Значит, на самом деле цель здесь не только научная, но и прикладная, потому что вот эти перечисленные, ну, скажем так, потенциальные угрозы, они действительно реально могут оказывать существенное влияние на реализацию космических миссий и планируемых сейчас, об этом действительно серьезно ведутся разговоры, стуборбитальных полетов. Значит, к таким уграмам, еще раз я перечислю, мы относим, это в первую очередь, конечно, космическая радиация, это потенциально опасные тела искусственного, ну, так называемый космический мусор и естественного, то есть это крупные небесные тела типа вот астероидов и в околаденном космическом пространстве, ну, и так называемые электромагнитные транзиенты. Значит, теперь несколько слов вот об этих явлениях, вот, но сегодня с учетом специфики конференции я в основном буду говорить именно о астероидной опасности космического мусора, но, тем не менее, я вам два слова скажу. Значит, что касается космической радиации, в чем тут главная проблема? Дело в том, что ее, конечно, изучают очень давно, и в том числе вот наш институт ядерно-физики Минск-Бельсона, он был пионером этих исследований, начиная с первых спутников, но проблема заключается в том, что мы не имеем полной картины трехмерного распределения радиации в динамике. Существующие модели, они статические, они описывают как бы среднее значение, но вот эта вся система радиационная, которая, так сказать, та вот радиация, которая заполнена околоземное пространство, она, как бы сказать, живая, она дышит постоянно, и предсказать, вот, что будет в данный момент времени, практически невозможно, ни одна модель этого не предскажет. Поэтому необходимое, что называется, онлайн-наблюдение. Естественно, это требует запуска, в идеале, большого количества аппаратов, но это тоже по технически, понятно, по причинам невозможно, в каждую точку пространства аппарат запустить. Поэтому мы вот предлагаем некий вариант, такой компромиссный, минимальный вариант, я дальше об этом подробнее скажу, три спутника, но которые, тем не менее, позволят в режиме реального времени получать информацию о трехмерном распределении радиации в большом объеме околоземного пространства. Значит, ну, здесь факторы указаны, которые эту радиацию определяют, это и галактические космические лучи, и солнечные, и захваченная радиация около Земли, в магнитном поле Земли, так называемой радиационной пояса. Второе направление, это электромагнитные транзиенты, вот как раз я вот упомянул магнитары, значит, они могут быть источниками таких транзиентов, это космические гамма-всплески, самые мощные взрывы во Вселенной, и, наконец, буквально, ну, как сказать, уже лет 10-15 назад были обнаружены новые, так сказать, в принципе, новые явления, это электромагнитный транзиент из атмосферы Земли. Они наблюдаются в разных диапазонах электромагнитного спектра, от радио до гамма-диапазона, и, вообще говоря, вот их потенциальная опасность до конца не изучена. Предполагается, что они могут быть связаны с, так называемым, высотными электромагнитными разрядами, причем эти разряды могут быть очень мощными, такими, что мощность взрыва в эквиваленте может быть даже сопоставима с взрывом водородных бомб. Поэтому вот это совершенно новое явление, и, так сказать, требует оно дальнейшего изучения, и его, так сказать, потенциальная угроза мы до конца не понимаем. Ну, и, наконец, я перехожу непосредственно вот к тому, чему посвящен этот доклад, это мониторинг искусственных и естественных тел в околоземном пространстве. Ну, проблема космического мусора, она, как говорится, стала уже, что называется, в полный рост. Вот здесь указано на сегодняшний день порядка 17 тысяч космических объектов в околоземном пространстве, и беда заключается в том, что... Вот есть закон, забыл фамилию, кто этот закон вывел, у него какая-то на букву С, по-моему, фамилия. Значит, ну, смысл этого закона в том, что вот если произойдет разрушение космического аппарата, то возникнет лавинообразное экспоненциальное нарастание обломков, потому что обломки этого аппарата разрушат другие аппараты, и это пойдет вот такая цепная реакция. И в результате космос ближний станет непригоден для, так сказать, деятельности человека. Вот, и с этим надо что-то делать, ну, хотя бы проводить, так сказать, мониторные наблюдения. Ну, вторая задача, это астероидная опасность, тоже, так сказать, всем уже сейчас хорошо известная, так сказать, из академической плоскости это переходит тоже и в практическую, потому что вот всем известный этот Челябинский метеорит, он нанес ущерба, по-моему, там речь шла о сотнях миллионов рублей, то есть это реальный ущерб может быть. Это связано с тем, что, ну, концентрация и людей в городах крупных, и промышленности, и потенциально опасных объектов, таких как атомные электростанции, транспортные объекты, энергетические и так далее, приводит к тому, что, так сказать, если раньше давно упал, метеорит и упал, бог с ним, как говорится, а если сейчас он упадет, так сказать, на такой вот объект, конечно, это может быть крайне опасно, поэтому задача возникает, так сказать, вести мониторирование и хотя бы за несколько суток давать предсказания. Значит, в чем здесь заключается опыт Ломоносова? Значит, на спутнике Ломоносов впервые, вот по инициативе Владимира Михайловича Лифунова, как раз были установлены аптечки камеры широкого поля. Вообще, этот спутник, он такой разноплановый, и, значит, его задачи включали, как, так сказать, фундаментальные исследования в области астрофизики высоких энергий. Сегодня, кстати, вот будет доклад во второй половине дня, посвященный результатам наблюдения к частиц сверхвысоких энергий космическим гамма-флеском, также, так сказать, явлением и в атмосфере Земли, но вот были установлены, как я уже сказал, камеры широкого поля зрения. Задача была, так сказать, сначала предусмотрена сугубо, что называется, научная, это идея исследовать собственное излучение космических гамма-флесков, так называемых промптом мишен в оптике. Но, значит, попутно вот с помощью этих камер удалось наблюдать вот тот самый космический мусор, значит, который, так сказать, сейчас действительно начинает быть весьма существенным. Вот пример, так сказать, наблюдений этого самого мусора, это вот динамики, как это выглядит с борта аппарата. Вот сколько всего летает около, так сказать, спутника. Значит, ну, пример, так сказать, того, как такие камеры можно привязывать для астрономических наблюдений, это вот карта звезд, фрагмента звездного неба, это, так сказать, по которой строится привязка. Ну, и дальше я, собственно, перехожу к нашему проекту. Значит, здесь идея такая, значит, минимальный вариант, как я уже сказал, использовать три космических аппарата. Один аппарат, ну, класса малых спутников. Малый это, значит, по меркам, так сказать, космическим. Малый, на самом деле, это спутник с полезной нагрузкой где-то до 100 килограмм, до 100, до 100, даже до 200 килограмм. Это считаются малые аппараты. Значит, его предполагает, ну, то есть, спутник вот такого же типа Шеломоносов. Его предполагается вывести на полярную солнечную сахоронную орбиту высотой где-то порядка 500 километров. И на нем будет размещена основная полезная нагрузка, в том числе и оптические системы, о которых я буду говорить дальше. Кроме того, для того, чтобы реализовать задачу по радиационной части, по получению динамической картины трехмерного распределения радиации в лобиновом пространстве, предполагается допустить еще два космических аппарата на более высокоэллиптическую орбиту с высотой примерно 8 тысяч километров. Причем предполагается, что будет запущено два таких аппарата. Это уже класса микроспутников с полезной нагрузкой до 40 килограмм. Ну, и там в основном будут размещены приборы для измерения космической радиации, но также планируют сюда поставить и компактные оптические камеры широкого поля зрения. Значит, ну, собственно говоря, вот для мониторинга вот этих потенциально опасных тел предполагается использовать космический сегмент, который мы назвали вот ШОК-2, то есть это с одной стороны оптические камеры широкого поля зрения, но впервые предполагается здесь поставить и роботизированный телескоп системы МАСТЕР, которые успешно работают, как вы знаете, вот в составе одновременной сети МАСТЕР. Значит, конечно, это потребует определенных усилий со стороны разработчиков космического аппарата, поскольку здесь требуется стабилизация на время экспозиции в течение, вот, время экспозиции хотя бы несколько минут с точностью не хуже нескольких угловых секунд, и знание ориентации на момент начала экспозиции не хуже 60 угловых минут. Это, значит, ну, вопрос технически, он решаемый, но, тем не менее, я говорю, что это требует отворененных усилий разработчиков. Значит, что такая система подводит? Ну, вот здесь, собственно, сказано, что она может подводить. Значит, в случае наблюдения неподвижных объектов, значит, она, так сказать, имеет, действительно, до 20-й звездной величины. Значит, для астероидов и высокоорбитальных спутников и фрагментов до 19-й, а вот близкие и потенциально опасные астероиды до 18-й звездной величины. Ну, это означает, что тело размером примерно вот в несколько десятков метров, в 50 метров, допустим, можно обнаружить на расстоянии подвездном времени, ну, в несколько суток. Значит, это важно, потому что вот представители МЧС говорят, что им хотя бы там несколько дней надо для того, чтобы принять ответственное решение. Ну, вот здесь показаны характеристики вот этого роботизированного телескопа, который планируется поставить. Значит, у него апертура 200 мм, 20 см, фокусное расстояние 330 мм, и, значит, в принципе, достаточно компактный предполагается прибор с массой где-то вот порядка 10 кг, которую, ну, вполне реально разместить на космическом аппарате. Значит, в качестве наземной поддержки здесь, конечно, предполагается использовать систему Мастер, романтизированную, систему романтизированных робот-телескопов. Вот здесь показана флажками, значит, фактически она охватывает, ну, по сути дела, уже весь земной шар, вот разные континенты. Вот, ну, и несколько слов о космическом аппарате. Значит, вот о требованиях я уже сказал, значит, они действительно достаточно для наших аппаратов, российских, как бы, вот так было, более-менее жесткие. Здесь рассмотрены различные базовые платформы, вот. Ну, сейчас, вот я так скажу подробнее, значит, у нас в основном упор делается на разработку МПО имени Лавочкина. Это платформа типа Карат, которая использовала, в частности, вот для нашего спутника Вернов. Значит, она доработана. Спутник Вернов имел полезную нагрузку 65 кг. Значит, эта платформа доработана до массы, там, полезной нагрузки порядка 100 кг, вот, до 130 кг. Значит, соответственно, конечно, здесь планируется выводить ее с помощью попутного запуска, как вот здесь показано, потому что специализированную ракету это очень дорого. Вот. Ну, и, наконец, вот на сегодняшний день мы имеем, выключен контракт на, так сказать, проведение, так называемого эскизного проекта. Вот. По итогам этого эскизного проекта, в основном, Санцово Лавочкино уже разработан некий профиль космического аппарата. Вот он здесь условно показан на базе платформы Гораль-200. Будет создан специальный модуль для размещения комплекса научной аппаратуры. Значит, есть уже облик этой научной аппаратуры, который вот включает разные приборы. Они тут показаны адресурами, но, по сути дела, это те приборы, о которых я вот говорил. Для измерения космической радиации, технологических транзиентов и, соответственно, вот оптические системы, оптические камеры и робот-телескопы. Значит, ну, и, конечно, здесь мы, естественно, планируем задействовать ту инфраструктуру, которая имеется уже в Московском университете и используется, в частности, сейчас для приема и анализа данных сотрудников Ломоносов. Это центр приема и анализа данных, который есть в нашем институте. Это производственные мощности, в частности, по разработке и изготовлению электронных комплектующих, соответственно, проведение всяких испытаний, в том числе с использованием ускорителей нашего института. Вот, ну и, наконец, конечно, безусловно, поскольку это проект Московского университета, здесь важную роль будет играть и образовательная составляющая, потому что непосредственно в этом проекте участвуют и студенты, и аспиранты. И те результаты, которые будут получены, они будут использованы и в космическом практикуме, и, так сказать, для научной работы тех же студентов-аспирантов. Вот, ну, в заключении здесь вот показано, что этот проект даст, но повторяться не буду. Значит, здесь задача, еще раз повторю, она не только научная, но и вот такая прикладная, направленная на мониторинг потенциально опасных угроз. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Пусть ли это, если сократить под программу АПОФИС, правда ли, что в 36-м году АПОФИС имеет вероятность, что в Америке планеты, 40 процентов. Я вам скажу, я вам скажу свое личное мнение, может быть, Владимир Михайлович меня за нее отсудит. Я скептик по натуре, считаю, что это спекуляция. Вот, но говорить об этом все говорят, почему? Потому что если народ не пугать и начальство, оно денег не даст. Вот, хотя, сами понимаете, пролетит у нас на расстоянии от Земли, сколько там, несколько миллионов, я не помню. Нет, там, к сожалению, гораздо ближе пролетит. Ведь вы правы, это вещь опасная. И о ней нельзя забывать. Ну, там, 300-400 метров, так точно сказать нельзя. Альбедо надо знать и так далее. Но это чушка такая, 300 метров, будет висеть между Землей и Луной. А, даже ближе к Луне? И гораздо ближе к Земле, чем к Луне. И кто видел фильм «Меланхолия», пусть еще раз посмотрит. Ясно, спасибо еще раз по-моему. А, надо еще нажать до 30-го года. Трибунов, Карбасколь, Корнилов, Герец, Тюрина, Кузнецов, Владимиров, Балакуса, Зимнухов, Власенька. Я без именович, я радуюсь. Пожалуйста, 20 минут, на 3 минуты. Так можно, чтобы на 3 минуты были вопросы. Все, спасибо, да. Так, 5. 2 и 4. Так. Ну вот, собственно говоря, мои слайды. Вы уже видели первые. А вот доклад подряд идет как раз. Я расскажу вкратце о результатах этого года нашей глобальной сетью МАЭСС в Московском государственном университете. Да, ну вот здесь докладчики. Это местные докладчики, русские докладчики, российские. Как кому ближе. А это тут уже включены все остальные обсерватории и их представители. По земному шару до Аргентины. Значит, я о самой сети МАЭСС подробно много. Уже говорилось, не буду, конечно. Это друзья. И сама команда МАЭСС, ее друзья здесь на переднем плане, выдающиеся ученые. А это молодежь подрастает у нас потихонечку. Вообще, конечно, честно говоря, я после прошлого года, небольшое отступление, 17-го, когда нам удалось опубликовать две статьи в Nature и получить очень сильный результат, я подумал, что вообще в этом году не о чем говорить. Когда начал готовить доклад, подумал, Анатолий Михайлович, когда я спрашивал, есть у вас достижения? Я говорю, какие могут быть достижения после 17-го года? Оказалось, вот сейчас увидите. Ну, а это наша молодежь. Сейчас они представили три диссертации. Четвертую, вот там парень пишет, видите, спиной, это Паш Балануссов. Он еще не появился, отвозит отчет в РНФ сейчас. Это ребята, у которых за год где-то 400, от 400 до 800 индекс цитируемости. И все они имеют статью в Nature. И вот там студент, еще студент спиной у окна сидит. Данилов, где он, Данилов? Зачет сдает. Зачет сдает, да. У него тоже, это, наверное, единственный в России человек, который имеет статью в Nature. Студент, я имею в виду. Как-то, как-то тут появилось понятия, не имею. А, да, имею. Ну вот, начнем с гамма-сплеска, поскольку мастер строился именно для наблюдения гамма-сплеска. И здесь вы видите лучшие кривые мастер и РОЦИ. РОЦИ и мастер, это два ведущих инструмента по исследованию раннего излучения гамма-сплеска. Видите, это 100 секунд, это 1000. Важно, что все эти кривые имеют максимум, то есть они все стали наблюдаться еще до того, как появилось оптическое излучение. А гамма-излучение еще не погасло. Вот этих кривых очень мало. Половина из них мастер. Вот почему я напоминаю, это результат еще прошлого года, а вот в этом году нам удалось ввести эти кривые, выбрать такую систему координат, в которой они вот так прекрасно ложатся. Там было отличие на несколько порядков, а здесь они ложатся в более-менее универсальную кривую. И вот в этом году была опубликована как раз статья по наблюдению. Еще одно и такое кривое, то есть уже, я имею в виду, хорошее наблюдение, где ошибки маленькие и так далее. Вы видите, здесь у нас статья в Астрофизии Джорна. Ну, очень приятно, что удалось уговорить Виктора Антоновича стать первым соавтором, потому что он инициатор вообще-то спутника Ломоносова. Идея этой статьи стоит в том, что мастер Земли, а Ломоносов из космоса, причем мастер из Благовещенска, рядом с космодромом Восточный, а Ломоносов был запущен оттуда, одновременно отнаблюдали гамма-сплеск первыми в оптике и параллельно со свифтом в гамма-излучении. И была, вот видите, эта оптика, эта гамма и рентген, полученные широкие спектры. Ну и главное, что удалось, видите, вот эти красные точки неплохо ложатся на универсальную кривую. То, что тут в правой части есть разброс, это зависит там уже от свойств истекающего звездного ветра. А вот эта вот часть, конечно, вот эта особенно, она прописана так красиво впервые. Вот это важный результат, который... Следующий важный результат, 28 августа удалось открыть самый близкий длинный гамма-сплеск. Вот это вот за всю историю, значит, у него красное смещение... Черт, одна десятая, по-моему, за это или даже меньше. Я сейчас... А? 17.07 или 0.08? Это про что сейчас? А там... А августа это правильно, июля. Июля, июля. Июля все правильно. А июля... А я августа написал, да? Весьма. Август, да. Ну, хорошо. Вот видите, да, вспыхнул он на краю млечного пути. Мы такую картиночку сделали. Сначала подумали, что там никакой оптики невозможно будет найти. Вот среди этой миллиарда звезд робот нашел вот это. Первым нашел оптику. Но самое интересное, что поскольку это близкий гамма-сплеск, то должна вспыхнуть яркая сверхновая на этом месте по современному сценарию. И все ждали две недели, и она действительно вспыхнула. И на 10-метровом телескопе при участии тоже наши... И мы тоже участвовали как бы в этих... Инициации этих наблюдений удалось открыть спектральные линии, вот, соответствующие сверхновой. Примерно через 10 дней она таки вспыхнула. Что очень важно, что это сверхновые типа 1С, это сверхновые, которые похожи на универсальные сверхновые первого типа, но взрываются не белые карлики, а гелевые звезды в тесных двойных системах. И это прямое указание на то, что гамма-сплески образуются в тесных двойных системах. Как это всегда говорил Александр Васильевич Татуков. Что-то его сегодня нет почему-то. В общем, это все льет воду. И потом была статья вот Черепощука, вот я тут ссылку ставлю, где обсуждалась... Значит, идея очень простая. В астрофизике, вот в западной литературе, люди просто говорят, быстро вращающееся ядро коллапсирует, получается, гамма-сплеск. Откуда берется быстрое вращение, никто не знает из них. А его нету. 99, вообще нету звезд, никакого быстрого вращения. В конце эволюции. Но есть только в двойной системе, говорит Александр Васильевич Татуков. Он давно это говорит очень... Я не знаю, я помню, с 70-х годов еще. Он считает, что вообще все радиопульсары могли родиться только в двойных системах. Но это крайняя точка зрения. Вот мы прямо видим двойную систему. Здесь же померена поляризация. Пойдем дальше. А вот обнаружены впервые нами... Это наблюдение гамма-сплеска. Это ярченый гамма-сплеск. Это когда было? Это 1 декабря, совсем недавно. А это гамма-сплеск первыми обнаружили в большом поле в ферме. Это все мы тренируемся для следующих наблюдений келоновой. Это обнаружение еще одного оптического. В этом году много мы первыми обнаружили. Ну, сравнительно много. А наблюдали вот столько гамма-сплесков. Наводились. За год. Это за год. За отчетный период. Ну вот, мы продолжаем еще работать с большими физическими экспериментами. Сейчас включен лайго в эту минуту. В инженерном режиме. И наши компьютеры получают тестовые алерты оттуда. Но мы ждем, что, может быть, и придет настоящий. Он, правда, на 4 дня включал. Но, тем не менее, самый первый гравитационно-волновой экспресс был обнаружен в момент инженерного тестового испытания. Так что, все может быть. Крымский телескоп отнаблюдал впервые нитринный алерт, полученный российским боксанским телескопом нитринным. Это первое наблюдение. А до этого мы только Ice Cube наблюдали и Антарес. Вот здесь показано. Ну, была такая вещь совсем необычная. Пролетал мимо опасный астероид под названием Хэллоуин. Мы, наконец, сделали по нему работу. Которая показала нам, что он имеет вот такую форму. Ну, вот смотрите, какой кривой. 12 часов, кривая блеска. Благовещенский и Крымский телескопы прописали кривую блеску. Ну, в общем, это самое. Удалось восстановить форму странную. Да, ну, поскольку в этом году мы в основном, так сказать, обдумывали и отвечали рецензентам на статьи, написанные по следам открытия первого состояния нейтронных звезд, я хочу подчеркнуть, что еще в 87-м году мы предсказывали, что первые нейтронные звезды должны быть открыты на расстоянии 20 мегапарсет при наблюдении в течение года. Значит, что показал эксперимент, что в течение одной трети года был открыт один ревизионно-волновой всплеск. Ошибка в наших предположениях о расстоянии до первого ревизионно-волнового всплеска состояла 30%, что гораздо лучше, чем в 20-м веке расстояние до Цефии. Вот. Ну, вот была такая замечательная конференция. Я сейчас говорю о том, что наша группа не только экспериментаторы, но мы обдумываем. И когда-то мы увлекались популяционным синтезом. Вот была такая замечательная конференция, где я побывал, к сожалению, в течение одного дня. Это с крыши гостиницы «Амбассадор». Вообще, я хочу сказать, что уже несколько дней таких конференций можно провести очень хорошее наблюдение в любой точке земного шара. Так что у нас люди гуляют хорошо. В «Амбассадоре» я пожил. Вот. Что я хочу сказать, что когда-то мы делали машину сценариев. Здесь, ГАИ, вы видите, тут молодежь такая была. Вот. И я вот в начале 80-х годов сформулировал такую вещь – гравимагнитный ротатор. Ну, на самом деле, это все было собрано, компилировано с других людей. Просто все это было разбросано. И неясно было, есть ли, типа, еще нету. Кое-что пришлось придумать. Ну, выяснилось. Это я когда-то на конференции Франка Дживанеля мечтаю. Значит, хочу показать, что вот такую диаграмму я показал на этой конференции с помощью своих ребят. Мы проанализировали. Когда-то на ней было порядка 20 рентгеновских кульсаров и 500 радиопульсаров, здесь уже 2,5, 250 рентгеновских кульсаров, белых, ну, видите, 10 типов объектов, все лежат на одной диаграмме. Это, братцы, это можно собрать всех этих людей, которые занимаются полярами, там, аномальными кульсарами. Вот, аномальные кульсары лежат. Это белый карлик, в котором тут будет доклад сегодня и так далее. Такое замечательное выйдет в трудах, я надеюсь. Может, отдельно еще напишем. Вот цитирование, как у нас меняется за этот год получилось. Смотрите. Ну, вот, 218-й. Правда, это по адрес. Ну, видите, 1 кг, 1 кг, цитирование в год. Это дифференциальное распространение или интегральное? Это в год. В год. Нет, интегральное. Вы что? Вы вышли на другой уровень. Но я почему и говорю, что трудно сделать второе подобное. Хотя еще есть чего открывать, я вас уверяю. Ну, и хочу сказать, что руководитель, как бы, этого проекта. Я написал такую книгу в перерывах, которую я вам представляю здесь, но будет специальная презентация, надеюсь, в конце года здесь провести ее вечерком. Вот такую книгу я написал, что здесь хочу сказать. На презентации буду много говорить, но хочу сказать, что вообще идея возникла, когда меня пригласили, это вот интересная вещь, о чем я хочу сказать, что пригласил. Был Рубаков и еще несколько физиков. Программа такая, мозговой штурм или что-то. В общем, были физики, а я как бы астроном. Я все закончил. И там про темную материю. Вообще-то меня пригласили рассказать об астрономии, а я их начал учить физики. Они очень сильно возмутились, а Рубаков сказал, нету, говорит, правильно. Я понял, что физикам полезно рассказать, а некоторым астрономам может быть полезно прочесть. Почему мы не можем жить без темной материи, без темной энергии? Это реально вещи, которые уже никогда не уйдут из нашего обихода, хотя мы до сих пор и в будущем, наверное, не скоро узнаем, что это такое. Вот. Ну, все. Спасибо. 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 Пожалуйста. Пожалуйста. Вы покатывали светлогу, ассоциированный граммоспеском 1С. Какого ваше мнение? У всех граммоспесков для светлога 1С есть какие-то эффективные селекции? Ну, то есть эффективные селекции они на самом деле у всех 1С или же какие-то граммоспески со светлога 1С? Ну, что такое 1С? 1С – это гелевая углеродная звезда. Звезда WC. У меня слово. Вот я не люблю людей, которые прибиваются. Вы должны слушать, что я хочу сказать, а не что я говорю. Просто у нас гаиши так долго говорили, называли Вольфрея звезды гелевыми, что у нас это внутреннее какое… Да, это Вольфрея звезда углеродная. Нет, может быть и другая. Мы там еще азотно-кислые какие-то. В общем, я химию не люблю. Про химию не спрашивайте. Здесь самая важная физическая идея Александра Васильевича Тодукбурга. Что быстрое вращение бывает только в двойных системах, в самых тесных двойных системах. А в тесных двойных системах, кроме 1B и C и чего там D и V и F, других сверхновых не бывает. Поэтому всегда будут сверхновые вот этого типа. Но это не касается коротких гаммоспес. Еще вопросы? Пожалуйста. У нашего Солнышка-то горение водорода, превращение в гелий тоже через катализаторы. Углерод, кислород, на материях приведение без катализаторов этих двух не идут. Нечего добавить. Нечего добавить. Еще вопросы? Спасибо. Спасибо. Следующий доклад в линейке Богослова. Новый древой метод определения расстояния. Догадывая контакты сверхновых. 20 минут. Спасибо. Следующий доклад в линейке Богослова. Как-то на полную... Как пять? А, ой, это ПДФ-то? Контролайд. Контролайд. Ага. Я хочу рассказать про работу, которую делал Аня Козлова, с которой мы сотрудничаем. И это про новый метод измерения расстояния. Мы на примере остатка тихо. Ну, в чем проблема? Ну, вот этот график уже показывает актуальность такой задачи. Это работа 10-го года, но мало что изменилось. Вот здесь разное расстояние, видите, от одного до шести. И разные методы, ну, начиная с 80-х годов люди начали оценивать, дают огромный разброс. И вот, казалось бы, в нашу эпоху, когда Гайя там уже на несколько килопарсек параллаксы точно меряет, такой огромный разброс в остатке одном из классических и близких нам как-то удручает. Ну, и, в принципе, разработка таких методов в сравнении с другими важна и для восстановления всяких шкал Вселенной. Но проблема в том, что мы не можем параллакс какой-нибудь звездочки, связанный с тихоизмерить, потому что мы не знаем, осталась ли там вторая звезда, хотя были ли такие попытки. Вот эта вот, например, статья, это Пила Руис Лакуэнте, она как бы нашла ту звезду, которая была в паре с этой 1А, и как бы вот ее оценило расстояние. Но мы не знаем, каким способом взорвалась слиянием двух белых карликов, или один белый карлик там был, и какая звездочка, это там их миллион, какая из них. Ну, там какой-то красный карлик, который был, ну, по сценарию стандартному, и сингл бирженера, который может быть несколько процентов. А более распространенным сейчас считается слиянием двух белых карликов вообще без всякого остатка. Ну вот, а по тому, что сам светит остаток, я думал, мы просто подтвердим какой-то из этих работ, какой-то метод возьмем и проверим по новым наблюдениям чадра. Оказалось, что в деталях тот метод, который мы предложили, в некотором смысле новый, во всяком случае, может быть, кто-то в аудитории знает, что так кто-то делал, но мы как бы не нашли ссылку. Вот, значит, идея какая? Есть два метода вообще измерения и расстояние до объектов типа сверхновых и галактик и прочих. Фотометрические, так сказать, измерить, знать стандартную свечу, измерить поток и узнать расстояние фотометрических. Либо угловые, паралактические всякие разные расстояния угловых размеров. Вот, для остатков сверхновых, кажется, поскольку мы видим прямо сам объект, как он расширяется, кино можем снимать, про его расширение, геометрический метод должен быть более надежным. Но я бы назвал такой метод expansion shock method, ну или вот expanding shock front method, так сказать, это было предложено немножко больше 10 лет назад. Вот в этой статье они измеряли расстояние до радиоостатка сверхновых 93Y в галактике М81. Примерно таким вот методом, который мы делаем. Но оказалось, что тоже многое совершенно по-другому. Значит, ну идея какая-то, если мы видим радиоостатка под углом альфа, то тогда вот такая связь, угол маленький, поэтому всяких синусов писать не надо. Вот, а если посмотрим на скорость, в которой он расширяется, вот эту угловую скорость, если мы можем измерить, то связав ее с физической скоростью, мы узнаем расстояние. Значит, проблем оказывается масса. Значит, ну я сначала еще пару слов про то, что делать, если мы не видим, собственно, поверхность, как в большинстве объектов, например, сверхновых или очень далеких остатков. Мы тогда можем косвенно, тогда нам уже нужно привлекать фотометрические расстояния. То есть мы должны каким-то образом выяснить, как звезда излучила поток, как предлагал еще Баада в 1926 году, и сравнить с наблюдаемым объектом. Но основная идея Баада была, так сказать, измерять скорость фотосферы, цифеиды, и по набору времен находить различия в радиусах, абсолютные, так сказать, метра. А отношение радиусов совместно с фотометрией, ну, скажем, при постоянной температуре, просто пропорционально квадрату радиуса, у нас пропорциональный поток, мы по фотометрии могли бы знать отношение радиусов. Из этих двух уравнений мы могли бы найти радиусы, а из этой формулы могли бы найти расстояние. Но здесь, помимо скоростей, нам нужно знать и фотометрию. А фотометрия всегда вносит массу неопределенностей поглощения. И даже если мы знаем прекрасное поглощение в данном направлении внутри нашей галактики, или какой-то далекой галактике, какое-то среднее поглощение, в самых окрестностях сверхновой мы не знаем поглощения хорошо никогда. Потому что чаще всего перед последними стадиями что-то такое выбрасывается, которое нам делает совершенно плохо определенными расстояниями. Скажем, вот этот замечательный объект, мы до него напрямую измерили расстояние, но вот из-за структур выбросов там и неопределенности поглощения, там ошибка процентов 30. Ну вот, тихо и замечательно изучается много лет во всех диапазонах, и вот дошли на ферме тоже до него. Конечно, вот этот вот рентгенский радиоостаток, вот он такой, у ферме тут слишком плохая точность, тем не менее, даже попытки измерения расстояния поглощения были хорошие. Но, естественно, представляется в эпоху Чандра, вот это его картинки комбинированные в разных диапазонах, измерять по рентгеновским изображениям, где прекрасно, четко видно вот эта вот выходящая наружу ударная волна. Поэтому, так сказать, кино, расширение этого объекта можно смотреть на сайте Чандры. А спектры измеряются уже два десятилетия замечательно, но здесь спектр АСКО, я его показываю, потому что он надписан, какие тут элементы, в основном они давно отождественны, вот это важная очень линия железа, что она видна, ну а тут всякие кремния, сера и, так сказать, уже не очень важные для нас элементы. Этот спектр был снят от всего объекта. Сейчас то, что мы хотим. Нам нужно измерить две вещи. Угловое расширение люди давно измеряют, вот, а нам нужно измерить скорость физическую. Значит, есть масса способов, казалось, в литературе, по разным видимым свете, оптическим измерениям, и радио, и тоже в рентгене. Люди пытаются измерять скорости и угловые, и физические, то есть радиальные, линейные скорости, по доплер-эффекту, например, вот эти линейные. Значит, выбирается какой-то сгусток, и люди говорят, вот он переместился на столько-то угловых секунд за 10 лет, и вот такая-то доплеровская скорость в этом направлении. Возникает куча вопросов. Движется ли сгусток, или движется волна, ну что-то облучается, или там облако растет. Движется ли этот сгусток в картинной плоскости, или под каким-то углом к нам. Конечно, под каким-то углом, иначе бы мы доплера не увидели. И оказывается огромная неопределенность, которая дает эту неопределенность в состоянии. Но вот я предложил Ане то, что мне кажется напрямую, взять какой-то хорошо неиспорченный, какими-то неопределенными соседними облаками кусочек, взять наш код, вот развитый в Гаише Еленой Сорокенко, в Зальцеве, в ее кандидатской. И вот этот кусочек, практически кусочек сферы, взять надежную модель для взрыва, ну и тут воспроизвести рентгеновское излучение, спектр, который нам даст хорошую оценку скорости ударной волны. А потом из известных снимков Чандры взять угловую скорость этого расширения. И тогда мы сразу много... Вот в этом и новизна. Поэтому я решил рассказать, как некое достижение прошедшего года. Во-первых, у нас нет вопроса угловая скорость вещества или волны. Мы видим точно ударную волну, в этом никто не сомневается. Значит, нет вопроса проекции скорости. Мы видим вот этот кусочек, вот этот сектор мы выкроем, почти идеальный кусок сферы, круг. Это точно в картинной плоскости. Поэтому две неопределенности уже ушли. Ну и кроме того, видите, тут такая каша в мягком диапазоне разных плачков вещества. Мы на эти плачки не смотрим, мы усредняем. Конечно, на следующем этапе... Поэтому хорошую, среднюю скорость ударной волны просто получаем из сопоставления наших спектров с наблюдением. Конечно, на следующем этапе мы вот сейчас развиваем и на разные гранты поддаем трехмерные уже ходы моделирования остатков. Это будет улучшено прямо в попытках воспроизвести, может быть, и сколчковатый структур. Ну вот один из участков, наблюдаемый Чандр, и был выбран, вот он здесь показан. И под него подгоняли спектры. Вот этот участок, вот эта красная линия, вот здесь его данные по спектру Чандра. К сожалению, Чандра довольно мягкий рентгеновский телескоп, поэтому очень важная линия железа у него с края, но тем не менее, они, видите, выдают тут с очень маленькими ошибками, и мы под нее можем тоже фитировать. Ну вот что удается сделать из моделей, которые, как бы считаются наиболее вероятным для объяснения свойств сверхновой 1А. А как мы знаем, 400 с лишним лет спустя после наблюдения тихо-браги удалось спектр этой сверхновой снять. Замечательной работе наших коллег немецких с японскими в Nature, она была 10 лет назад. По отраженному сигналу светового эха, мы не сомневаемся, что это типичная сверхновая 1А термоядерная. Ну и вот наиболее удачного для всякого кремния серы и железа, вот у нас извеющаяся в литературе набора моделей, вот такая. И можно взять совсем другую, это называется модель задержанной детонации, delay detonation. Дело где-то, вот оно у нас так найдено. Ну а, собственно, вот это вот угловое расширение, его измеренное, нам позволяет получить расстояние. Ну и можно было бы, мы попробовали и другие модели, которые сейчас, кажется, уже маловероятны. Это классическая дефибрационная модель, нам надо других, W7. В общем-то, при реалистичных параметрах окружающей межзвездной среды, вот эти значения хорошие. Совсем идеальное фитирование спектра получилось вот такое, тут совсем плохое расстояние, но здесь в 10 раз больше плотность межзвездной среды, которая отбрасывается уже другими наблюдениями этого остатка. Поэтому мы приходим к выводу, что вот эти значения, которые мы получили, 2,8 плюс-минус 0,4, с очень хорошими. Если мы посмотрим вот на это все, то что оказывается? Что мы оказываемся очень близки к вот этой оценке, примерно вот тут 2006 года. А это просто по пиковой светимости стандартной сверхновой 1А, с той точностью, которая вас да извлечь из наблюдений тихо. Ну вот, фактически все, что я хотел сказать. Еще там градиенты спали, да? Да, там. Еще там градиенты спали, да? Да, все, да. Спасибо. Доктор, пожалуйста. Можно ли это сравнить с тем, как, по-моему, Зиндович или кто-то, глядя в фильм американский про взрыв атомной бомбы, и зная решение Седова, вычислил мощность бомбы? Ну, да, да, примерно так, да? Ферме, правда, по-другому, вы знаете, как ферме? Он бумажки кидал. Бумажки кидал. Рубовидный туман, и там же было определенное расстояние, расширение. А вот эту ссылочку тоже мне надо, мы еще такой большой статью. Там видно расширение просто. Ну, да, да, и Кассиопея видно, но все другие объекты сложнее, на самом деле. Кассиопея там, коллапсирующая совершенно, вот, краб, он подпитывается пульсаром, полереном. А это чистый, простой взрыв почти в однородной среде. Вот клочки все эти внутренние, это то, что там на возвратной ударной волне развивается неустойчивостью, как вот Татьяна Александровна еще в своей книжке рисовала. Еще вопросы, пожалуйста. Вот чем как раз мне хватает, видите, наверху, 1-9-8-7. Что вы можете сказать про славные события 1-9-8-7? 1-9-8-7. А, но я... Там, так сказать, да. Нет, там тоже были сравнения, типа метода Баада, тоже разные такие. Там нет никакой особой противоречии, хотя где-то, мне кажется, на 8-6-7. 100% расстояние до большого... Здесь вопрос, видите, о факторах 2-3, рядом с нами. А там 50 килопарсек, там 55-55, это немножко влияет на лестнице космологического расстояния. Но вот тут как-то с этим безобразием вот надо разбираться. Мне кажется, мы можем сделать 100-20%, 10%, может быть, и 5%. Вопросов нет, спасибо. Вопросов нет, спасибо. Вопросов нет. Вопросов нет. Засад очаги звездообразования между галактиками. А, 305 и другие. 20 минут. Анатолий, Анатолий, захватите сразу карман. А есть это? Есть. Но кто-то унес. Хорошо, поехали. Прямые наблюдения в линии 21 сантиметр показывают, что галактики, когда они сближаются очень тесно, они выбрасывают проливными силами газ на большие расстояния. И этот процесс довольно неплохо изучен, с точки зрения небесной механики движения. Но о судьбе этого газа можно предполагать самые разные варианты. Что газ частично падает на галактику назад, газ либо уходит в межгалактическое пространство, при этом наиболее плотные области, вот они как раз формируют гравитационно-связанные системы с интенсивным звездообразованием, которые получили название проливные карлики, но никто не знает, сколько их. Потому что проблема звездообразования из такого разреженного выборочного газа, она стоит очень серьезно. И есть самые различные предположения относительно того, что может помочь образоваться звездам, продаваться звездам из такой разреженной среды. Вот я в настоящее время, так сказать, реализуется программа, вот вместе с САО, ГАИШ-ПлюсА, вот программа исследования очагов звездообразования у взаимодействующих систем. Вот так как раз представлены объекты, которые удалось уже исследовать. Речь идет о наблюдениях с длинной щелью, оценки мучилых скоростей, дисперсии скоростей, оценки относительно содержания кислорода и возраста областей звездообразования. Показывает, насколько сложная картина здесь открывается перед глазами. А самое главное, чтобы все оказывается более разнообразно, чем мы считали с самого начала. Вот в общей сложности мы опубликовали целую серию работ, но поскольку сейчас речь идет о работе 2008 года, мой рассказ будет основан на опубликованной статье с авторами Сабурова, Егоров, Афанасьев. Это объект NGC-305, объект невероятно любопытный. Он представляет собой, NGC-305 это взаимодействующая система из двух спиральных галактик. И вот сами по себе галактики, во-первых, их форма несет в себе следы сильного взаимодействия. Но она больше всего, большой интерес представляет вот такая область звездообразования, которая появилась где-то посредине между галактиками. Вот как она выглядит при большом увеличении. То есть это комплекс эмиссионных областей, явно содержащих недавно возникшие звезды, плюс окружающий звездный туман, который здесь просто не виден. Масштаб 10 килопарсек, примерно общая длина этой цепочки. Ну и самое, пожалуй, что любопытное, что этот объект выделяется сильнее всего в ультрафиолете, что говорит о резкой вспышке звездообразования. Вот как выглядит изображение Галикса. На Галиксе две галактики, и вот это островочек, где-то 10 килопарсековой длины, который очень четко здесь заметен. Этот объект наблюдался в линии 21 сантиметр на индийском телескопе. Оказывается, существуют потоки газа. И ясно, что образование звезд не может быть без газа, поэтому газовый выброс идет сюда, в сторону вот этого проливного карлика или кандидата в проливные карлики. Но непонятно, почему он останавливается точно на оси, соединяющей две галактики. Ну вот, была попытка сделать модель, это, так сказать, попытка Хэнкок в 2009 году. Модель этой системы, начиная с момента максимального сближения галактики, это красный и зеленый свет, это две галактики, в конечном счете через 300 или 400 миллионов лет образуются системы, где галактики связаны между собой длинным мостом. И даже посередине появляется островок звездообразования, хотя в самой схеме счета происхождения вот таких островков не очень понятно, просто там плотность превышает некоторый критический уровень. Наблюдения проводились на 6-метровом телескопе с длинной щелью, с использованием фокального редуктора Скорпио, при довольно приличном, Скорпио 2, здесь не один, и при довольно приличном качестве изображения. Была поставлена щель так, что она проходит через самый яркий островочек, который здесь под номером 2, и касается, так сказать, двух других островков вот в этой цепочке между галактиками. Что в конечном счете дает обработка? Обработка дает... Вот здесь показана щель, как проходит вот этот конец большой галактики, вот этот островочек можно обмогочить. Здесь показаны потоки в линиях, водород, азот, серо, кислород. Это скорости лучевые. Вот такое поведение скорости, оно соответствует вращению галактики, но аномалия здесь принадлежит вот этому островку, но он наблюдается и у других галактик с такими, с приливными хвостами. Он объясняется... В общем, здесь получается каустик орбит, газ сталкивается в ограниченной области, и такие области исследовались раньше. А вот что не исследовалось, это с хорошим разрешением, как у нас меняется скорость вдоль щели, и как меняется скорость в пределах вот этой вот цепочки. Вот это вот изменение скорости здесь показано. Сама по себе цепочка, ну, она касается только отдельных областей краю и проходит точно через самый яркий объект. Вот. По отношению потоку было определено, так сказать, распределение водорода, распределение, простите, содержания кислорода, которое оказывается существенно ниже, чем на периферийных областях родительской галактики. Ну, крупным планом я покажу, вот, в разных линиях здесь оценки скорости, но самое точное, вот, это линия шальфа, она сильнее всего, это желтые кружочки. Они показывают, вернее, они не показывают ни расширения, ни вращения, хотя определенный пердиент существует. А также вот такая дисперсия отдельных оценок, с учетом их ошибок, конечно, показывает, что у нас средний разброс скорости получил зрение около, примерно, 17 км в секунду, 17-20 км в секунду, это дисперсия скорости областей ионизованного водорода, что практически совпадает с оценкой дисперсии скоростей облаков атомарного водорода, 17 км в секунду, полученный в линии 21 сантиметр в работе Сингупта и других. Вот, вериальная масса получается, я хотел считать, что все-таки гравитационно связанный этот объект, что априори не очевидно. Вериальная масса получается 2 на 10, 9 масса Солнца. Для сравнения, так сказать, масса газа 8 на 10, 8, а масса звездного населения, которые определили по R-фотометрии, 3 на 10, 8, то есть оценки здесь близкие, что говорит о том, что объекты либо гравитационно связаны, либо близок к тому, чтобы считаться гравитационно связанным, то есть это означает, что более плотные участки, центральные, все-таки могут быть связаны, а периферии, так сказать, для периферии это не очевидно. Ну вот, для того, чтобы понять, каков источник возбуждения линии, точки мы поставили на так называемый диагностические диаграммы, которые сопоставляют относительно интенсивности линий и позволяют различить возбуждение линий, связанное с фотоанизацией, как в классических областях анизованного народа, и вот точки, которые выходят за темную, черную кривую, это уже, так сказать, области, которые вместе с фотоанизацией, так сказать, присутствует и другой механизм, требующие более жесткого излучения и, то есть, нестандартные условия возбуждения ГАНа. Ну, почти все точки лежат в области классических, классических H2 областей, именно это дает основания использовать классические методы определения химического состава, содержания кислорода, методом ярких эмиссионных линий. Ну, вот, оказалось, что вот те точки, которые выскакивают, которые выскакивают за пределы классической фотоанизации и находятся в области высокого, в области жесткой радиации, они на галактиках, в этой системе, они концентрируются в области сравнительно низкой яркости, вот в родительской галактике, НГЦ-4017, и это просто сразу же указывает на механизм возбуждения, то есть, они возбуждаются жестким ультрафиолетом, который просачивается через газовую среду, окружающую молодыми звездами, такое просатившееся излучение имеет более жесткий спектр, поскольку для жесткого излучения оптической толща меньше, и поэтому причина вот такого газа это как раз просачивание излучения. Такой газ, известный в нашей галактике, он называется диффузный, ионизованный газ, его довольно много. Вот если говорить о химическом составе, то два разных метода, вернее, разные методы дают отличающиеся результаты, но метод, который здесь показан красным, у 3Н2, он плохо работает на низких металличностях, поэтому здесь можно больше верить тем точкам, которые находятся ниже. И в любом случае, эти точки лежат ниже оценок содержания кислорода для спиральной галактики, и это несколько надачивает, потому что все-таки этот газ, который здесь мы наблюдаем в светящемся островке, он же должен быть выброшен из самой галактики, и когда бы он должен нести тот же самый химический состав, как и его периферийные части. Это означает, что если газ действительно выброшен из периферии галактики, то он выброшен из таких далеких областей, которые просто здесь не засвечиваются в линии H2. Ну, есть градиент металличности, когда кислород падает, содержание кислорода падает с расстоянием от центра. То есть здесь это означает очень далекие области, газ которых был выброшен на расстояние около 30 килопарсек от галактики. Вот. Ну вот, если смотреть, сравнивать химический состав газа с тем, какой мы наблюдаем в других неправильных карликовых галактиках, это из работы Берга, где-то картинка, здесь по вертикали относительное содержание кислорода, по горизонтали абсолютная величина самой галактики, то картинаж объект очень неплохо согласуется с остальными, что опять-таки несколько отодачивает, поскольку все-таки это же у нас не самостоятельная галактика. Если бы это была нормальная карликовая галактика, то с какой стати к ней подходил бы этот поток газа, и она бы засвечивалась в газовом мосту между двумя взаимодействующими системами. Возможно, что это случайно. Но, во всяком случае, никакого переобогащения кислородом, которое отжидается в проливных карликах, здесь не наблюдается. Вот. Ну вот, можно, подойти по-другому. Можно оценить эффективный выход кислорода, который оценивается исходя из относительного содержания газа и по отношению к звездам. Это эффективный выход, это параметр, который характеризует роль самообогащения среды в процессе эволюции. Для этого объекта выход тяжелых элементов оказывается совершенно обычным, как и для других галактик. И это говорит о том, что вот эта карликовая система, которая title of the war galaxy, карликовая проливная система, галактика начинала свою эволюцию с очень-очень низкого уровня обогащения тяжелыми элементами. И то, что мы сейчас наблюдаем, достаточно можно объяснить просто самообогащением в процессе эволюции. Вот. Если говорить о звездном составе, то здесь на этой классической двухцветной диаграмме нанесены вот эти вот яркие клампы, они нанесены кружочками синими, а также полностью вот интегральные параметры вот этого звездного островка, ну и диффузное, и это положение такое диффузного излучения, связанного со звездами, которые не входят вот в эти мощные концентрации молодых объектов. Мы видим, что объекты имеют возраст от нескольких миллионов лет, нескольких могут быть десятков миллионов лет, в то время как диффузный звездный фон вокруг них больше похож на вот эти кружочки, которые относятся к самым обычным карликовым неправильным галактикам. И по-видимому объяснить можно его с точки зрения эволюционных треков, построенных здесь, тем, что вот фон этот диффузный содержит более старые звезды, существенно более старые звезды, чем те звезды с возрастом десятки миллионов лет, которые мы видим как яркие супер скопления. Ну вот проблема формирования вот такого объекта стоит очень остро, потому что гравитационная неустойчивость, ее можно посчитать исходя из распределения газа и характерной толщины вот этих структур, она явно недостаточна для того, чтобы сработала эта гравитационная неустойчивость и породила звезды на большом расстоянии от галактики. Здесь нужно предположить, что либо система содержит более плотные облака, которые не определяются существующими методами радионаблюдения водорода. Для примера вот эта диаграмма направленности размер, степень размазки всей радиокартинки соответствует линейному размеру 7 килопарсек. Вот ясно, что детали здесь теряются. Значит, либо сильная клочковатость, и гравитация срабатывает благодаря большой плотности, либо есть внешний механизм стимулирования звезднообразования, типа давления внешней среды. Но сама гравитация, конечно, во внутренней области, она должна играть определяющую роль. А сама вытянутая естественно отражает проливное растяжение проливными силами, поэтому явно, что внешние области этого островка они гравитационно скоро потеряют гравитационную связь с внутренними областями. Кстати, все эти комплексы необычно яркие, это примерно соответствует у них 18-19 звездная величина, с такого расстояния это соответствует ожидаемому звезднообразованию молодых шаровых скоплений. Значит, триггером звезднообразования здесь может быть сопновение потоков газа, которые заторможены в гравитационном поле галактики, поскольку они находятся дальше всего от галактики, и, естественно, выброс газа уменьшает свою скорость в процессе удаления от родительского объекта, что показывает, что хорошо видно, как раз по оценке скорости, уже упоминав на работе Зенгупта и других, здесь у нас синий и красный цвет соответствуют скоростям больше или меньше, чем средняя скорость спиральной галактики, которая здесь показана белым контуром, а интересующий нас объект, вот этот звездный островок, здесь выделен в квадратики, и здесь хорошо, так сказать, видно, что скорость, каждый шаг, переход на последующую линию, 7 км в секунду, мы, так сказать, видим, что здесь, а зеленое, это просто нет измерений, ну, поскольку мы получили измерение с хорошим разрешением, вот этот вот зеленый участок мы, так сказать, измерили, там скорость практически равна скорости внешней области галактики, а потом скорости меняются, вот, и, то есть, фактически скорость меняется, пока, у нас газ обратно, так сказать, не приходит в галактику, то есть, вот в этой области у нас можно ожидать наиболее сильной турбулентности, и главное, что газ будет двигаться здесь просто более медленно по отношению к центру галактики, здесь практически скорость совпадает со скоростью галактики в этом месте, вот, но само по себе скорость, сама скорость получу зрения этого островка всего лишь на 50 километров в секунду отличается от скорости родительской галактики, и поэтому вероятнее всего дисперсия или центральная скорость? Нет, отличается от, на 50 километров от центра, между центрами, поэтому а вот такие сильные изменения порядка 10 чуть меньше, чем на 10 восьмой это близко к возрасту это это близко к возрасту это означает, что островок рано или поздно просто падает на галактику вот то есть он образовался нет хорошо нет он он возник он возник уже после какого-то времени после того как начало как начало было самое большое сближение там сразу возникнуть не мог там просто большие скорости и газ был просто горячий ну я просто тогда резюмирую поскольку я подхожу к концу значит что карликовый спутник системе арк 35 еще это карликовый еще не параллоктированная галактика на стадии активного звездообразования продолжающегося несколько десятков миллионов лет дисперсия скоростей как ашанит так ашанит близки к реальному значению а масса газа как минимум втрое превышает массу вес вот содержание кислорода в областях организованного водорода ниже чем на периферии родильской галактики и типично для карликовых галактик со сходной массой звезд так что нет никакой избыточной металличности а внутри самого карлика существенная самогравитация газа ответственная за звездное образование однако механизм формирования этого карлика он неочевиден и возможно связан со сопновением заторможенных подогов газа вот и близкие скорости карликовой галактики иронической галактики обращают короткое время жизни порядка времени падения на галактику около 10-8 лет вот собственно говоря спасибо продолжим продолжим только мне дайте маленький братом существует какая-нибудь возможность получить нижний предел массы для обогащения перемен сейчас нижний предел массы чего газа или дверст вам нужно мочи на изверх получать обогащение достаточно большие все оценки вот этих пределов происходят из того что у нас функция масса звезд она такая же как везде в области больших масс они немножко отличаются так что если там совсем другая начальная функция масс то оценки поплывут естественно еще можно по поводу пыли это очень интересный вопрос потому что на самом деле неожиданно в области самого яркого клампа поглощение 1,2 мельчины то есть это означает металличность низкая плотность газа усредненная очень низкая это означает что мы попали на область порядка 100-200 парсек которые на порядок плотнее чем с средним то есть это как раз указано на то что вот этот кламп окружен плотным газом а вот за пределами клампа тоже можно мерить по отношению ашальфа кэшбэр поглощение оно там нулевое это было у коллега мусова при ступновении ветров при новой устойчивости рождение пыли очень быстро происходит да это вполне может быть по-моему массивная 2,7 ну в принципе будет очень да это вполне да сейчас секундочку я в процессе премьер звездообразания не услышал про черную материю темная материя определяет временные временные параметры как движется газ и насколько далеко он уйдет вот то что если считать что у нас вот это вытянутые цепочки связанные с премьерным образованием то такое премьерное образование оно подходит при наличии когда масса растет пропорционально расстояние то есть это темное гало без темного гало не получится пожалуйста последний вопрос к тому высказывания Владимира Владимирович у меня вопрос подождите молодой человек слушайте что говорят умные люди слушайте ну вот две галактики они столкнулись что такое столкнулись ну они взаимодействующие галактики это штука вылетела когда одна пролетела мимо другой нет это штука да если вы да или нет говорите я не знаю что подразумевать под этим вот эту которую вы изучали между галактиками когда галактики начали удаляться друг от друга за одной из галактик потянулся газовый хвост удаляться они сближали близко были когда ну а почему вы нам об этом ничего не говорите тут же ясно раз есть скорости есть масштабы времени звездообразования они не противоречат этой гипотезе или нет ну и все как я ничего не говорил когда я показал вы нас утопили в деталях этих химии этой ненужности нет я показал динамическую динамическую модель я показал динамическую модель где был виден как в процессе времени галактики удаляются друг от друга но это не моя работа поэтому я не стал на нее акцентировать так есть еще вопрос давайте поблагодарить ну ладно сейчас у нас чаепитие так что спасибо всем следующий саш спасибо 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 вот это вот . . . . . . Первый. Простав. Кто это написал? Не знаю, господин. А как строительство, мы по цветам. спасибо Демонтируйте ложку. Демонтируйте ложку. Демонтируйте ложку. Так что это чисто... Демонтируйте ложку. Демонтируйте ложку. Демонтируйте ложку. Демонтируйте ложку. Демонтируйте ложку. Спасибо. 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 Я уже все прочел. Сейчас Анна к вам пришел все мои замечания. Натом... Сейчас я позвоню им. Вы получили там, да? Такие же замечания. Все страницы прочелы, все нормально. Анна и сейчас вам пришел мое писание. Я просто сейчас на конференции, у меня вот сейчас доклад через минуту. А Таня вам все передаст. А потом я вам перезвоню. Женя, а как еще там народ Давайте сейчас Это всегда проблемы Первого докладчика Народ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие коллеги Наш доклад Это часть отчета По наблюдениям на нашей новой Кавказской горной обсерватории Где установлен телескоп 2,5 метра диаметром Мы его сейчас Приводим в полный порядок Нам удалось сделать Системы автогидирования На телескопе Хорошо работают дирататоры То есть можно проводить длинные экспозиции И так далее Это существенный прогресс Но вот здесь это один из объектов Который мы вот в этом сезоне За этот год наблюдали Это известная религианская новая Вот таковая ума Значит Которая Недавно у которой было открыто Колоссально быстрое укорочение Орбитального периода Так что если Орбитальный период Монотонно укорачивается То характерное время Слияния черной зыры И оптической звезды Будет составлять Порядка 20 миллионов лет В то же время По теории эволюции Теорийных систем Время эволюции Таких систем Под действием Магнитного звездного ветра Составляет Миллиарды лет Дело в том Что идет трансляция Будет плохо видно Вот А зрителям Нет Ну у нас нормально У нас белые слайды Поэтому здесь Контраст хороший Вот И эта система Сейчас к ней привлечено Очень большое внимание Потому что для того Что так быстро укорачивалось Орбитальный период Под влиянием Магнитного звездного ветра Нужно магнитное поле На звезде В десятки килограус Среднее Тогда магнитный ветер Сможет очень быстро Уначить момент И укорачивать Вот Поэтому Значит Вот мы обратили внимание На эту систему Система вспыхивала Значит Была открыта С помощью РФТ 29 марта 2000 года Вот кривая блеска У нее В рентгене Такой был Предшественник В всплесках Потом Длинный всплеск Это тоже не характерно Потому что Средняя Продолжительность всплеска У рентгенских новых Это порядка месяца С экспоненциальным спадом И так далее А здесь Довольно длинный всплеск В оптике была Соответственно Кривая блеска получена И был Вторичный всплеск За через 5 лет Вторая короткая всплеска За 30 дней Уже стандартная Это вот наше наблюдение Значит Шугарова Волкова У нас Гаижа получила Кривую блеску Ну мы конечно Ее исследовали В спокойном состоянии Когда уже Всплеск закончился Видна оптическая звезда Эффект Элипсидальность От оптической звезды По амплитуде Эффект Элипсидальности Можно оценить Наклонение Орбиты Двойной системы Ну а поскольку Функции массы Здесь известны По лучшим Скоростям Это большая 6,1 Масса Солнца Поизвестно Что функции массы Это абсолютно Нижний предел На массу Невидимого объекта То есть масса Черной дыры Если это Кривая лучшинскоростей Действительно Отражает орбитальное Движение То функция То масса Черной дыры Превышает 6 Солнечных масс Это больше Чем в Венчинной Да Больше Это уникальная система Вот И значит Орбитальный период Очень короткий Это удобно Для наблюдения За одну ночь Получается Полная кривая Спектуральный класс Спутника Оптической звезды Ка-7 Главная последовательность Потому что Очень короткий период Вот И черная дыра С массой Больше 6 Масс Солнца Но это слабый объект Поэтому Это некоторый Тест для нашего Пустого метрового Телескопа Вот надо С хорошей точностью Получить Кривые блеска В оптике И ВК диапазоне От объекта Такой величины Отношение масс С померяной Двольной системой Не буду в деталях Останавливаться Мы его улучшили Раньше было 42 Отношение масс Черной дыры Опечатка МХ МВ Это МВ Масса оптической звезды Черная дыра В 42 раза больше Чем масса Оптической звезды Но как мы показали Если более точно Профили линии Интерпретировать Отношение масс Оценивается По доплеровскому Уширению Профили линии Спектрик Оптической звезды Отношение масс Вообще 70 То есть Очень маленькая Масса Спутника Порядка 0,3 Масса Солнца И масса Черной дыры Больше 6 Ну вот Аномально Короткое Аномально Сильное укорочение Оргитального периода Здесь все написано Большая галактическая Широта 62 градуса Это Z Значит По Z Координате Полтора килопарсека В отличие от Стандартных Релегионных Сехновых Которые Примерно Близки К галактической Плоскости Здесь Значит Огромная Галактическая Широта То есть Взрыв Сверхновый Выкинул Систему Техникулярных Плоскости Галактических Ну естественно Из-за такой Большой Галактической Широты Маленькое Межзлезное Поглощение Что упрощает Интерпретацию Ну и вот На нашем Телескопе Значит Значит Использовался Инфракрасный Фотограф Техникулярных Крым Проводилась Оптическая Фотометрия На телескопе Метров 25 ЗТЭ Крымской Станции Для них Вот можно На двух Телескопах Наблюдать Теперь Мы имеем Такую Уникальную Возможность После Присоединения Крыма К России Мы теперь Полноправные Хозяева Этого Телескопа И на нем Тоже Проводится Наблюдение Вот Всего Было Получено Значит Около 200 2000 Интерпретальных Арктических Наблюдений В интегральном Сведе Потому что 19 величина Там уже Ни до жира УБВ Там не получат Вот Но все равно Это средняя Длина волны 6400 Интерпретных И 700 Измерения Значит ВК диапазоне Фильтры Ж и К Это значит 1,25 микрона И 2,2 микрона Вот кривые Блеска Которые получили Вот за Так сказать За 2017 И 2018 Год Это оптика Это две разных Ночи Разнесенные Примерно Нескакими Месяцами Наблюдений Вот Одна Кривая Блеска Это двойная Волна За орбитальный Период Эффект Лексидальность Оптической Звезды Это В 2018 Году Такая же Примерно Кривая Но есть Систематическая Средняя Блеска Форма Диночка Меняется Вот А это ВК диапазоне Кривая Блеска Это Фильтры Ж Ну Предполагается Что это ВК Уже Так сказать Очень Понизу Но все равно Вырисовывается Хорошо Средняя Кривая Блеска Двойная Волна За орбитальный Период Предполагается Что в ЖК Фильтрах Вклаты Африционных Структур Меньше И глинируется Излучение Оптической Звезды Которые Являются Звездой Позже Стрультурального Класса Именно Поэтому Ублюдение В инфракансии Диапазона Очень важны Для Определения Наклонения Орбиты Таких Это Та часть Газовой Струи Которая Примыкает Ко Трекционному Диску Вращательное Движение Внешних Частей Диска Ударяется По поверхность Газовой Струи Нагревает Образуется Горячая Линия Это Трехмерные Газодинамические Расчеты Так показывают И Горячее Петло По инерции Горячая Плазма Уходит Сюда И здесь Есть Горячая Область Нагрев Этой Область Не в результате Прямого Столкновения А в результате Вот такого Стекания Горячего Газа От ударных Волк В горячей Линии Диск Самый Эллиптический Релитивистский Облиток Находится В фокусе Эллипса Поверхность Диска Параболическая Диск Логнутый И В разных Фазах Орбитального Переда Мы Крутим Эту Модель И получаем Теоретическую Кривую Блеск И минимизируем Х квадрат Минимальную Невязку Вот Зависимость Минимальных Невязок Под всем Параметром Остальным Кроме Наклонения Орбиты Здесь Представлено Очень красиво Мне кажется Методический Результат Если мы Возьмем Чистую Модель Или Среда То есть Берем Извините Н ту кнопку Нажал Сейчас Сейчас Все нормально Нажмите Н ту кнопку Нажмите Нет Теперь Лучше С этого Слайда Значит Значит Мы Пренебрежем Вообще Вот Этим Делом Возьмем Топор Эксидальную Звезду Которая Дополняет Свою Полос Роша Получается Вот Такая Прекрасная Минем Эффект Эксидальность Это Квадрат Это Сумма Квадрат От Кланией Наблюдаем Преоблес Актиритически Это Критический Уровень По уровню Значимости Видно Что Прекрасно Выбирается Наклонение Орбиты 55 градусов Но Она Абсолютно Неправильная Потому Что Модель Неадекватна Наблюдения Минимальная Невязка 5 раз И 4 раза Больше Чем Критический Уровень То есть Модель Чистого Эксидальности Отвергается Наблюдениями Мы обязаны Привлечь Обязательно Какую-то Структуру Вблизи Черной Двери Делаем Это Вводим Чистый Аккреционный Диск Без Области Взаимодействия Просто Добавка Некоторая Константа Некоторая Диска И с ней Ищем Параметры Снова У нас Естественно Дипозон Изменений Параметров Оптимальных Расширяется Потому что Уже Не по одному Параметру Мы еще По двум И Минимальная Невязка Практически Не меняется Потому что Максимум Кривого блеска Имеет Разную Высоту С помощью обычного Диска Без структуры На краю Диска Объяснить Различие В максимум Кривого блеска Невозможно Далее Мы добавляем Уже Горячее пятно Без горячей Просто горячее пятно На внешней границе Аккреционного диска Решаем Обратную Задачу Делаем Перебор По наклонению Орбиты Минимизируем По остальным Параметрам Невязка У нас В два С половиной Три Раза Уменьшается Но все равно Не достигает Критического Уровня Дальше Вводим Уже Такую Более Сложную Модель Добавляем Еще горячую Линию Которая Предсказывается Трехмерной Газодинамикой Обмена Вещества В других Системах И получаем Минимальную Невязку Которая Лежит Слегка Ниже Критического Уровня То есть Модель С некоторой Натяжкой Но уже Может быть Принята Модель Адекватно Наблюдение По минимуму Невязки Выбирается Наклонение Орбиты 73 градуса В отличие От 55 градусов Замечу Что Масса Черной Газодинамикой Досинос Купки Если мы Так Различаем Наклонение Орбиты То масса Может в полтора Раза Меняться Идет Описание Это Кривые Блеска Теоретически В разных Моделях Которые Натянуты На Наблюдение Здесь У нас Оптический Кривый Блеск 17-й Год 18-й Год Видно Различие Высот Максимум А это Чистая Теоретическая Дальность Вот Видно Что Есть Вот Эти Невязки Мы Не Можем Устроить Из-за Этого Получается Плохое Согласие Теорию Здесь Уже Получше А вот Когда Горячие Лири Включаем Мы Описываем Адекватно Практически Всю Кривую Блеска Включали Неравенство Максимум Вот Такая Вот Наклонение Орбиты Оно Видно Как Меняется Зависит Наклонение Орбиты Здесь Уже Оптимальная Модель Наиболее Сложная Видно Как Невязко Зависит По Кривой Блеска От Наклонения Орбиты То есть Достаточно Уверенно Определяется Наклонение Орбиты А это Уже Средние Кривые Блеска С натянутыми Оптимальными Кривыми Блеска Вот И Значит Для разных Отношений Масс Для 73 Отношений Масс И Для 40 Для Ку 37 И Ку 73 Для разных Отношений Масс Получаем Практически Одинаковые Результаты То есть От отношений Масс Задача Очень Слабо Зависит Поэтому Отношений Масс Надо Определять По Вращательному Уширению Профилю Ленин Спеки Оптической Звезды Это ВК Диапазор Определяется А это Кривые Минимальных Кривязок Для Каждой Кривой Это Диаптических Кривых Это Для Отношений Масс 73 Отношений Масс 37 Видно Что Это Критический Уровень На уровне 1% И Видно Что С Наклонение Орбиты Ну А потом Как-то Их Осредняют Вот Это Инфракрасные Кривые Блесны Здесь Наклонение Орбиты Определяется И Получается Наклонение Орбиты 74 Градуса Масса Черной Дыры 7,4 Десятых Массы Плюс Примерно Половина Солнечных Массы Надо Отметить Что В системе Наблюдаются Так называемые Сверхгорбы Что Говорит О том Что Электрический Составляет Примерно 51-52 Дня Мы Попытались Наши Кривые Блеска В оптическом Диапазоне Которые Получены В интеграмном Свете С наилучшей Точностью Вот У нас Три Независимых Кривых Блеска Мы Попытались На них Натянуть Разные Теоретические Кривые Блеска При Оптимальных Параметрах Но Раскрепили Угол Значит Омега Долготу Кириастра Вот Аккреционного Диска Удаётся Вот эти Изменения Описать Прочесённым Периодом 51-9 То есть Есть намёк На то Что Не только Спектуральные Данные Свидетель Что это Прочесение Аккреционного Диска Но Мы Просто Напрямую Видим Вот эти Изменения Как результат Поворота Большой Оси Элипса Аккреционного Диска С периодом 51-9 Ну Это Некотор Резонансный Эффект В нашей Системе Который остаётся После взрыва После вспышки И так далее Так что Вот красивый результат Возможно Будет Ну Сейчас Этим Детально Занимаемся Если Удастся Прямо Из наблюдений Вот По форме Его блеска И по различию Среднего блеска Выводить Прочесённый Период Это будет Очень Интересно Ну Вот тут Видна Разбивка Вот Кривая блеска Доблюдаем А это Разбивка Компонент Это вот Эффект Лепсигалисе Аптической Звезды Это вот Аккреционный Диск С горячим Петном А это Горячие Линии Для разных Параметров Двойной Системы Представляет Интересно Поскольку Мы Восстанавливаем Светимость Не звёздный Компонент То есть Аккреционный Диск Плюс Горячая Линия То представляет Интересно Получить Из наблюдений Зависимость От длины Волны Светимости Не звёздной Компоненты Звёздный Компонент Это звезда Примерно Дебарбированный А не звёздный Это диск Плюс Область Взаимодействия Вот Удаётся Получить Всё это Дело Здесь Техника Отложит И вот Конкретный Логарифм Светимости Это Звезда Это Диск Плюс Горячее Пятно А это Горячая Линия А здесь У нас Звезда Это Диск Плюс Горячая Линия Горячая Питая Горячая Если Просуммируют Вот это Излучение Это Незвёздные Компоненты То Получается От длины Волны В диапазоне Когда длина Волны Меняется В треть Нижнем Раза От 6400 До 22000 То В этом Диапазоне Спектр Незвёздных Компонентов Описывается Как Лябда Сепель Минус Одна И Семь Значит Здесь Лябда Минус Два Это Спектр Оптически Тонкой Плазмы А здесь Спектр Более Плоский Чем Спектр Оптически Тонкой Плазмы Что Может Быть Вызвано С вкладом Синхротронного Излучения От рельсивистского Джета То есть Низкий Показатель Степень Позволяет Заподозрить Наличие Вкладов Синхротрона Ну Конечно Надо Мерить Поляризацию Излучения От некоторых Систем В спокойном Состоянии Уже Найдена Поляризация Излучения Рентгеновских Новых От трех Систем Найден Ну И Собственно Все Дальше В радио Диапазоне Видно В радио Диапазоне Да В и к И в оптике Удается Получить Намек На наличие Синхротрона Компонентов Почти Плоский Спектр Незвездные Компоненты Известно Что Синхротрон В и к Диапазоне Возрастает И Складывается Квазичерночельным Излучением Аккреционного Диска Он Дает Более Плоский Спектр Вот Наши данные В пользу Такой модели И Вот В процессе Находится Расчет Эволюции Маломассивных Рентгенов С учетом Аномально Быстрого Укорочения Их орбитальных Периодов Вот Есть работа Где Это уже Леша Богомазов Этим занимается На базе Вот Вашей Машины Сценария Липунов Паснов Прохоров Значит Есть работа Где Когда Образуется Где Показано Когда есть Общая Оболочка То Генерируется Сильное Магнитное Поле У оптической Звезды И это Сильное Магнитное Поле Действительно Может иметь Несколько Лагаус Среднее Значение Поля Вот С учетом Этого Действительно Может быть Сильное Укорочение Орбитального Периода А то Что За 20 Миллионов Система Сливается Это Не Совсем Правильно Потому Что Это Укорочение Может Носить Циклический Характер На Каких Этапах Она Укорачивается Потом Она Возрастает Вот Леша Как раз Богомар Сейчас Это Дело Считает Вот С помощью Машины Сценария И Может Оказаться Что Это Чисто Такой Циклический Эффект Но Все Равно Это Очень Интересно Потому Сильная Магнитная Активность Оптической Звезды В этой Системе Вот Собственно Все Если Может Леша Что Ни Хочет Добавить Я Собственно Все Сказал Время На Один Вопрос Я Прослушал Если У вас Наскруто Менеется Орбитальный период Когда Что-то Замедляется Что-то Должно Улететь У вас Вы Не Расслата Невозможность Отводить Улетающего Вещества Систем Я Тоже Магнитный Ветер Он Не Видим Он Не Дает Вклад Никакую Оптику Он Уносит Угловой Момент Это Обмен В данном Случа Консервативен По Массе Масса Но Не Консервативен По Угловому Моменту М С точкой Оптической Звезды Ну Солнце Известно М С точкой 10 Минус Чел Масса Солнца Никакого Эволюционного Значения Никаких Оптических Проявлений Этот ветер Не имеет Но Он Несет С собой Несколько Гаусс Магнитное Поле На Огромное Расстояние Порядка Доли Парсека И так Далее За счет Такого Огромного Плеча Уносится Значительный Угловой Момент Вот Здесь По Видим Это Имеет Место Если Магнитное Поле Усилить То Эффективность Этого Механизма Увеличивается Но Никаких Оптических Или Инфракрасных Проявлений Здесь Трудно Ожидать Очень Короткий Вопрос И Короткий Ответ Там Есть Четкие Указания На То Что Вы Почитаете Синарий Магнитного Ветра А Дело В том Что Система Находится В спокойном Состоянии Рентгеновская Светимость Меньше 10 31 Ягод Секунды И Диск Кстати Природа Энерговыделения В этом Диске Непонятно То Ли Это Диск Накопитель Ламинарный То Ли Это Диск Доминей Диск И так Поэтому Скорее Всего Ветер Там Небольшой А В основном Унос Углового Момента Идет От Оптической Звезды Хотя Если Есть Одав Диск То За счет Того Что В центре Диска Двухтемпературная Плазма Температура 10 11 12 Кельвина Вот Там Вполне Может Оттуда Какой-то Ветер Истекать Есть Такие Работы Это Правильно Может быть Дополнительный Источник Углового Момента У других Систем Такого Не Наблюдается У этой Систем И есть А у других Систем Садав Дисками Не Наблюдается Сильного Укорочения Поэтому Скорее Все Это Аномальное Свойство Самой Оптической Звезды Ну и Кроме Того Главный Момент Вращения Двойной Системы Доходится У звезды У менее Массивной Ну конечно У звезды Там 70 раз Звезда Массивной Она Легче Через Нее Ну конечно Черная Дыра Там 7 Масса Солнца А это 0.3 Масса Солнца Она Бегает Со скоростью Плюс-минус 700 Км В секунду По орбите Поэтому Уносит К сожалению Мы Уже За Нашей Программ Поэтому Попробуем Доклад Следующий Доклад Автор Давидович Черни И Савтолин Темной Энергией Системы Галактики Локальной Вселенной 20 минут Включаю Вопросы То есть 17 минут На Вопросы 3 минуты На Вопросы Спасибо Правильно Это 13 Вопросы Прошло сто лет С того момента Когда Эйнштейн Изобрел Космологическую Величину Космологическую Постоянную Время Но мы до сих пор Не знаем Что это Такое Мы не знаем Какая Какая Вообще Фундаментальная Физика Стоит За этим По ходу дела Выяснилось Что еще Имеется И Другая Странная Компонента Космической Среды Это Темная Материя В результате На темную Материю И темную Энергию Вместе Приходится 95% Всего Вещества Всего Всех Составов Энергии Материи Во Вселенной И только 5% Это то О чем мы можем Более-менее Сознательно Говорить Замечательно Однако То обстоятельство Что мы По крайней мере Твердо Теперь знаем Что Космологическая Темная Энергия В действительности Присутствует В реальной Природе То же самое Относится И Космологической Темной Материи Они Реально Существуют Ну Говорить Что-то Такое Более Понятное И привычное Обо Во всем этом Пытался И раз Борисович Глинер Наш Замечательный Теоретик Это был 65-й год Но вот Придумать Что-то Такое Сверх Этого Не удается И до сих пор В самом деле Это невидимая Но по крайней мере Среда Тоже Непонятно Конечно Какая Именно Но все-таки Это привычные Слова Это Привычные Слова И за это И раз Борисовичу Большая Благодарность Но Дальше Дальше В игру Вступает Еще и Модель Фридмана Замечательное Достижение Отечественной Теоретической Физики И астрономии Которая Модель Включает Включает В себя Возможность Космологической Постоянной Это замечательно Что В 22 24 Годах Фридман Всерьез Относился К космологической Постоянной Но даже Он не смог Ничего Придумать Лучше Чем Потом Об этом Сказал Гленер Тем временем Выяснилось Все-таки Что Вселенная Которую Мы изучаем Должна Быть В действительности Разделена На две Отдельные Области Самая Большая Из них По количеству По Размерам Это Глобальная Вселенная Которая Начинается Примерно С расстояний Один Гигапарсек И продолжается Неограниченно Насколько Мы знаем По Вселенной Все К большим И большим Размерам Возможно Эти размеры В конечном итоге Бесконечны Но об этом Тоже мало Что можно сказать Другая Область Это область Сравнительно Малых Расстояний Это область Локальной Вселенной Ну и здесь Оказывается Что можно Продвигаться Более Менее Традиционными Методами Изучения Космических Объектов Вот Здесь Показаны Эти две Составляющие Реальной Вселенной Ну а дальше Речь будет идти О Локальной Вселенной О глобальной Вселенной Сказано Многое Говорилось Многое Будет говориться Еще очень И очень Многое О локальной Вселенной Мы говорим Сравнительно Недавно И Оказалось Что изучение Нормальных Так сказать Привычных Объектов Локальной Местной Вселенной Позволяет Что-то Сказать И о Космологической Постоянной О темной Энергии И вообще Об устройстве Мира В целом Мы Различаем Во Вселенной Некоторые Типичные Элементы Типичные Составляющие Типичные Объекты Того Или Иного Типа Ну вот Что касается Если опять Сказать Об этом Что же Касается Глобальной Вселенной То Она Замечательна Тем Что Все Возможные Симметрия И главным Образом Однородности Изотропии Распределения Движения Вещества Там Надежно Установлено Что же Касается Локальной Вселенной То Ни о каких Глобальных Или общих По крайней мере Для размеров Всей Локальной Вселенной Общих Симметрий Не существует Однако Существует Некоторый Набор Как мы Выяснили Набор Объектов Которые Собственно И позволяют Судить И о Вселенной Локальной Вселенной И о том Что собственно Там происходит И какова Там роль Темной Материи Это объекты Которые Можно Назвать По Асимметрии Все-таки Вот 3D Это Трехмерная Симметрия И как выяснилось Таких Объектов Трехмерной Симметрии Довольно Много В локальной Вселенной До расстояния Примерно 30 мегапарсек Существует И Двумерная Система И Один Из этих Вариантов Двумерной Системы Нам Вот Как раз Сейчас Изучается Это то Что По предложению Игоря Караченцева Мы называем Локальным Блином Зельдовича В самом деле Это Блинообразная Двумерная Система Но Отличается Она От Того О чем Говорил Здесь В частности У этой доски Яков Борисович Зельдович 50 лет назад Очень сильно Мы не повторяем Модель Зельдовича А развиваем Ее Так сказать Дух И направление У Зельдовича Его Блин Сжимался По одному Направлению И оставался Неизменным По двум Другим В пространстве У нас Наоборот У нас Происходит Расширение По Протяженным Расстояниям И Нет Никакого Сжатия Вообще Наш Блин Расширяется И Становится Со временем Все больше И больше По размеру Ну и Наконец Одномерная Система Мы знаем По крайней мере Одну Такую Систему Вблизи Нас Это Эта Система Похожа На Сигару Как уже Давно Было Замечено Астрономы Давно Ее Заметили Девокулер Говорил Между прочим В 59 Году Что Это Одномерная Система Которая Имеет Избыточные Скорости Расширения Вдоль одного Направления Избыточные То есть Лишние Какие-то По сравнению С тем Что представлялось Как-то Для обычных Систем Более-менее Такого Типа И Девокулер Даже Предполагал Что здесь Дело В таинственных Объектах Д Д систем Которые Придумал В свое время Амбарцемян Он думал Что взрывы Этих Д Частиц Д объектов Могут Придать Разогнать Этот самый Объект И придать Вот такие Большие Остальные Сейчас мы знаем Что это не так Конечно Дело не в Амбарцемяне А в том Что и здесь Преобладает Темная Энергия Которая Заставляет Объекты Этого Этой Размерности Увеличивать Своей Протяженности Действительно Этот Объект Он Как раз Сейчас Мы это Изучаем И Уже получили Первые Результаты Этот Объект Хорошо Описывается В своей Динамике Нормальным Распределением Вещества И Той Самой Темной Энергии Которую Мы замечаем Во всех Остальных Масштабах И в других Объектах Локальной Вселенной Ну вот Самый Распространенный Все же Объект Это Трехмерные Системы Из которых Самая Близкая К нам Очень Удобная В этом С смысле Для Наблюдения И изучения Это Ближайшая Трехмерная Система Которая Называется Локальной Группой Локальная Группа Включает В себя Андромеду И нашу Галактику Млечный Путь Ее Размер Примерно 1 Мегапарсек По Радиусу Масса Тоже Измерена Астрономами Это Примерно 10-12 Масс Солнца Ну Что Замечательно Что В пределах 1 Мегапарсека Система Более или менее Стационарна То есть Она не Расширяется И не Жимается Как целая В пределах 1 Мегапарсека Но вот На расстояниях Которые Примышают Привышают 1 Мегапарсек Там Несколько Несколько Лет Даже Десяток Лет Назад Оказалось Что Простая Динамика Динамика Приближение Слабых полей Тяготения И антитяготения То есть Нормального Ньютоновского Тяготения И Особенного Эйнштейновского Антитяготения Позволяет Вычислить Более или менее Все необходимые Интересные Для нас Объекты И И Соотношения Ну Вот здесь Указано Ньютоновское Ньютоновское Обратно Ньютоновское Картина Обратный Обратного Квадрата Для Энергии В трехмерном Виде И Эйнштейновская Система Которая Пропорциональная Эйнштейновская Сила Которая Пропорциональна Первой Степени Расстояния Ну и Вот после Того Как мы Проделаем Ряд Простых Вычисления И Обратимся К Той же Самой Системе Но Показанной Теперь В другом Виде Это Система Которой Изображены Расстояния И Длины В этой Трехмерной Системе Здесь Видно Что Начиная Примерно С трех Мегапарсек Расстояния Регулярно Возрастают Со временем И Нужно Вычислить И Сами Скорости И Сами Расстояния Так что В результате Мы Получаем Значение Плотности Темной Энергии Первая Строчка Которая Как Оказывается С хорошей Точностью Совпадает С тем Что было Измерено Не нами А 20 лет Назад Примерно Для глобальной Вселенной Так что В локальной Вселенной Мы имеем Примерно Те же Самые Соотношения Расширения Под действием Темной Энергии И Это Дает нам Основание Считать Что Что Темная Энергия Это в самом деле Феномен Который Относится И к Малым Масштабам Локальной Вселенной И к Самым Большим Масштабам Вселенной Как Целого Это в самом деле Некое Фундаментальное Ну можно Сказать Следуя Глиниру Среда Которая Присутствует Везде Начиная С масштаба Скажем Местной Группы Для нас И ко Все большим И большим Расстояниям Пространства Спасибо Спасибо Аблинах Можно Рассказывать Много Хорошо А какое Место Это Кстати Вопрос Связанный И с Прошлым Докладом И с Вашим Докладом Филаменты Которые Вырываются Из Галактики Вот Если Говорить О темной Материи Как Они Следуют За Обычным Веществом Как Вы Думаете Вот Засов Говорил О том Что Сталкиваюсь Вы Говорите О том Что Есть Локальная Темная Энергия И Локальная Темная Материя Уже Известно Давно Со времен Антон Владимирович Засов Ну Вот В этом Конкретном Примере Примере Местной Группы Темная Материя Это Гало Которое Окружает Нашу Галактику И Туманность Центра Распределение Плотности В этом Гало Хорошо Изучено Антон Владимирович Об этом Сказал Ну И Вот Это Все Учитывается В Динамике В частности Когда Мы Записываем Ньютоновский Закон Ньютоновский Закон Для Силы Притяжения Мы Учитываем Конечно И Это Гало Темной Материи Включается Темная Материя Обязательно Если Я Просто Притягиваю Название доклада Несколько было тут Перепутано На самом Гравитационных Волнах Ничего Здесь Говориться Не будет А будет Говориться О Звездах Создающих Гравитационное Отталкивание То есть Об Отталкерах Которые Его пример Другим Наукой Слово Которое Надо писать По-русски Мне Впервые Сказал Владимир Николаевич Липунов Николаевич Да Я Сказал Николаевич Но Потом Игорь Дмитриевич Тоже Его Использовал Не Зависимо От вас Нет Независимо Гениально А мы Его Обругали Совершенно верно Так вот Доклад Основан На Нашей Статье Которая Вышла Буквально Недавно Совсем ФизРФД Где Рассматриваются Как раз Звезды С Гравитационным Отталкиванием И Значит Я Предложил Называть их Репалсарами Что На что Владимир Николаевич Меня сильно ругал Но Все-таки Для иностранцев Просто Володей Называйте Или Михалец Главное Михалец То есть Я Очень Страшно Главное Вот эти Граваталкеры Граваталкеры Это Как бы Репалсары Значит Я ему Предложил Кстати Всем предлагаю Думать Они еще Не придумали Название Я предложил Просто Отталкер Ну ладно Володь Ну как разница Терминологии Здесь Не играет Речь идет Вот о чем О том Что Вот как Подчеркивает Ивертыч О том Предсказало Много Всяких Так сказать Экзотических Тел И явлений Которые Постепенно Открывались Причем Можно сказать Что То что Предсказывалось Оно открывается Но открывалось Открывалось И то что Вообще Никогда Никто не предсказывал Там Пульсары Гамма-восплески И так далее Это все не предсказывалось А вот Такие вещи Как черные дыры Нейтронные звезды Темная энергия Гравитационные волны Это все Так сказать Предсказывалось Раньше В частности Эйнштейна Много Много Предсказывалось А вот Такие вещи Как базы Звезды И кротовые Нуры Пока что Не обнаружены Но Будем надеяться Что будут Скоро обнаружены Так вот В данном случае Речь идет о том Что Гравитация Все что До сих пор Мы говорили Это Гравитация Гравитация Которая Составляет Так сказать Определение Притяжение Закон Семирного Текотения Ньютона Там и так далее И источником Гравитации Общая теория Относительности Является Не только Плотность Но и давление Отличие Общей теории Относительности Но в целом Это все Связано С Притяжением Вот Ну вот Это вот Закон Ньютона С Ньютоном В углании И Закон Эйнштейна С Эйнштейном Значит Гравитационное Ускорение Это величина Которая Наиболее Так сказать Адекватно Все отражает У Ньютона Это просто масса А здесь масса Плюс 4 пиер Куб Надо подчеркнуть Что здесь Это Масса Это интегральная Величина А давление Это локальная Величина Поэтому Иногда говорят Что Притяжение Это Плотность Энергии Плюс 3 пиер Но это Справедливо Только для Однородной Среды Для Неоднородной Среды Здесь Совершенно Другие Законы Возникают И То что Мы думали Будет Отталкивать На самом деле Будет Притягивать Как я Покажу Сейчас Значит Вот То что Я сказал Что В космологии Это Чистое Отталкивание Потому что Эпсилон Плюс 3 пиер В однородной Космологии Создает Гравитационное Отталкивание Кстати Отмечу Что Лямбда Которое Рассматривал Эйнштейн Он В общем-то Не фиксировал Знак Этого Лямбда То есть Он фиксировал Его Как Положительный Но допускал Еще и Отрицательный Знак И вот Этот Отрицательный Знак Он как раз И является Наводящим Соображением Для Того Что я буду Говорить Дальше Ну это Ускоренное Расширение Вселенной Под действием Положительной Лямбды Которая Переходит Экспоненциальное Расширение То есть Вселенную Десситера Так называемое И Вот есть Еще Звезда Из вакуумного Вещества Вот То что я Как раз Говорил Звезда Из вакуумного Вещества Если она То есть Вещество У которого П Равно Там Минус Эпсилл С каким-то Коэффициентом Может быть Меньше Единицы Если она Ограничена То Так сказать Несмотря на то Что здесь Вещество Вакуумное Оно 3П Больше Чем Эпсилл Но Внешнее Проявление Будет Ее Звезда Будет Притягивать Вещество Потому что Эпсилл Плюс 3П Действует Только в Веществе А в вакууме П нету Давления нет Поэтому там Собственно говоря Ускорение Есть просто Жм Деленный На Р Квадрат Это Непосредственно Следует Изравнение Антогемера Волкова И так далее То есть Снаружи Всегда будет Притяжение Даже в веществе Из вакуумного Вещества В звезде Из вакуумного Вещества Так вот Как Как можно Сделать Звезду Создающую Вне себя Антигравитацию Значит Для этого Надо Рассмотреть Вещество У которой Плотность Отрицательная Давление Положительное Отрицательной Плотность Тоже Рассматривали С Эйнштейном Те же Самые Начальные Начальные Годы Но Как-то Они Не получили Развития И только Вот Недавно Вот Буквально Вместе С нашей Работой Вышла Одновременно Работа Там Американца Одного Который Тоже Рассмотрел Отрицательные Массы Я Может Пару Слов В конце Скажу Так вот Как Построить Равновесие Из звезды У которой Плотность Отрицательная Давление Положительное Она Строится Пример Ну Сначала Что Будет С Отрицательными Массами Какие Физические Проявления Могут Быть Вот Если На примере Столкновения Шаров Если У вас Положительные Массы То При Столкновении Он Просто Отскочит Один Туда Другой Сюда А Если Масса Одна Из них Отрицательна Например Вот Это Отскочит А Это Тоже Пойдет За Ни Потому Что Так Скать Как Это Вот Отталкивает Но Она Сама Тоже Сюда И Из Закона Сохранения Импульса И Энергии Следует Вот Такое Странное Состояние Двух Шариков После Столкновения Значит Звезда Состоящая Из Отрицательного Вещества Может Вполне Находиться В Равновесии Потому Что Хотя Так Снять Часть Связанная С плотностью Создает Отталкивание Но Часть Связанная С градиентом Давления Она Обычно Отрицательный Градиент Давления И Этот Отрицательный Градиент Давления Создает Отталкивание В обычном Веществе А протяжение Создается Гравитация Здесь Происходит Наоборот Здесь Гравитация Создает Так называемая Гравитация Антигравитация Создает Отталкивание А Градиент Давления Направленный Отрицательный В силу Того Что Он Умножает Стан На Ру Он Становится Положительным И Создает Правильный Знак Такой Чтобы Он Уравновесил Отталкивание То есть Градиент Давление Создает Протяжение А Антигравитация Создает Отталкивание И вот Именно Вот В этой Звезде Отрицательной Массы А масса Это Интеграл От плотности Энергии Туда Давление Не входит Вообще То есть Гравитирующую В гравитирующую Массу Если вы Будете Писать Это будет Интеграл Эпсилон Или Ро Там Р квадрат Р Она Будет Отрицательной Поэтому Она Действительно Создает Гравитационное Отталкивание Вот Равновесие Звезды Мы Как раз Посчитали Несколько Равновесных Состояния То есть Это Уравнение Пенгеймера Волкова Которое Решено Для некоторых Конкретных Уравнений Состояния Вот В частности Вот Здесь В Безразменных Переменах Это все указано В частности Квази Вакуумное Уравнение Состояния W Это P Равно Минус Эпсилон Тета Эпсилон Величина Больше Нуля Плотность Это уравнение Решение Это уравнение Начинается Из Минус Единицы То есть Центральная Плотность Равна Минус Единицы Она Отрицательна Потом Она растет И дорастает До нуля Но Именно Конкретно В таком Уравнении Состояние Оно Не очень Корректно Потому что Оно Создает Бесконечный Радиус Бесконечную Массу Но мы знаем Еще из Положительного Из Татмического Решения Для Допустим Звезды Или для Скопления Которое Мы Сейчас Секом Борисовичем Получали В 69 Поэтому Но потом Мы показали Еще в работе Сторон Что ее Можно Корректным Образом Оборвать И получить Конечное Решение Если Поменять Немножку Равни Состояние Краю Если Взять Другой Равни Состояние Эпсиум Тэта Квадрат Тогда Даже Неположительно И Радиус Получается Конечным Но Он Так сказать Эпсиум Должен быть Меньше Одной Третьей Для Того Чтобы Корректное Решение Было И Эпсиум Одна Треть Это Вообще Представляет С собой Статическую Бесконечную Сольду То есть Даже Если Посмотреть На Космологические Уравнения То Эпсиум Равно Одной Треть Вы Получаете Статическую Бесконечную Вселенную Ну Что Конечно Так сказать Противоречить Наблюдением Но В данном Случае Получается То же самое Ну Это В отличие От Энштейновской Статической Устойчиво Да Это Вселенная Устойчиво Ну Вполне Возможно Я не проверял Но Вполне Рейнштейновская Рейнштейновская Не прошла Понятно Почему Рейнштейновская Не прошла По Наблюдению Но Более того Она неустойчива Ее Кроме того Она еще неустойчива А это Устойчиво Скорее Это Некорректно Потому Что Она Допускает Бесконечные Скорости Света Но Когда Скорость Света Ну Так Скать Плотность Очень Большая То В принципе Можно Его Использовать Тут Есть Масса Масса Тоже Ограничена Но В данном Случае Мы берем Модуль Масса Потому Что Масса У нас Отрицательна Ну И Надо Сказать Что Решение С Отрицательной Масса Бладает Рядом Таких Интересных Свойств В частности У них Нет Граврадиуса Так Сказь Ну В общем Это Главное И Черных Дыр Нет Потому Что Отрицательная Масса Никакого Колбуса Нет Сверхновых Нет И так Далее Поэтому Все Что Мы Видим Это Сингулярности Нет Я Про Космологию Не Говорю Я Говорю Про Не Знаю Что Там Космология Может Пару Слов Дальше Будет Сказано Таким образом Вывод Такой Что Есть Звезды С положительной Плотностью Энергии Где Гравитация Сжимает Давление Расширяет Получает Равновесие А Вот В Этих Гравотталкеров Или Репалсеров Или Просто Отталкеров Значит Гравитация Растаскивает А Давление Сжимает И Таким образом Мы имеем Как бы Звезды Которые Отталкивают Вещество От себя Вот Мы На этом месте Остановились Но Вот В работе Которая Вышла Буквально Одновременно С нашей То есть Она вышла Немножко Позже На пару Месяцев Но Зато Отправлена Раньше То есть Она была У Рецензентов Долго Тут Все Смешалось Со страшной Силой Очень Смешалось Во-первых Здесь Рассматриваются Гравитационные Отрицательные Массы Причем Отмечается Что Эйнштейн Предложил Давно Забытое Решение Для Отрицательных Масс Во-вторых Здесь Рассматривается Рождение Рождение Вещества То есть Непрерывное Рождение Вот этих Отрицательных Масс Что Так сказать Сближает Эту работу Уже С С Амбурцумяном Как бы Да тела Тела Из Отрицательных Масс Из Хойлова Из Хойлова Да Ну Из Хойлова Из Амбурцумяном То есть Рождение Непрерывное Рождение Ну и Что На что он претендует Этот товарищ Он претендует На то Что он Объяснил Феномен Темный Так сказать Темного Мира Вот этого Что этот Темный мир Является Общим То есть И Гравитационная Так сказать И темная энергия И темная материя Происходит Из одного И того же Источника Связанного Как раз С этими С рождением Вот этих Отрицательных Масс И как он В конце концов Говорит Что Решение Этого Парадокса Состоит В том Чтобы поменять Знак Плотности Или масс Вот Более Детальный Анализ Этой Работы Я Видимо Не в состоянии Провести Но Знаю Что Эта работа В общем-то Не противоречит Основным Законам Физики Сейчас Общите Относительность Пропустили Масс А Пропустили А Вы странно Вот Отталкиваешь Я читал ее И чтобы Оба темных Так сказать Явления Объединяются В единую Так сказать Структуру Спасибо за внимание Вопросы Владимир Михайлович Вопросы У меня Как я Я слышал Деклар От Игоря От вашего Савта И задам И вам Этот вопрос Потому что Мы как Вы знаете Что члены Парижской Академии Наук Не принимают К рассмотрению Вечные Двигатели Ну Вот Вот тут Вот есть Некое Все таки С отрицательной Массой У вас не чувствуется Здесь каких-то Перехлестов Все таки Нельзя ли Сделать Вечные Двигатели Если кто-нибудь Сделает Анализ Этого Явления Не докажешь Что Это Движний Двигатель То я Заглажу Пока что Я Не могу Это Понятно Не так Ну вот А что касается Той статьи Если Вы читали Вообще Люди Читали Классная Статья В принципе Очень Нахальная Как эта идея Как говорил Загланович Обладает Охватывает Народная Масса Одновременно Да Вот Вы же Не договаривались Абсолютно Значит У него Он Говорит О великой Симметрии Вселенной В том смысле Что Симметрия Не употребляется Не употребляется В том смысле Что Если мы Предположим Что есть Не только Положительные Частицы Но и Отрицательные То в общем Ее можно Сделать Симметрично С небольшим Навес Симметрично Симметрия Нарушается Ну Мы Вопросы 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 Здесь Везде Предполагаете Что У вас Инертная Масса Равна Гравитационной Соответственно Если Гравитационную Массу Делаете Отрицательной То Инертная Масса Становится Отрицательной Ну Конечно Масса И Инерция Согласно Общей теории Относительности Это одно и то же Это В рамках Общей теории Относительности Сигурается Сергей Иванович Здесь Есть Мощнейшее Возражение Со стороны Физиков Не мои А Со С Физиков Которые Ну Блантные Теории Значит Первое Если Есть Положительная Отрицательная Масса Значит Вакуум Сразу Неустойчив Потому Что Ну Плюс И Минус Можно Разжать Неограничить Он может быть И устойчив Но Он может Не достать Ну В общем Нету предела Это не вечный двигатель А просто Простение Из Самое важное Не это Самое важное Не это Есть Ну И Основы Квантовой Теории Поля Которые Объясняют Все Элементарные Взаимодействия Электрическая Одинаковая Заряды Отталкиваются Разные Притягиваются Как это Выводится В первых Страницах Такой Зи Что Они Обмениваются Векторными Частицами Векторные Частицы Дают Вот То Что В электродинами Гравитации Теорзенные Частицы Спина 2 А никакого Знака Небудь Положительную Массу Они могут Только Притягиваться И Все Это Прямо Иначе Вы Разрушаете Плантовой Теории Боя Все Понятно Я уважаю Теорзенные Натиски Теорзенные Я хочу Добавить Подожди Ответ Теорзенные Не могут До сих пор Объяснить Того Что Открывается Последние Годы 95% Того Что Есть Наши Уважаемые Теорзенные Не Объясняется Я не Говорю Что Поэтому Я не Говорю Что Это Невозможно Но Надо Понимать Что Все Эти Нобелевские Премии За Базон Хит И Все Неправильно И Надо Создать Новую Я хотел Вас Поддержать Потому Что Ученик С учителем Знаете Как Зенон Говорил О Боре Зенона Вот Если Надо Выбирать Истинно И Правоту Учителя Надо Выбирать Правоту Учителя Я Хотел Сказать По поводу Владимира Михайловича Лет 5 назад Я слышал А потом Прочитал Статью Люка Бланше Который Член Французской Академии Наук Он Вел Отрицательной Массы Я думал Что Для того Чтобы Отрицательной Массы Ввести Член Французской Академии Оказывается Необязательно Вот Оказывается Необязательно Но 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 Собственно Он Вел И Собственно Это Было Мотивация Космология У нее Получилось Аля Монт Очень Похожий Вот Но Собственно Вот На этом Я не знаю Насколько В этой Работе Так сказать Наверное Бажно Вся космология Настолько Густо Перемешана С этим Делом Что Разобраться Трудно Но Он Отверждает Что Он Это Объясняет И все Ну То Что Он Говорит Что Это Пенроуз Модель Вселенной Это Вызывает Некоторую Осторожность Не знаю В Восекс Это Одна Из Ярких Работ Профессор Будет Да Хорошо И Наша Тоже Я Ваш Я Думаю Про Это Говорит Вы Делали Доклад Об Отрицательной Гравитационной Массе А в конце В ответ На вопрос Сказали Что Инерционная Отрицательная О равенстве Инерции С массой То есть Если Инерция Отрицательная То и масса Отрицательная То есть Гравитация Имеет Тот же Знак Что И масса Одно Вопрос О гравитационных Волнах Дело В том Что Гравитационная Волна Это В каком То Сносе Искривление Пространства Положительная Масса Искривляет Пространство Одним Образом Отрицательная Другим Поэтому Что Такое Гравитационная Волна Которая Образуется С участием Вот этих Отрицательных Масс Я Честно Говоря Не Засем Понимаю Вообще Возможно Ли Она И как Она Образ Во всяком Случай Она Будет Совершенно Не Такой Как Гравитационная Волна Образуем Положительная А была Еще Модная Работа Как раз Про Отрицательную Коротко Пожалуйста Коротко Энергию Работу Слушай Две Отрицательные Масс Рядом Наконяющиеся Будут Нечу Прикрутиться Как Гравитационная Система Правильно Не Притягиваем Это Две Две Рядом Отрицательные Масс Нет Они Гравитационные Систем Нет 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 Две Отрицательные Масс Растал Хорошо А это Отрицательные Возможно Несмотря Положительные Дали Отрицательные Дали Потому что Фе Делишь Там Да Они Положительные А я Слушай У нас Время Уже Убегает Давайте Поблагодарим Докладчиков Почему Старобейский Медель В350 Нет Это Важно Это Важно Понимать Ваши Понимать Важно 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 Уважаемые Коллеги Я сразу Скажу Что я буду Говорить О положительных Массах Ну и так Название Немножко Другое Динамическая Масса Эволюционный Статус Спектрально Двойной Цифиды В350 Стрельца Ну сразу Скажу Что эта Работа Была Инициировала Замечательной Женщиной Астрономом Из Гарвардского Университета Нэнси Эванс Которая Нас Наталья Горини В 2010 Году Пригласила Поучаствовать В работе Над этой Цифидой Надо сказать Что помимо Того Что она Талантливый Астрофизик Она еще Совершенно Замечательным Образом Умеет Создавать Небольшие Коллективы Для решения Определенных Конкретных Задач Ну Цифиды Звезды Очень полезные В том числе Астрофизикам Хотя может быть Вы этого Еще и Не до конца Осознаете Потому что Они по сути Дело Являются Главными Калибраторами Шкалы Расстояний Во Вселенной В первую очередь Светимости Сверхновых Типа 1А Самых ярких И как бы Самых главных Стандартных Свечей Речь пойдет О двойных Звездах Потому что Эта звезда Сверхгигант Цифиды Сверхгиганты Она входит В двойную Систему А как известно Двойные системы Вообще Это самый надежный Источник Звездных масс Правда Большая часть Вот таких Работ Она относится К звездам Карлик И звездам Главной Последовательности А цифиды Это сильно Проэволюционирующая Звезда Сверхгигант И поэтому Оценить ее Массу Независимым Но так же Динамическим Образом Это очень важно Мы не знаем Других источников Кроме как Эволюционных Оценок У нас нет Но известно Что 20% А то и больше Всех цифид Являются Спектрально Двойными В которых Видны Линии Только одного Компонента Но есть Большие Оптимисты Типа Ласла Сабдоши Которые Считают Что почти Все цифиды Двойные Потому что В свое время С помощью Спутник ИУЕ Ультрафиолетовый Спутник Обнаружил Большого числа Цифид Классических Ультрафиолетовые Избытки И ультрафиолетовые Избытки Которые Как раз И интерпретированы Как наличие Горячего Спутника Ну надо Сказать Что цифиды Сами Безвезды Имеют массы От 2 до 15 Масс Солнца И вот в этом Диапазоне По-видимому Заключены Массы цифид Задача Состояла в том Чтобы оценить Динамическим образом Массу цифиды По отношению Амплитуд Клочевых скоростей В максимальных Стадиях Максимального Их различия И соответственно Для этого Нужна известная Масса спутника Мы были приглашены По той причине Что у нас За 30 лет Совместных Сыносан исследований Измерение Лучевых скоростей Был получен Самый пожалуй Большой кусок Лучевых скоростей В частности И для этой звезды Больше 140 Очень точных Измерений А всего Мы использовали 360 Это 7 сетов Наблюдений Которые получены Разными коллективами Ну это цифиды Пятидневка Достаточно Яркая звезда И находится На расстоянии Примерно 1 килопарсек Как Говорит Второй релиз Каталога Гая Вообще Говорят Попытки Определения Массы Цифиит Из динамических Соображений Они были Но к сожалению В основном Они базировались На астрометрических Данных Хаббловского Телескопа И не привели К надежным Оценкам Массы И есть еще Одна такая Проблема У многих Цифиит Особенно тех У которых Велика амплитуда Лучевых скоростей Спутник Сам оказался Двойной системой Ну в частности Вот известная Цифиит Су-Лебедя Такая же Что касается Вот этой Цифииды В-350 Стрельца То Эванс Компанией Еще в 97 Году С привлечением Данных ИУЕ И Хаббловского Телескопа Измерила отношения Скоростей В некоторых фазах И оценила Массу цифииды Как вот 5,2 Плюс-минус 0,9 По различию скоростей Но новые оценки Массы Конечно всегда Хороши Более точные Потому что 0,9 Это очень большая ошибка И мы Предприняли Такую работу Во-первых Мы обратились К далекому Ультрафиолетовому Диапазону Где вклад Цифииды А это звезда С температурой Средней Примерно как солнце Совершенно не выносит Никакого Вклада Но кроме того К тому времени К 2010 Были получены Хорошие фазовые Кривые Для цифиида Вот сверху Вы видите Пульсационный вклад В лучевую скорость А снизу Сверху орбитальный А снизу Пульсационный В чем трудность состояла Дело в том Что орбитальный период Это почти точно Четыре года И если мы наблюдаем Измеряем скорости В России То год за годом Мы сдвигаем Фазу В которой мы меряем Это южные звезды Интервал наблюдения Невелит На 0,25 Поэтому Даже вот сейчас Здесь видны Такие четыре клампа Четыре клампа На кривой Орбитальных скоростей Но тем не менее Вот эта кривая Уже дает возможность Определить точно В какие моменты Надо наблюдать Лучевые скорости Студника Вот здесь И вот здесь Ну и в 2011 году Была Вышла наша работа Вот стороны Позорного совместно С Эванс Где мы как раз Представили вот эти результаты Были запланированы Наблюдения на Хаббловском телескопе И они были проведены В 2013 и в 2016 году Как раз вот В этих двух фазах Сейчас на Хаббловском телескопе Стоит очень хороший Спектрограф С разрешением 114 тысяч В диапазоне 132-151 нанометр Было получено По 12 спектров Каждый из этих сезонов С разностью Лучевых скоростей Которая измерена Достаточно точно С точностью 2 километра в секунду Ну и по Отношению Амплитуд пульсации Амплитуд орбитального движения Лучевых скоростей Отношение масс Наоборот Цифии Звездей Ситуального класса 2 целых Одна десятая Ну и встает задача Определить Массу спутника Ну для этого Опять же Были использованы Данные ИУЕ По распределению Энергии Спектра Примерно 1100 От 110 До 170 Нанометров Где вклада Цифиида Опять же Не чувствуется И наилучшим Выбором В кандидаты На спутник Оказалась Звезда С петралевого класса Б9 Звезда Карлик Для того Чтобы Все сделать точно Конечно Надо Учесть Поглощение В ультрафиолете Оно конечно Велико И Для начала Было использовано Значение Избытка Цвета В оптике 0,32 Звездной Величины И дальше Оказалось Что эта оценка Была Совершенно Правильной Для того Чтобы определить Массу спутника Чтобы потом Оценить Массу Цифииды Мы использовали Пожалуй Наиболее Надежные Данные О массах Членов Спектрально Двойных Компонентов Звезд Различных Спектральных Классов Это работа Тороса Большой Обзор 2010 Года И внизу Вы видите Как раз Свойства Конкретных Звезд Спектрального Класса Б9 Вот Зависимость Между массой И эффективной Температурой Вертикальные Черточки Показывает Интервал Эффективность Температур Спутника Который Получен Друг по данным ИУЕ И отсюда Видно Что Масса Спутника По крайней мере Минимальное Значение массы Оно Вот такое Умножив Это на 2,1 Мы получаем Массу Цепи 5,25 Массы Солнца Но с ошибкой Уже втрое Меньше Чем это было В 1997 Году В первой Работе Эванс Ну а дальше Пошли Это уже Дальше Я излагаю То что В работу Не вошло Это уже После Статьи Нашей Мы сделали Вот такой Анализ Известная Функция Масс Теперь В отличие От классического Подхода Когда мы знаем Только Можем определить Только нижний Предел Массы Спутника Мы знаем Массу Цепииды Массу Спутника Следовательно Можем Определить Угол Наклона Орбиты Он получился Равен 39 градусов С высокой Точностью И поскольку Синус Известен Мы можем Даже определить Размеры Относительно Орбиты Это примерно 6,5 Парсек Ну и поскольку Звезда На расстоянии 1 кПарсек То Она кажется Двойной системой С миллисекундным Расстоянием Поскольку Цифида Яркая То конечно Никакой Спутник Гая Не способен Дать астрометрию Дать астрометрическое Решение Для такой Тесной системы Хотя Формальная Точность Координатная У Гая Велика Просто Очень яркая Звезда И спутник Намного слабее Он конечно В ореоле Тонет Так что Вот вся Теперь мы знаем Какова Орбита Этой звезды Ну Дальше Мы Решили Посмотреть А где На диаграмме Дершина Рассела Лежит Эта звезда То есть Какой Ее Эволюционный Статус Для этого Надо было Исправить Фотометрические Данные В полосах Б и В За вклад Спутника Б 9.5 Который В этом Диапазоне Светит Достаточно Легко Достаточно Интенсивно Ну Известная Так сказать Задача Для студентов Сложение Потоков И перевод потоков В разность звездных величин Ну Мы сделали Эту вещь И вот что получилось Вот так Меняется Красные Кресты Красные Кресты Это оригинальные Измерения Блеска В полосах В и В И цвета В минус В Это кривые Блески И цвета А синие Точки Это после того Как мы вычитаем Вклад спутника Б 9 Вот У нас В свое время Был разработан Хороший метод Оценки Избытка Цвета С использованием Температурных Данных Вот пример того Как это делается Для этой цифида Показан на этом рисунке Для многих Цифиид Есть многократные Измерения Эффективных Температур Методом ЛДР Отношения Линий Причем По десяткам Линий Спектральных А здесь К сожалению Мы нашли Только одно Измерение Температуры А это Теоретическое Это кривое Изменение Эффективной Температуры Которое Вычислено На основании Реальных Цветов За вычетом После исправления Избытка Цвета И с использованием Надежных Калибровок Которые Переводят Нормальные Цвета В эффективные Температуры Балометрические Поправки И оказалось Что избыток Цвета Действительно 0,32 0,33 С точностью 1 сотка То есть Вот как бы Задача Интерпретации Данных ИУЕ Она Замкнулась Ну и в результате Мы смогли Вычислить Балометрические Светимости Цифииды Логарифм Ж И логарифм Радиуса С использованием Модифицированного Нами же Еще 8 лет назад Метода Бады Бекера Веселинка И вот мы Видим Как петля Цифииды Ложится На всех Этих Трех Диаграммах Температура Балометрическая Светимость Температура Удалит Ж Температура Радиус На трек Соответствующий Не 5 2 Не 5 25 А 5 4 Десятых Массы Солнца Ну Конечно Поскольку Мы С вами Брали Минимальную Массу Когда она Ползет В своем Эволюционном Ходе Слева Направо С уменьшением Эффективной Температуры И у нее Период пульсации При этом Должен Увеличиваться Ну Вы знаете Что Леонид Николаевич Берников Очень Опытный Человек В этом Плане Он Нашел Много Для многих Цифий Скорости Векового Изменения Периода И у этой Звезды Действительно Период Надежно Установлен Что Период Растет Всего Спасибо За Внимание Спасибо Большое У нас Есть Время Для Вопрос Владимир Владимирович Путин Любит Задавать А какая Путь Народному Хозяйству Я имею Ввиду Ну Вот Мы Цифида Привыкли Воспринимать Как Масштабная Характеристика Вселенной Вот Ваша Работа Как Она Тут Может Быть Вписана В Это Зная Где Она Сидит На Этой Диаграмме Мы В принципе Знаем Ее Светимость Более Точно Чем Из Других Источников Когда Ты Выходил Я Говорил Что Цифииды Главные Калибраторы Светимости Сверхновых Типа 1а Так Что Вот В этом Плане Она Добавляет Знание О Реальной Светимости Поскольку Тригонометрические Паралаксы Гая Систематическая Ошибка Они Все Приуменьшены Поэтому Пока Надежд Нет На То Что Мы Знаем Хорошо Тригонометрическое Расстояние А мы Получили Оценку Такую Методом Бада Веселин Любое Знание Должен Сказать Что Это Самое Надежное Определение Массы Цифииды За Все Время Если Нет Других Вопросов Давайте Поглагодарим Доклад Доклад Группа Авторов Петербургского Клистерка Доклад Был Сделать 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 Добрый день Уважаемые коллеги Спасибо Спасибо Возможность Сделать Доклад На Этой Конференции Я буду Рассказывать Про Поиск И Анализ Свердлинных Гамма-сплесков Данных Экспериментов Конус Для начала Пару слов О том Что такое Свердлинная Гамма-сплеска Все знают Что есть Есть Короткие Указка Указка Кто-то уточнил Указку уточнил Конечно Кто Да Есть Короткие Гамма-сплески Длинные Гамма-сплески Но Также Выделяют Свердлинные Гамма-сплески Это всплески С длительностью Больше Тысячи секунд И На данный момент Известно только Несколько таких событий С обширными Многоловновыми наблюдениями И на картинке Они подставлены Отдельно Называется Ультралонгамма-сплески Также Еще более длинные События Это по-видимому События Связанные с Прилевным Разрушением Звезд Вблизи Массивных Теней Черный Берн То есть Вот это Ультралонгамма-сплески Еще длиннее Это события Прилевного Разрушения Зачем Почему это интересно Ну во-первых Видно что есть Некоторый разрыв Между Упопуляцией Длинной Гаммы-сплесков Подлительности И Длинной Гаммы-сплесков Вопрос Чем он связан Это с наблюдательной Селекцией Или с Каким-то Физически отдельным С Физически отдельными Свойствами Этих событий Вот И Второе Это выяснение Механизма Собственно говоря Который Дает Еще более Дает Более длинное Преимущество По сравнению С Инструментами На орбите Земли То что Фон Инструмент Стабильный Мы можем Выделять Отдельные Эпизоды Событий На Фоне Практически Постоянной Скорости Счета Фонового Излучения Что известно О тыгерных Спесках То есть Конус Винт Работает В двух Системах А в двух Режимах Работает Это фоновые Тыгерные В тыгерном Режиме Измеряются Спектры И Уйдется Подробная Запись Своимных Историй На Интервале 250 секунд Примерно После срабатывания Тегера И этот Режим Не может Охватить Всю Длительность Свердлинного Спеска Поэтому Для поиска Свердлинных Событий Мы использовали Фоновый Режим Работы И Задача Соответственно Понять Что происходит На конце На длинном Конце Распределения Длинных Спесков То есть Если там Какой-то Дополнительный Гор От Свердлинных Событий Или Возможно Они являются Просто Продолжением Популяции Длинных Спесков Почему Именно Конус Винт Обзор Каталогов Показал Что В принципе Каталоги Большинства Экспериментов Они содержат Мало Длинных Событий То есть Граница 250 секунд Взяда Из Пороговой Из Максимальной Длительности Тыгерного Режима Соответственно Максимальной Длительности Тыгерного Режима Конус Свифт В данных Свифта Есть Сплески Значительно Превышающие Тысячи Секунд Но причем Из этих Событий Только Три Как бы Относятся Близки К классу Обычных Гамма Сплесков То есть Там Часть Событий Которые Относят К событиям Прилевного Разрушения Среди Этих 15 Часть Вот Несколько Событий Это Длинные Гамма Сплески Которые Имеют Значительное Излучение В диапазоне Выше 100 Килл Электрон Вольт И Основной Вклад Куда Вносят События С яркими Ренгерновскими Послесвечениями Которые Видны В диапазоне Бат То есть На самом Деле Среди Этих 15 Только Три Гамма Сплеска Которые Можно Отнести К свет Длинным А в данных Вонусвинт На сегодняшний момент До этой работы Было известно 8 событий Которые Имеют Значительные Длительности И Относятся К классу Среди Событий Вот так Выглядит Кривая Реплеска Этих Событий В наших Данах То есть Характерная Длительность От нескольких Тысяч Секунд До Десятков Тысяч Секунд И Эти события Были Найдены В результате Нацеленного Поиска Биба Как бы Случайно При просмотре Данных Глазами То есть Систематический Поиск Не был Сделан И для Этих Сплесков Но Этих Сплески Имляются Важной Отравной Точкой Наших Поисков Которые Мы представляем В этой Работе Все Эти события Для Пяти Событий Известны Красное Смещение Для них Можно Оценить Энергетику И Параметры Спектра Собственной Системной Отчет И По Энергетике Этих Сплески В принципе Сравнимы С обычными Длинными Гамма Сплесками И По Спектральным Параметрам И Есть Две Диаграммы Которые Принято Показывать Когда Представляют Данные Гамма Сплесков Диаграммы Амати Соотношение Изотропного Энерговы И Пиковой Энергии Энергии Пика Ньюэк Спектра И Соотношение Генотопу Которая Связывает Изотропную Светимость Пиковую И Пиковую Энергию Спектра Видно Что На Соотношении Амати Эти Сплески Хорошо Согласуются С распределением Обычных Длинных Сплесков Но При этом Они Выпадают Соотношение Генотопу Они Являются Менее Яркими Для Сплесков Такими Вот С ВП Характерными Для Обычных Длинных Сплесков И Для Составления Более Подробной Выборки Более Большой Выборки Таких Сплесков В наших Данах Мы провели Автоматический Поиск По всем Нашим Формовым Событиям За 24 года Работы Эксперимента Основной Элемент Поиска Это Было Разложение Временной Истории Эксперимента На Боисер Блоке То есть Дальше Мы искали Среди этих Боисер Блоков Те Которые Относятся К Фону И те Которые Относятся К Транзиентам Разложение На Боисер Блоке Представляет Собой Просто Разложение Плеска На Интервалы С Постоянной Скоростью Счета На Фоне Наибольшие Блоки Читались Интервалы Фона И На Их Фоне Определялись Эпизоды Различных Событий Различных Транзиентов И Что Было Найдено Основная Часть Транзиентов Которые Были Обнаружены В данных Это Солнечная Вспышка Чуть Меньше У нас Гамма Сплеска Кандидатов Гамма Сплеска Также Встречаются Были Обнаружены Вспышки Инверовских Источников Таких Как В Читает Часть Событий Относится К Событиям Частиц Из Магнитосферы В Когда Спутник Аппарат Винт Находился В орбите Земли И Что Соответственно Среди Этих Событий Было Обнаружено Порядка Сотни Длинных Гамма Сплесков То есть Линия 250 Секунд И Достаточно Ярких Которые Можно Сравнивать С нашей Выборкой Длинных Сплесков И Также Было Найдено 13 Кандидатов Сверхдлинные Сплески Среди Которых Уже Среди Этих Кандидатов Также Были Найдены Часть Сплесков Которые Были Известны До Этих Поисков И Оказалось Что Просто Построив Продолжение Пост Распределения По длительности До Длинных Сплесков Оказалось Что Эти Сверхдлинные Гамма Сплески Хорошо Ложатся На Распределение По длительности Для Обычных Длинных Сплесков При этом Являются Продолжением Также Диаграммной Жесткой Длительности Область Длинных Событий То есть Таким Образом Вот Эти Сверхдлинные Сплески По-видимому Являются Просто Продолжением Популяции Обычных Длинных Сплесков И Я представляю На картинке Представлены Примеры Событий Только Эти более Мягкие Что ли Или как Но Они Менее Яркие Поэтому Они Возможно Еще и поэтому Они пропускаются Придельным Молгоизмом То есть Вот Есть События Тысячи Секунд И Даже Более Четырех Тысяч Секунд И Дальнейшая Работа Которая Будет Проведена То есть Она Уже Частично Проведена Это Для Многоимпульсных Событий Ассоциация Двух Разных Эпизодов Или Сколько Есть С одним Источником Методом Диагуляции По данным Других Экспериментов То есть Если У нас Есть Один Тот же Гамма Спеск Зарегистрированный Несколькими Разнесенными В пространстве Детекторами Мы можем Определить Направление На источник Используя Метод Теангуляции Понять Относится ли Эти импульсы К одному Событию Или нет И Так как В фоновом режиме Ведется Запись Трех Энергетических Каналов Мы можем Каналов Мы можем Оценить Спектральные Параметры Сплесков Саблинных Анализируя Трехканальный Спектр Ну По крайней мере Мы можем Оценить Параметры Модели Которые Содержат Не больше Трех Параметров Вот И В заключении Я бы хотел сказать Что Данный Эксперимент Каналов Свинт Дает Отличную Возможность Для поиска Таких Уникальных Событий И Было Найдено Порядка Десятка Новых Событий И Эти события Укладываются На распределение На хвост Распределения Обычных Длинных Гамма Спреслов И Все найденные События Не только Средлинные Но и Транзиденты Солнечной Вспышки Сейчас Опубликованы На Сайте Нашей лаборатории Вдруг Кто-то Заинтересуется Какими-то Другими Событиями Спасибо За внимание У вас там 110 Сплесков Да Которые Вы нашли Там И Написано Что Один Или Несколько Эггерзонов Излучения Что значит Один Есть Там Есть Крепитеры Ну Вот Имейте Подобные Сплески Когда у Есть Излучение Ну Какой-то Начальный Эпизод Дальше Интенсивность Да Со спаданиями До Фоновой Скорости Щетка Нет Это не Сплески Которые Повторяются Там Изновид Точки Это Прекурсор Ну Это Сплеск Прекурсора И Вот Это Самый Дальний Прекурсор Прекурсор Вот Порядка Тысячи Секунд А Красное Смещение Какое А вот Этот Сплеск Я Не помню Какое У него Красное Смещение У нее Есть Красное Смещение Но У нас Есть Набор Сплесков С многими Эпизодами И Ну Надо Просто Посмотреть Это Все В Открытой Печати Все Ну Вот Такие События Мы Выложим На Сайт Они По-моему Частично Выложены Нет А вот Вопрос Про Прекурсоры Это Все Выложены Уже Нет Работа Идет Частично Уже Можно Частично То есть Можно А вы Нашли Уже Студента Который Все Прекурсоры В результате Эта Работа Как Раз 0.34 У этого Сплеска Да Поэтому Поэтому У них Самое Закрытый Ну Нет Тут Уже Можно На самом Сплеском Да Ну То есть Возможно Как предполагается Что За Такую Большую Длительность Соответственно Там Малая Плотность Сайды По сравнению Там С обычными Длинными Сплесками Что Они Медленнее Тормозятся Просто Либо Более Массивной Более Массивная Звезда Прородится Но Если У вас Меньше Неужели Пропадает Из-за того Что Они Меньше Тормозятся Машина Центральная Работает Да Но Вам Надо Первую Как я Понимаю Вам Надо Первую Оболочку Затормозить Межзвездную Цвету Чтобы Нагнала Следующие Да Так Если нет Других Вопросов Давайте Поблагодарим Я буду Рассказывать О Сверхновых И Пытаюсь Пролить Свет На Одну Из Интересных Проблем Физики Сверхновых А именно То Что По теоретическим Моделям Получается Что Массивные Звезды То есть Массами От 25-30 Масс Солнца До 100 Масс Солнца Не взрываются А испытывают Тихий коллапс И должны Коллаптировать Черную дыру И их Не должно Наблюдаться И поэтому Сначала К наблюдательным Проявлением Если мы Посмотрим На кривые Блеска Сверхновых То Практически Все Кроме Одной Здесь Кривые Блеска Относятся К коллаптировавшим Сверхновым От самых Тусклых Сверхновых Типа 1987 Да Сверхмощность Сверхновых Классический Пример 2006 Живай Разница Между ними Больше Чем Сто Раз По Мощности Потока И Модель Коллаптировавшим Сверхновый В принципе Позволяет Все Объяснять Если вы Не задаетесь Механизмами Взрыва А только Пытаетесь Объяснить Как эти Сверхновые Светят То Оказывается Что Это Чтобы Объяснить Привую Блеску Сверхновым 87 Вы должны Положить Оболочку Около 15 Масс Солнца А для Более Ярких Сверхновых У вас Должна Светить Более Массивной Оболочки Вплоть До Почти До 100 Масс Солнца В Мощность Мощность Сверхновая 06 Живая То есть Это Некий Такой Костный Признак Того Что Массивные Звезды Должны Коллапсировать И светить А не Уходить Тихий Коллапс Для Дальнейшего Рассказа Будет Напомнить Некие Детали Этого Механизма Основной Механизм Который Предполагается Приколапс Сверхновых Сейчас Рассматривается Помимо Который Звали Ина Семен Ротационный Один Основной Механизм Это Нитринный Механизм То есть Когда Диаграмма Справа Этапов От 0 От начала Коллапса До Одной Секунды Проход Шесть Стадий Показан На Красивой Схеме О том Стоянка Статья 2006 Года И для Нас Важно Что Когда Белый Карлик Стоящее Железо Догорает Благодаря Словому горению Кремни Его Масса Догорает И до Масса Чудерсикара Уже Фермерское Давление Электронных Не удерживает И Такой Белый Карлик Начинает Слопываться К центру Плюс Еще Дополнительные Тут Написано Расщепление Тяжелых Наклонов Ядерно Альфа Частицы На протоны Нейтроны Тратится Энергия Тратится Энергия На то Что Энергия Ферми Такая Что Уже Нейтрон Становится Стабильной И Поэтому Электрон Захватывается Протоном Превращается В нейтрон Плюс Нейтрин Которые Уносят Энергию За гидро То есть Процессы Дополнительно Ускоряют Коллапс И По Почти В свободном Режиме Ядрон Белый Карлик Начинает Коллапсировать Центру До тех Пор Пока Внутри Разно Тесной Стадии Не Образуется Ядерное Вещество Которое Позволяет Формировать Твердую Корону Это все Известные Вещи Главное Что Падающее Вещество Наталкивается На твердую Поверхность Сформированной Нейтронной Звезды Происходит Отскок И Сначала Считалось Что это Ударная Волна Порожденная Может Сразу Сбросить Оболочку Расчет Показали Что она Останавливается Примерно На 100 Километрах На Нейтронной Звезды И Дальше Ее энергия Травится На то Чтобы Процессами Фото Диссоциации Разбивать Падающие Тяжелые Наклоны На Простые Наклоны Типа Протон Нейтрон То есть Сверху Падают Элементы Железного Пика И Вещества Кремния А Превращаются На Протон Нейтроны На Энергия Теряется Надежда Была О том Что Нейтрино Сможет Которого Уносит Су И Механизм Называется Такой Задержанный Колад Ударная Волна Проспихивается Исходящим Нейтрино И Это Действительно Работала Работа Для Масс Порядка До 15 Масс Солнца Но Оказывается Расчет Показывает Что Если Гвезда Массивнее То Не Хватает Этот Механизм Поток Падающий Сто Не Перехват Настолько Эффективно Импульс От Нейтрино И Продолжает Падать На Нейтрино Звезду Масс Нейтрино Звезда Взрастает Радиус Падает И Формируется Черная Дыра Вот Это Проблема Для Массивных Звезд Еще Наблюдательное Такое Проблема Не в том Что Формируется Черная Дыра А Что Нет Откока Мы Не Должны Видеть Черную Всех Новую Звезду Для Таких Масс А Мы Видим Проблема От Там Граница Достаточно Раскручивая Там От 90 Массив Вот В этом Диапазоне 90 Массив От Тихий Коллапс Там Другие Есть Нестабильные Светлалы Мы К ним Приказать Там Уже Трюма Ядно Приказать Скопление Гестролонг 1 Содержащие Скопление Массивных Звезд Ярких Образованных Как считается В едином Моменте Звездообразования И помимо того Что он Убляет Кучу Массивных Звезд Там Еще Найден Рентгеновский Пульсар И Есть Работа Которая Говори Оценивает Массу Рентгеновского Пульсара Что У него Персверхновая Которая Формировала Пульсар Должна была Масса Около Сорока Масс Солнца То есть Это тоже Некий Наблюдательный Такой Элемент Что такие Звезды Должны Быть Которые Поддают Сверхновые Даже Образуют Пульсар А не Черную Дыру В центре И Найденное Решение Которое Было Найдено Давно Предлагалось Это То Что Формирование Нейтронной Звезды В центре А потом Черная Дыра Это Не Двустадийный Процесс А оказывается Можно придумать Что есть Еще Принжуточная Стадия Когда в центре Нейтрона Звезды Может образоваться Кварковое ядро Тогда Кварковое ядро То есть Когда Кварки Не связаны Внутренний Наклон А имеют Степень Свободы Внутри Всего Кваркового ядра Такие Процессы Исследуются На Агронных Коллайдерах Для Высоких Температур На Пазлограмму Здесь Плотность Ядерных И Низ Плотность И Температура В энергетических Величинах Мэвок То На Земной Физике Ускорителя Может Наследоваться Канал Когда Высокие Температуры Но Низкая Плотность Тогда При Нагреле Такой Ядерной Матери Кварки Приходит Состояние Кварков Гленой Плазмы Такие Уравни Стояния Следуют Физических Эспаримет Для Области Холодного Вещества Фактически Температуру Мужчат Нулем Но Очень Плотный Такие Область Достигаются Нейтронных Звезд Физически Мы Не можем Исследовать Но Уравнение Состояния Уже Несколько Десят Лет Таких Звезд Пишут Изучают Главным Узна Для того Чтобы Объяснить Наличие Масс Нейтронных Звезд Больше Там Предела Двух Масс Солнца Которые Недавно Были Открыты И Если Мы Рассматриваем Такой Канал То Что Нейтронное Вещество Переходит Кварка Вещество То Есть Область Протяженного Фазового Перехода И Для Сверхновых Это Кажется Чущественным То Что Если Посмотреть Уравнение Состояние В таком Вещество От плотности До В зависимости Плотность Давление От плотности Момент Фазового Перехода От Ядерного Вещества И Кварка Вещества Сами Чисто Состояние Достаточно Жесткий Момент Перехода Уравнение Состояния Смешанной Фазы Плотность Давления Практически Постоянно Не зависит От плотности Изначает Что Вещество Такое Звезды При сжатии Давление От него Мало Зрастает И позволяет Сжать Фарку Ядро Читая Чем Нейтронную Звезду И Тогда Пройдем Сразу К нашему Расчету Который Был Показан Тогда Можно Сделать Расчет Что Если Взять Начальный Это Прямой Расчет Сделанный В этой Работе Для Конфигурации Начальной Массы 50 Масс Солнца На главной Последовательности И Слева Показана Диаграмма Плотность Температура Жирная Черная Линия Это Трак Нашего Расчета Здесь Такая Серая Область Это Смешанная Фаза Когда Вещество Находится В смешанной Фазе Между Ядерным Веществом И Парк Глёной Плазмы Отдельные Точки А здесь А здесь Кварки Ядра Так Нарисованы Если Забыть О том Что Вещество Может Иметь Парковая Фаза То Трак Стипичной Звезды Массивно Выглядит Как Красная Линия Масса Нейтронной Звезды В центре Нарастает Превышает Массу Двустояния Солнца И Переходит В черную Дыру Если В уравне Стояние Добавим Возможность Перехода В Кварк Глёную Плавну Вот С таким Пазом Переходом Между Ними То В этот Момент Вещество Становится Мягким И Центральная Область Позволяет Еще Быстро Сжаться Примерно Как Есть Видно На этой Картинке Есть Картинка Эволюция Как Эволюционирует Вещество По Радиусу Со Временем Обычная Фаза Когда Вещество Ноль Это Начало Коллапса Вещество Звезда Начинает Коллапсировать Как Обычно Образуется Нейтронная Звезда Красная Путинка Линия Оказана Сверху У нее Появляется Ударная Волна Отраженная От поверхности Которая Останавливается И начинает Меньшать Даже Ее Радиус Сверху Падает Вещество И В этот Момент Примерно Один Две Миллисекунды Позже Происходит Фаза Переход Происходит По времени Дальше Разрешается Порядка Одной Миллисекунды И Видно Что Здесь Скачком Быстро Меняется Радиус Нейтронной Звезды За счет Этого Появляется Дополнительная Энергия Изначально Такая Как Энергия Выделяется Здесь Ударная Волна Выделяется На этом Приходит Ударной Волны И Причем Вещество Уже Разбита На Простые Нуклоны Протоны Нейтронны Его Не надо Диссоциировать И плюс Редеский Скачок Подкости На границе Ядры Где Ударная Волна Эффективно Разгоняется Поэтому Буквально За Сотни Миллисекунд Удар Выражается Вторая Ударная Волна Подскок Которая Быстро Достигает Радиус Десять Четвертый Радиус Километра И Продолжается Развиваться Уже Успешный Второй Ударной Волной Итоговые Параметры В этом Расчете Для 50 Масс Сон Такие Что В центре Образуется Нейтронная Звезда С конечной Массой 2,09 Масс С Хватковым Ядром В центре 11,8 Масс И энергия Взрыва Которая Передается В оболочку В виде Нагрева И кинетической Энергии Это 2,30 На 10,01 Энергии Это Классическая Энергия Для Взрыва Сверхновой Для Ее Взрос Эффективно Взрос Оболочки Дальше Вопрос Как мы Сможем Наблюдать Наши Телескопы И В Какие Телескопы Сможем Блюдать Я В этой Работе Был Зал Анализ Для Оптических И Для Дмитринных Телескопов Для Оптических Телескопов Мы Считали Кривую Блеск Для Друг Конфигурации Потому Что Для Оптических Блеск Важно То Что Находится Снаружи Как Он Виден Оболочка Если Оболочка Это Компактный Глубой Сверх Гигант С радиусом 10-13 Сантиметра Масса 35 Масс Солнце То Не Сбросил Внешнюю Оболочку Перезрывом Тогда Кривая Блеска Будет Достаточно Тусклой Здесь Точками Это Фильтры В Кривая Блеска 187 Которые Синие Показаны А Кривая Блеска Будет Вначале Эти почти Так же Как И 87 А потом Резко Падать Потому Что В таких Сверхновых Никеля Рождается В 5 раз Меньше Чем Сверхнов 87 Которые Обеспечивают Никелевый Гор Поэтому Здесь Такая Сверхновая Будет Пусклее Находиться В нижнем Краю Этих Сверх Кривых Блеск Ну Это Килоновый Еще Несколько Раз А С другой С другой стороны Если В результате Нестабильного Ядерного Горения Перед Сколапсом Цепральной Области Оболочка Была сброшена Несколько Месяцев До взрыва И она Успела Убежать На приличный Радиус 10-16 Сантиметров В результате Таких Пульсаций То Механизм Свечения Такой Сверхновый Это Будет Гораз Другой По нему Будет Долго Бежать Радиативная Сильная Ударная Волна Которая Будет Светить Пока Не приближит Вот этот Сильный Радиус И не Высветит Эффективно Высвечивает Свою Кинетическую Энергию Через Излучение То есть Здесь Уже 250 дней И вот Она Точками Показаны Это Точки 06 Живая То есть Она Будет Фактически Супер Люмин Сверхновой Для Такой Конфигурации Один И тот Же Причем Источник Механизм Взрыва Один И тот Же В обоих Случах Но Это Хорошо Что Можно Объяснить Разные Кривые Блески Это Само Другой Страны Нам По таким Кривым Блескам Сложно Сказать А был Перепод В парковую Фазу Или Не Было И Это Предсказание Можно Сделать Наблюдая Нейтрино Телескопы Если Один Был Переход То есть Нейтронизация В центре Когда Протон Захватывается Электрон И обратно Берет Процесс Образуется Нейтрон Плюс Электронная Нейтрино То мы Увидим Первый Пик Для Классического Коллапса В случае Если Есть Переход В Кварковое Ядро Трупы На такой же схеме Должен появиться Еще второй Спустя Один Две Секунды Должен появиться Второй Пик Преимущественно В антинейтрино Потому что Процессы будут Эти Из-за того Что вещество Имеет Обладание Нейтронов Преимущественные Процессы Будут Нейтрон Плюс Позитрон И рождаться Протон Плюс Электронная Антинейтрино То есть Сказание Такое И было Посчитано Что Для далеких Галактики Это не сможет Наблюдать Но если Такое событие Будет Сехнов Воспыкивается В нашей Галактике У супер Камикантов Хватит Возможности Чтобы Второй Фикс Фикс Должен Оба Пик Сказать Такое Что Должен Второй Пик Я Перехожу В заключение То что Это В этой работе Которую Попустил Начально Сладис Сказать Что Эта работа Выполнена В Содружестве Ученых Гаиша Берена Сорокина Сергея Ашблиников И Этефа Содружестве С учащенными Польскими Астрофизиками Благодаря С Тобиасом Фишером И Эта работа Была Опубликована В октябре Вышла Нэнче Астрономия Там детали Можно посмотреть Поэтому Дой И Основная Ценность Работы Не в том Что Предложен Какой-то Новый Механизм Эти Механизмы Все Отучались Раньше А то Что Самосогласован Удалось От Начальника Фигурации Минует Все Характерные Времена А времена Взрыва Это Миллисекунды А времена Сверхновых Это Месяц Удалось Просчитать Все конфигурации И Показать Что Такие Сверхновые С массом 50 масс Солнца Можно Получать С разными Кривыми Блеска В результате Перехода Нейтронной Звезды С кваркового Ядра Предсказано Что Должен быть Второй Антинейтринный Пик Спустя Примерно Одну секунду После первого Спасибо Знайвание Пожалуйста Геннадий Сейчас Вот У вас Там Вот Кривая Холдотная Там Звезда Вверх Потом Пазовый Переход Потом Дальше Идет Вы Примеряли Скорость Звука Вот На этой Кварковой Пазе Она Вас Превышает Не Превышает С Вот Это Это Было Один Из Вопросов Там Много Было Превышает Нет Не Превышает И Держит Чему же Равна Масса Кварковой Звезда Масса Кварковой Дряв В этом 1,8 Масса Максимум Ну вот Это Чёрная Последняя Вот Она Здесь Данная 1,8 Еда 1,8 Она Здесь Масса Масса Вот Масса Кваркового Ядра На Начальник На Пальце Подскайки Зачем Вы Перешли Я Спросил Масса Кваркового Ядра На 10,14 Да 2 На 10,14 Да Это Чё До Ядерной Плотности У вас Доконфайм Почему До Ядерной Ну Чтобы Сразу После Ядерной Плотности 2 На 10,14 Умноженное На 4,5 То есть Это 10,15 И Больше Ядерной Плотности Начался Гораздо Раньше Доконфайм Начался От Ядерной Почист Чуть Вы Больше Ядерной Параметр Это Его Они подобрали Так Чтобы Масса Достой Эксперимент Да Эксперимент Идет Вот Здесь Посмотри Вот Эксперимент Идет На Высокие Температуру И Низкие Плотности Это Вам Блоконфайм Сканул Ну Это Добис Физик Да И Физик Там Было Браво Что А Вы Не Оценивали Браво 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 Я не оценил Там есть куча работ По этому кварту Тот Обе Геймент Болк Он Где-то Два с половиной Этичисто Начали Здесь Масса Разочил Готовую Конфигурацию Два Когда Молодежь Забыла А я Старик Получается Старик Я хочу Сказать Вы Сказали Что В пределах Температура Болкова Больше Двадцать Половиной Оказывается Это Оказалось В Однотыще Треться Годом В Восемьдесят Когда Были Миллисекундные Пульсары Где-то Восемьдесят Пятый Год Где-то Когда Вот Синяю Стоял Рашид Олеевич Говорил Что Два Килогерца Нейтронную Звезду Нашли С чистотой Помните Да Оказалось Камера Работала Это Самое Нет Это Пол Миллисекунд Это Есть Два Килогерца Но Что Как Нет Я Об Этому Говорю Два Килогерца А я Вот Там Вот Сидел Молодой И Сказал Два Килогерца Не Может Быть У Нейтронной Звезды Почему Потому Что 650 Герц И Мало Того Что Один Они Там Кучку Их Много А это Свойство Именно Уравнение С Тенем Мы Там С Костик Когда-то Написали Который Говорит Что Оно Жесткое И Что Предел Евгей Мироволков Два С половиной Так Оно И Произошло Я Хотел Тоже Вопрос Задать Если Нет Других Рук Следующий Славик Не Покажется Вот Где Значит Образование Черной Жиры Это Точка Вообще Это Температура Чего Это Картинка Нет Картинку Я вижу Но Что Это Обозначает Вот Фактически Это Оно Что Температура Чего Вот Вы Движетесь Зависит Это Чего Температура Центральной Области Где У вас Вещество Падаю Черт На Не Вот Диаграмма Красный Красный Линия Я Протас Слышаю Людей Которые Собственно Делают Эти Тяжело Йонные Коллайдеры У них Разговор Примерно Такой Же Как В этой Комедии Карнавальная Ночь Есть Смешанная Паза Нет Смешанной Пазы Науке Неизвестно У вас Получается Ваши Модели Одно Из Признаков Это Двойной Нитрин Сигнал Правильно Да Основной Такой Диагностик Строги Был Такой Уже Нет Был Был Ну это Не Дискриминирующий Признак Другие модели Тоже Но Вот это Один из Признаков Я Я Отече Об этом На входе Правные Дай Со стороны Таиши Ориентиры Там Ремонт Идет Чтобы И Подготовить Движ Главное Ждание Мы В В В Поферкей Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 А.Р. Скорпион. Пожалуйста. Спасибо. Два с половиной года назад примерно то Маш и коллеги статьей в Nature известили о новых уникальных свойствах звезды, которая имеет вот эти вот здесь написанные координаты и расположена в красивом созвездии Скорпиона под названием А.Р. Скорпиона. Звезда была известна уже ранее. Она классифицировалась изначально как звезда типа Дельта-Щита, одиночная пульсирующая звезда. Профессионалы ей практически не занимались. Занимались, как говорят, любители. Но в данном случае у меня не поворачивается язык сказать слово любитель. Я подсказал так, что этой звездой заинтересовался энтузиаст профессиональный, можно сказать, частной обсерватории в Чили. И получил кривые блеска, которые в фильтре и фильтре, которые сильно отличались из-за того, что ожидается в случае Дельта-Щита и по амплитуде переменности, и по характеру переменности. Он связался со своими коллегами немцами, значит, это Борис Гельсики был, так сказать, его главный партнер по переговорам. И сделали наблюдение этой же звезды на профессиональном телескопе, получив кривую блеска, здесь вот очень хорошую, все, так сказать, точечки значимые, с орбитальным периодом порядка 3,6 часа. И что более интересно еще, на всего лишь полутораметровом телескопе была получена вот эта картинка, где прыжки на больше, чем пол величины означают импульсы излучения с периодом 1,97 минуты. То есть вы видите пульсар с этим периодом воочию, без всяких там преобразований в фурье, просто невооруженным, можно сказать, глазом. Далее, эта звездочка заинтересовала всерьез народ, и более того, что она была, она расположена очень удачно в направлении центра галактики недалеко от созвездия Змееносца, поэтому большинство обзоров, которые проводились вообще по всему небу, это изучение, так сказать, совершенно других объектов, они все так или иначе наводились на эту звезду, и обратившись к архивам, удалось выводить очень много информации. Эта информация заставила целую группу исследователей подключить сюда и 8-метровый телескоп, и Элэй, и Хаббл стал смотреть, и Хмон, Ньютон, и так далее, и так далее, и так далее. В результате выяснилось, что на самом деле этот объект, расположенный на расстоянии 116 парсекса на все, представляет свою двойную систему вот с таким периодом, расстояние между компонентами вполне небольшое, и в центре сети практически нулевое, орбита кругова. Состоит он из двух звезд, одна из которых является Н5-карликом, главной последовательностью, вращение которого синхронизовано с орбитальным периодом, а белый карлик вращается с периодом 117 секунд, 119 секунд, это бит период, так сказать, сверпка. Что самое интересное, этот белый карлик, кроме того, что, так сказать, дает импульс, он еще тормозится вот с таким средним темпом. Температура поверхности белого карлика была оценена как порядка 10 тысяч кельнинг, что тоже очень важно. Что из себя представляет эта система? Ну, если радиус белого карлика вот какой-нибудь, так сказать, промежуточной массы вот мы возьмем таким, то радиус каротации для него получается всего в 5 раз больше, чем собственный радиус. А радиус красного карлика это половина, примерно половина всей системы, и радиус светового цилиндра на порядок превосходит, так сказать, радиорасстояние между компонентами, то есть красный карлик полностью сидит внутри магнитосферы белого карлика. В результате был, ну, в результате всех этих исследов был получен спектр этого объекта, излучение идет во всех диапазонах спектра от радио, значит, вот этот компонент это красный карлик, вот этот компонент белый карлик, и рентгеновское излучение по XNN-Ньютон было также, оно достаточно мягкое, вот здесь спектр рентгеновского излучения, максимум на уровне меньше хэва, примерно, или там в районе, и кривая блеска в рентгене. Что самое интересное? Интересное то, что когда посмотрели во всем спектральном диапазоне, то выяснилось, что балометрическая светимость во всем спектре интегральная меньше, чем тем потерь вращательной энергии к белому карлику. Естественно, возникла, так сказать, идея, что это тот самый белый карлик, который работает как радиопульсар. За счет по формуле магнитно-депольных потерь он теряет свою энергию. Вот на этой картинке, чтобы для, так сказать, еще более визуально показать, здесь представлены с орбитальной фазой наблюдения от Хаббла до радио, и всюду мы видим вот эти печки невооруженным глазом. Это импульсы на 119 секунд. Здесь они просто развернут. Кроме того, что такие печки и там свойства пульсара этот объект нам предлагает, еще есть поляризация. Поляризация излучения в оптике, вот здесь она показана, свернута с орбитальной фазой. Здесь две ночи. Это первая ночь, это вторая ночь наблюдений. В одном случае поляризация достигала 30% в печках, и, соответственно, позиционный угол меняется с фазой. А, да, есть некоторая даже круговая поляризация, но значительно меньше. А вот в следующую ночь практически поляризации нет. И так продолжается, в общем-то, все время. То поляризацию мы наблюдаем, то поляризацию мы не наблюдаем. Но здесь важно еще что отметить. У нас есть печки, достаточно четко выраженные с, можно сказать, периодом вращения белого карлика или порядка. И орбитальная кривая блеска, то есть у нас в действительности существует дополнительный источник. И поскольку изменения в течение орбиты происходят аж на две величины, то чистая эллипцией дальность это не объяснит. Есть какой-то дополнительный источник. И когда у нас красный карлик расположен между наблюдательным и белым карликом, то у нас происходит максимум излучения. совершенно естественно решили, что значит, вот белый карлик облучает своим пучком частиц или там еще чем-то красный карлик и получается вот такая картинка. Значит, исходя из того, что мы не видим никаких признаков там диска, акреции и прочее, и свойств того, что тем потерь вращательной энергии превосходит полометрическую светимость, было принято решение использовать формулу для магнитно-депольных потерь. Ну, в данном случае F-параметр это, чтобы учесть вакуумное и невакуумное приближение. И таким образом было оценено магнитное поле. Значит, когда мы с пиндаун светимость приравниваем вот этой самой формуле, то мы получаем 150 МГц на поверхности или выше. То есть у нас белый карлик с периодом 117 секунд и с напряженностью магнитного поля 150 МГц на поверхности. Если мы просто возьмем, так сказать, трехмерный код, вот что мы в свое время делали с коллегами из носа на поставим такие параметры, то мы получим, что вот струя вот здесь, вот эта вот полость роши белого карлика, струя, которая даже если пытается войти в эту полость роши, давление этой струи намного меньше, чем давление магнитного поля белого карлика. То есть оно просто вышвыривает вещество, мы ничего этого на самом деле и не видим. Было анонсировано, что вот открыт, поскольку это был действительно первый белый карлик, который дает пульсации в радиозвучении, то было заявлено, что вот наконец открыли радиопульсар первой белой карлик. Я понял, получил эту информацию чуть раньше, чем вышла статья, сообщили из центра. Вот, я поздравил дома Марша, спросив его только почему в статье, которая исходная, он не написал, что это пульси, пался лайк, белый карлик. Он сказал, что Несли Сейч, являющийся редактором журнала Неча, сказал, что белых карликов пульсаров быть не может. И поэтому ему не дали дать такое название. А такое название до 20 лет до этого открытия, то есть до нашего момента, за 20 лет до этого, в 98-м году, я таки не в Нечере, а в Астрон-Строфизе, где можно было так писать, и тем более, что там по-моему рецензентом был Оки де Ягер, который всячески способствовал такой идее, я написал то же самое, что это пульсирующий белый карлик вдвоем вдали пульсароподобный белый карлик. У него очень похожая система, действительно, очень похожа. Она расположена примерно на том же расстоянии, около 100 парсет. У нее побольше орбитальный период около 10 часов. Орбита, опять-таки, круговая. Чуть-чуть более раннего класса нормальный компонент, это звезда К3К5, а белый карлик у него вращается побыстрее, 33 секунды. И тормозится тоже очень быстро, так что получается, больше информации было получено за весь этот срок, ортогональный ротардер и так далее, это из моделирования наблюдений Хаббла. получается, что у него магнитное поле на поверхности около 50 мегагаутс. Дальше мы опять-таки с моим коллегами Зинасаном, это веще Калай его, так сказать, группа, мы моделировали течение вещества. В данном случае струя может зайти в полусть рожа белого карлика, образует транзиентный диск, который в процессе разрушается, и данный объект еще, кроме всего прочего, дает вспышки и излучения. Очень странные и, так сказать, большой амплитуды. В результате была построена за вот эти 20 лет, можно сказать, ну, поменьше на самом деле, 15 лет, мы построили модель, в которой Аюзодолея, белый карлик в Аюзодолея представлялся как эжектирующий белый карлик. Потери вращательной энергии идут, 98% уходит в литийский ветер, 2% отталкивания струи, идущей от его компаньона. У этого белого карлика очень похоже со всеми пульсарами. Существуют горячие полюса, который, спасибо, который прогревается по-видимому обратным током, все как бы работает именно как эжектирующий пульсар. Я решил, что вот оно хорошо, и значит, можно идти пульсарщиком проверять их модели. Но выяснилось, что очень много трудностей и вопросов вызывает данный объект. В частности, а как ускоряются частицы, да еще таким образом, нужно, чтобы электрическим полем ускорить, чтобы оно было параллельно магнитным, в противном случае у вас будет просто дреть. Такие есть варианты для обычных радиопульсаров. Ну, эффекты ОТО, в данном случае не работают, потому что радиус на трипорядка больше, никакой, вот так сказать, не остается ОТО близко. внутренний зазор, когда у вас заряженная звезда на поверхности из-за скачка электрического поля, которое ноль в проводящей среде и соответствующее электрическое поле в вакууме, здесь не получается из-за того, что атмосфера разряжена и хорошо экранирует этот внутренний зазор. Внешний зазор за счет рождения пар не получить, потому что магнитное поле намного меньше критического значения, и таким образом вы опять-таки получаете пренебреживо малую величину в знаменателе, кроме модели Арнс и Шерлеман ничего не остается, но она интегральная и у вас все ускорение идет где-то на радиусе светового цилиндра. Но самое замечательное состоит в том, что непонятно, как вообще-то такие объекты доходят до такой жизни. Почему? Температура поверхности 10 тысяч говорит, что время жизни этого белого карлика почти миллиард лет. А P на 2 с точки характерное заторможение время всего 10 миллионов лет. Получается, что этот белый карлик был раскручен, иначе мы не можем объяснить, как он в таком состоянии находится. И раскручен ясно, что из диска. Но чтобы из диска раскручивать, нужно, чтобы внутренний радиус диска был меньше коротационного. Ну и раскручивающий момент больше, чем момент тормозящий. Это примерно здесь 18-й грамм в секунду тем покрытся. Здесь 19-й, чтобы еще новой спушки не было. В результате мы приходим к выводу, что нужно, чтобы радиус внутреннего радиуса, радиус по сути дела здесь был существенно меньше Альвеновского. В противном случае дойти до такой жизни объекты не могли бы. Есть два пути, как это понятно. Первый путь это ввести понятие экранировки, аккреционной экранировки и регенерации поля за счет диффузии после фазы активной раскрутки. То, что в свое время Комберг и Бесноват и Гуган предлагали. Но здесь есть свои плюсы и минусы. Или считать, что действительно у нас внутренний радиус диска действительно меньше существенно Альвеновского радиуса. В каком случае это получается? А это получается в том, что если вы начнете считать внутренний радиус диска не только из баланса давления, как мы считаем Альвеновский радиус, но еще уравнение разрывности запишите. Сколько, так сказать, втекает в диск, столько проникает в поле, столько падает на звезду. Вот добавив вот это уравнение и решая его в диффузионном приближении, вводя некий параметр альфа, но в данном случае мы назвали его альфа-б, чтобы отличаться от вашего параметра, который в нашем случае может быть меньше и больше единиц. Если хотите больше единиц получите неустойчивость. Мы получили в свое время, но это 12-й год, статьи немножко не к этому относятся, но тем не менее. Значит, вот такое выражение для внутреннего радиуса минимального величины внутреннего радиуса диска. И вот в случае А.Р. Скорпиона, если это поставить, да, интересно, что это отношение этого радиуса к Аленовскому в очень широком диапазоне возможных параметров, получается, 0,1 десятка, то есть 10 раз меньше Аленовскому. Если это учесть здесь, то получается, что, в общем-то, при умеренном темпе аккреции в течение фазы раскрутки мы можем понять, откуда образовался. Заключение, значит, три пункта, а именно то, что такие белые кармики, работающие как радиопульсары, существуют. И я считаю, что это достижение именно российской астрофизики. Почему? Потому что, начиная вот с работ, которые Липунов, Фаснов, Прохоров делали здесь на базе машинных сценариев, они уже получали и написали, что такие объекты должны быть. А в 98-м году мне, так сказать, удосужилось отождествить такой объект Саим Дали. Что это только стадия эволюции взрывных перемен, достаточно короткая стадия, и многие могут ее, в принципе, проходить. И третье, что если, чтобы понять происхождение этого, нужно либо рассматривать эволюцию магнитного поля при открытии, либо нужно идти по пути того, что внутренний радиус дисков на самом деле в 10 раз почти меньше, чем львиновский радиус. Спасибо. Спасибо. Я хочу сказать вот что. Вот как раз я не знал про эти работы, про альвиновский радиус, но мне кажется, эта идея не спасает ситуацию. Там действительно проблема стоит в том, как получить такую чудную звезду, которую мы видим уже не один миллион лет, наверное, мы ее видим. То есть она живет. 10 миллионов назад она появилась. А сколько мы ее видим в этом интервале? Ну я это имею в виду. Вот. Дело в том, что равновесный этот период, он не зависит практически от радиуса внутренней границы диска. А он оказывается таким, что как раз радиус... Короче, равновесный период не зависит от того, где... Вернее, он зависит, но очень слабо, корень квадратный. Ну, потому что ускоряющий момент, это корень из радиуса. Написать мне надо. Это когда идет окрестный. Но у него на порядок. Это следующий шаг. А вот Николай Иванович, наверное, хочет уточнить, что радиус магнитазера должен быть меньше радиуса коротации, чтобы шла окрестный. Если он... Да, в конце концов, тогда не получится. Должен быть равновесный. А в конце концов, он выходит на равновесный, но этот равновесный период уже, его условия, оно более слабое, чем требование, чтобы радиус магнитазера был меньше коротации. Да, но я говорю, что все равно равновесие, вот спина плавная, которая будет ускорять вам, она вам даст примерно радиус коротации вот равен тому стандартному альвиновскому радиусу, который был. Он не альвиновскому, а радиусу магнитазеры. А дальше, поскольку мы знаем параметры этого объекта, мы вычисляем альвиновский радиус, сравниваем его с радиусом коротации, который мы сейчас видим, грубо говоря, да, по параметрам, и оказывается, и оказывается, что такой объект получить невозможно. Я понимаю. И это очень интересно. ну все, можно, да, я тут, честно говоря, тоже не знал этой работы ваше 98-го года, а вот когда я послушал эту работу Air Scorpion, да, 2016-го года, мне так казалось, что действительно это очень молодой белый карпик, с очень большим магнитным полем, которое препятствует всякой аккреции, и со временем поле как-то десипирует, и потом уже появляется там промежуточный поляр, да, когда еще диска нет, идет аккреция только в полюсе. И позже, когда магнитное поле, очень важный вопрос, как же ведет себя магнитное поле, когда оно уже сильно ослабло, тогда в самом деле... В белом карлике, а это не нейтронные звезды, там ослабление поля намного сложнее. Ослабление не будет? Да. Ну, десипация, неужели не будет десипации? Нет, практически не будет десипации. Если это, не дай господи, в этом изотермическое ядро мороженое... Мое утверждение такое вот сейчас, что период, до которого можно раскрутить белые карты, не зависят от внутренней границы визы. Нет, нет. Володь, там только это вот убеждение. Потому что происходит радиус каратации в клубе, и тебе не важно в том числе обозначение. Я согласен. Слушайте, а вот такого типа белые, эжектирующие белые карлики одиночные могут быть, нет? Или запрещены? Нет, нет, одну секундочку. Починский в 92-м году сказал, что есть второй способ, это когда на заключительной стадии сливается два белых карлика. Тогда вы получаете одиночный белый карлик, он даже посчитал, сколько таких объектов в галактике может быть 10 тысяч. Нет, но это ему нужно для... Но время жизни, Николай Иванович, но время жизни будет не больше 10 миллионов лет. Это по замедлению. И поле хорошее. И поле должно быть хорошее. Более того, их там должно быть этих эжекторов среди одиночных. Так что ищите одиночные Чуть ли не большинство, чем другие. Беда только в том, что они около 100%. Вот есть другая проблема все-таки с ускорением частиц. Все-таки. Вот тут еще появляется одно время. Это нужна твердая поверхность. То есть надо остывание. А для остывания такого белого карлика нужно несколько миллиардов лет, чтобы он затвердел. Вот тут. Второй вот. Так. Стоп. Мы раньше думали по АИ-Водолея, что характерный признак таких объектов будет вспышечная активность типа АИ-Водолея. Но вот когда открыли этот белый карлик, выяснилось, что существуют другие критерии. Последний вопрос, Витал Евгеньевич. Что-нибудь про угол неродройского вращения и магнитного поля. Для АИ-Водолея он известен. Значит, вот он здесь написан. 74-76 градусов. Спасибо. Все, еще раз благодарю. Спасибо. Значит, следующий доклад Дима Колесникова Вене Шакуров, послов Волкова Урик Майер Смабетова и еще куча людей. Они сейчас будут показывать. Моделировать 35-дневного цикла Геркулеса по данным многолетних широкополосных терометрических наблюдений. Пожалуйста, Дима. Путь. Я вас супер. Здравствуйте. Геркулес Х1 Это рентгеновская двойная система промежуточной массы с оптической звездой и донором порядка двух масс Солнца и нейтронной звездой порядка полутора масс Солнца. Оптическая звезда заполнила свою полость рожь. Поэтому в этой системе происходит перетекание вещества через точку Лагранжа и дисковое окрествие на нейтронную звезду. Рентгеновский источник был открыт в 1971 году на спутнике Охуру и по рентгеновским наблюдениям стало ясно, что период вращения нейтронной звезды составляет 1,24 секунды. Орбитальный период по заднению и по задержке прихода импульсов 1,7 дня. После этого в стеклянной библиотеке ГАИШ произвели фотометрию по почернениям этого источника и была построена вот такая оптическая кривая блеска. Точно здесь конечно не очень высокая. Также на Охуру был открыт 35-дневный цикл по рентгену. Значит он состоит из так называемого main on длительностью примерно 7 орбитальных периодов. Дальше идет затмение примерно 4 орбитальных периода и дальше идет short on примерно 5 орбитальных периодов. И это связали довольно скоро с прецессирующим наклонным и как сказать изогнутым диском. Значит идея состоит в том, что вот если вот такой диск как на обложке спроецировать на небесную сферу для наблюдателя на нейтронной звезде, он видит примерно такую картину. Значит вот эти полосы вот эта серая зона это место куда рентген не проходит. Красная линия это внутренняя граница диска. Синяя линия вот эта это внешняя граница диска. К параллельно синие линии идут также две линии еще. Они изображают толщину внешнего края диска. Значит для наблюдателя на нейтронной звезде этот диск прецессирует и поэтому он видит. Вот орбитальная плоскость, а вот здесь находится наблюдатель на земле. Значит тот момент когда наблюдатель на нейтронной звезде видит наблюдатель на земле значит наблюдатель на земле видит рентген. И вот эта зона соответствует main on когда наблюдатель на земле проходит вот здесь. Дальше внутренний край диска закрывает рентгеновский источник наступает первое затмение внешний край диска снова открывает рентгеновский источник и наступает short on ну и дальше. Значит здесь наверху такая же картинка как и на предыдущем слайде но только еще показана оптическая звезда. видно что рисунок теней который формирует вот этот сложный изогнутый диск она довольно сложная она меняется вместе с орбитальным периодом и вместе с прецессионным периодом. Пунктирная линия здесь это линия наблюдателя а 0 это положение точки Лагранжи видно также что точка Лагранжи иногда погружается в тень тогда акреция предполагается что акреция прекращается иногда она выходит из тени тогда акреция возобновляется ну и пограничные ситуации когда у нас тень находится на точке Лагранжи то в этом случае могут возникать какие-то ненулевые вертикальные компоненты скорости вот здесь вверх а вот здесь вниз то есть у нас струя она не стационарная она во-первых может прерываться во времени а во-вторых может начальной скорости отклоняться в зависимости от орбитальной фазы то есть каждый 36 дней происходит еще одна важная вещь которую надо сказать позже когда наблюдения в рентгене стали проводить большим временным разрешением были получены профили импульсов и люди увидели что в мейноне и в шорт он профили импульсов периодически меняются и для объяснения этого изменения была вот в работе Паснова Шакуры Штауберта Кочеткова и Клочкова и так далее была предложена модель свободно прицессирующая нейтронная нейтронная звезды здесь показано тело нейтронной звезды и конечно утрирована она сплюснута с боков она вытянута в этом направлении и вот это ось инерции нейтронной звезды это ось вращения и где-то здесь находится северный магнитный полюс с которым собственно связывают главный импульс в рентгене и за счет прицессии которая кстати длится тоже 35 дней положение этого северного магнитного полюса постоянно меняется значит в модели которая предложена в статье Пасновой и так далее вот этот угол альфа составляет 50 градусов а угол между осью инерции и положением северного магнитного полюса составляет 30 градусов поэтому минимальное расстояние между осью вращения и магнитным северным полюсом 20 градусов 50 минус 30 максимальное 50 плюс 30 это 80 градусов это вот здесь ну и конечно там импульс состоит не из одного максимума который ассоциирован с северным магнитным полюсом там есть куча побочных деталей и эти детали удалось удовлетворительно воспроизвести с помощью вот таких дужек это говорит о том что вблизи поверхности магнитное поле нейтронной звезды не диполь а имеет очень сложную конфигурацию вещество направляется не только в полюса но еще и в эти здесь последовательно показаны четыре прецессионные фазы нейтронной звезды это 25, северный магнитный полюс, видный магнитный полюс, фаза 0,5 и фаза 0,75. Хорошо видно, как меняется расстояние между экватором и северным полюсом со свободной прицессой нейтронной звезды. Здесь больше, здесь максимальное, здесь снова на уменьшение пошло. Вот, можете посмотреть еще раз. Здесь черная линия – это наблюдение, а розовая линия – это модель. Нет, стоп, наоборот. Розовая линия – это наблюдение, а черная линия – это модель, которую удалось построить в той статье. Ну, а мы занимались моделированием оптических наблюдений. За годы наблюдений с 1972 года было получено примерно 13 400 точек в полосе B. И эти точки мы распределили по 20 фазам 35-дневного цикла. Очень хорошо видно, как меняется форма орбитальной кривой блеска. Обращает также на себя внимание наличие так называемого зуба на первых четырех фазах. Этот зуб мы связываем с ударом нестационарной струи от диска в процессе нестационарной аккреции. И видно, что этот зуб, он с увеличением процессионной фазы, он смещается в обратную сторону. Он возникает все раньше и раньше. И впервые этот зуб пронаблюдали немцы, Киппенхан и Этол. Вот, соответственно, сейчас я здесь представлен, и вот он, как выглядит этот зуб. Это главный минимум, главный максимум, и вот он, этот зуб. Так, ну и для моделирования кривой блеска была написана программа. Это обычная программа синтеза кривых блеска. Поверхность звезды и поверхность диска разбиваются на площадке. В каждой площадке задается своя температура с учетом облучения рентгеном. Диск наклонный, он двухкомпонентный. Он состоит из внешнего и внутреннего края, соответственно, область между ними, она затеняет рентген. Важно сказать, что поток от структуры на поверхности диска не моделировался. То есть нашей задачей было промоделировать не момент затмения звездой диска, а вот именно когда диск уже вышел, и он уже дает постоянный вклад, независимо от распределения температуры на его поверхности. То есть мы моделировали кривые блеска, начиная вот с некоторым отступом с левого края и с некоторым отступом с правого края. И вот, собственно, результаты моделирования, результаты оптимизации. Значит, здесь зеленые точки – это наиболее надежные наблюдения. Менее надежные наблюдения мы покрасили в серый цвет. И результаты моделирования – это серая кривая. Видно, что модель довольно хорошо проходит через наблюдения. Что касается параметров. Наверное, самый интересный параметр во всем этом моделировании – это так называемая закрутка, или Z. Это просто угол между линиями узлов внутреннего и внешнего края диска. Значит, мы предполагаем, что раз… Есть формула для магнитного момента сил, который действует на внутренний край диска со стороны магнитного поля звезды. Это вот работа Липунов-Шакура 1980 год. Значит, это просто магнитный момент сил, который действует на внутренний край диска. И видно, что угол альфа – это угол между осью вращения нейтронной звезды и нормалью плоскости диска. А угол бета – это угол между магнитным диполем и осью вращения нейтронной звезды. Вот этот угол бета у нас меняется за счет свободной прецессии нейтронной звезды. И дважды за прецессионный период он проходит угол примерно 54,7 градуса. В эти моменты мы ожидаем, что закрутка должна становиться равной нулю, потому что у нас пропадает магнитный момент сил, и, соответственно, внутренний край диска должен подклеиваться к внешнему краю диска. Дальше полюс начинает отходить от угла 57 градусов, и у нас закрутка вызывает… закручивает диск в одну сторону. Как только у нас северный полюс проходит в другом направлении, 57 градусов, у нас закрутка начинает работать в другую сторону. И, собственно, мы это увидели по моделированию оптических кривых блеска. Это, собственно, и есть закрутка в зависимости от прецессионного периода. Значит, здесь у нас положительная закрутка, вот ноль, вот она пересекает ноль, здесь отрицательная, снова положительная, пересекает ноль и снова положительная. Так ведут себя другие параметры. Здесь верхние две таблички – это угол наклона, соответственно, внешнего и внутреннего края диска к орбитальной плоскости системы. Значит, ну, здесь множество точек соответствуют, во-первых, разным толщинам, во-вторых, разным закруткам, и, в-третьих, разным другим более тонким параметрам модели. Ну, мы здесь отобрали самые лучшие, 30% самых лучших точек, ну и, кроме того, мы убрали те точки, которые не позволяют видеть рентген. Значит, синие полосы – это, соответственно, main on и short on. Белые полосы – это момент затмений. И вот два нижних графика – это так называемые углы эпсилон. Это просто угол между лучом зрения на наблюдателя и плоскостью диска, соответственно, внешнего и внутреннего. То есть в этих синих полосах у нас внешний и внутренний диск не должны закрывать рентген для наблюдателя. То есть они должны находиться либо выше, чем ноль, либо ниже, чем ноль. В красной линии изображают толщину диска. То есть здесь эпсилон у нас нарисован для плоскости симметрия диска. Надо еще к этой плоскости добавить полутолщину диска, чтобы мы убедили, что внешний диск действительно не закрывает рентгеновский поток для наблюдателя. И вот даже с учетом толщины диска мы видим, что эпсилон вполне хорошо проходит. Здесь он выше, чем вот эта зона, а здесь он ниже. И то же самое для внутреннего края диска. С левой стороны рентгеновский поток. Видно, что он несколько больше, чем светимость. Извиняюсь. Спасибо. Да, рентгеновская светимость, это проинтегрированная по 4П. Видно, что максимум рентгеновской светимости приходится на прецессионную фазу 0.75. Минимум на фазу 0.15. С правой стороны это вот постоянный вклад диска в поток для наблюдателя. Вот здесь не очень хорошо видно, но вот серым нанесены наблюдаемые точки. Цветные точки – это наша модель. Ну, совпадение тоже довольно хорошее. Этот график просто говорит о том, что вот в этом месте, где максимум первый у него, здесь диск развернут на нас. И мы видим его, ну, не плашмя, но под большим углом. В этой точке. И в этой точке диск мы просто видим с ребра. И поэтому он дает минимальный вклад в наблюдаемый поток. А вот здесь второй максимум поменьше – это момент, когда диск отвернут от нас, и мы видим его под меньшим углом. Проекция площади диска на картинную плоскость, она здесь не такая большая, как в случае первого максимума. Так, и еще одна важная вещь, до которой пришлось додуматься в процессе работы над этой системой, это то, что скорость прицессии диска, она не постоянная. И вот пришлось задать вот такой профиль скорости в зависимости от прицессионной фазы, чтобы удалось описать наблюдение лучшим образом. Минимальная скорость у нас вот здесь, вблизи, ну, собственно, в том месте, где у нас main-on находится, максимальная скорость наступает перед началом short-on. Значит, вариации скорости мы объясняем динамическим действием струй, которые выходят из точки Лагранжа. Значит, и как раз в этом же месте у нас северный магнитный полюс, он смотрит, он угол между магнитным диполем и орбитальной плоскостью, он минимален. То есть в этом месте у нас наиболее мощное облучение оптической звезды происходит. Ну, значит, логично, что в этом же месте у нас и самые мощные струи, и самое мощное воздействие на скорость диска. Здесь северный магнитный полюс уходит кверху, и облучение не такое мощное, как в этом случае. И поэтому струи здесь ослабевают, и скорость прицессии диска обуславливается только прицессией диска в потенциале РОШа. И она здесь больше, чем в этом случае. Так, ну и то, над чем мы начинаем работать сейчас, это уже моделирование затмений. Для этой модели, конечно же, уже требуется знать распределение температуры по поверхности диска. Но наблюдений много, вот они здесь представлены. И поэтому надеемся, что удастся восстановить распределение температуры по поверхности такого вот изогнутого сложного диска. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты, я хочу добавить, значит, вот что нам сделала оптика. Когда мы тогда много лет назад, ну как много там, где-то 20, наверное, да, обнаружили следы свободной прицессии в эволюции профиля импульсов, значит, остается вопрос. Есть аккреционный диск со своей прицессией, и есть свободно прицессирующая нейтронная звезда. Вроде бы у них периоды должны быть разные, ну хотя бы чуть-чуть, но они отличаются. И вот по оптическим данным, значит, сейчас Дима показал, что в действительности вот из-за этой свободной прицессии, значит, возникает с периодом свободной прицессии, меняется скорость прогрева вещества вблизи точки Лагранжа, когда магнитный полюс к экватору смещается. И вот тогда появляется мощная струя, значит, она вьет в диск и создает момент сил, противоположный приливному. Поэтому в мейноле... Так, картинка, нет, это как раз все, ладно, значит, можно. Значит, ну и вот получается связь, значит, установлена связь, как же завязаны друг на друга прицессионный диск, у него переменная скорость прицессии, со скоростью прицессии нейтронной звезды. Ну, это вот картинка, значит, вот тень, самое главное, это тень. Вот чтобы воспроизвести кривые блеска, значит, надо хорошо просчитывать тень от диска, которая появляется на оптической звезде. Вот. Ну вот, и все. Так, вопросы теперь, пожалуйста, Дима, задавайте. Так, Михаил Евгеньевич. У Вас прозвучало, что в два раза за прицессионный период ось к уголу вербомагнитным полем и диском становится таким, что исчезает момент, действующий на... Магнитным диполем и ось вращения нейтронной звезды. И Вы говорите, что в этот момент диск делается плоским. Да, практически да. Там же есть задержка. Внутренние слои, но... Они очень быстрые. Какое время прохождения вещества? Ну, нет, область, которая подвергается воздействию со стороны магнитного поля нейтронной звезды, она очень маленькая. Это внутренний край диска, поэтому мы никакой задержки там не предполагаем. На основании... Тогда еще один вопрос, ладно. Было Жене Семеновне. Мне казалось, Женя Семеновне... Вот, вот, вот. А он в этой статье или позже? К сожалению... Нет, в другой статье. А у нас была еще такая статья? Да, это первая. Я ее забыл. А вот с Семеновым была вторая, где как раз и были аккуратно рассчитаны, как деформируется этот внутренний диск. Там все... Скажите, пожалуйста, в период... В период... В период прецессии... В период прецессии диска? Свободно. 35 дней. А диска? Тоже 35 дней. Вот это вот какое-то... Это магия... Еще раз, нет. Если бы не было вот этой подстройки, скорость прецессии диска из-за струи... Значит, это... Вот это... Ну тут нейтронная звезда, как... Она не в точный период. Она заставляет внешний диск подстраиваться под свой период свободной прецессии. Это не точный период у диска. Лейланд, это важно, целый доклад. Так, все, быстро. Уже почти на 15 сантиметров. Воздействие на диск, любое вот... Оно приводит, во-первых, к разогреву этого диска, а во-вторых, как вот лет пять назад было показано в статье Плинглаз, то еще к волне, которая бежит наружу, и распространяясь в область меньшей плотности, ускоряется и доходит до удара, разрушает диск. Вот эти... Вы как-то учитывали? Нет. Тут прямо так нет этого. Посмотрите, тогда может быть вот то, что внешний радиус диска, что-то там говорится. Если волны плотности ускоряются... Так, Евгения Александровна, Алексеевна, извините, вопрос. Вот, получится. У нас в 80-е годы была работа с Николаем Геннадьевичем, а также с Геннадьевичем Юрием Николаевичем. И вот эти вот, мы их называли печки, мы их называем немножко по-другому. Зубль, что ли? Они называют зубль, но тоже называют зубль, но неважно. У нас эти были печки, и они были не только в районе фазы. Они как раз были в вашей работе, они были в других местах. Они были еще и в других местах. Они были меньше, действительно, по амплитуде, но они, мы их видели. И я хочу сказать, и у нас вот эти вот как раз, у нас было наоборот, у нас образовывались глупы, то есть стекание материи, тогда, когда звезда заходила в тень. Как раз потому что у нас предполагалось, что давление внешнего излучения запирало вещество. Оценивали ли вы давление? Да, оценивали. Вот если бы была, еще раз, светимость нейтронной звезды здесь действует седьмой. Запирание начинается тогда, когда светимость вблизи нейтроновского предела, тогда важно давление. Пока светимость здесь в процентах от возможного, значит, вот это сдувание, значит, малая светимость. Поэтому у вас вы делали истечение, когда тень была, а у нас наоборот, истечение появилось тогда, когда... И у нас образовывались глупы, и эти глупы очень по другим наблюдениям, наблюдениям, поляризациям, что глупы разбивались на капли, и поэтому, когда через глупы видим рентгеновское излучение, то такое верцальное рентгеновское излучение объяснялось, и объяснялось очень много вещей. Вы не ссылайтесь на это, хотя бы были... Ладно. Так, ладно, все. Еберем все. Надо все ссылаться. Спокойно. Сошлемся. Так, все. Закрываем дискуссию. Мы уже потратили здесь несколько минут. Следующий доклад. Огнянский, Винклер, Цыганков и Кулов и другие. Открытие изменений спектрального типа ядра сеть в лоскогалактике НЖЦ-1566. Время не сократят? У меня нет. У вас будет сократить? Николай Иванович, вы не отречайте докладчиков, мы ограничены только... Хорошо. ...фурсетом, банкетом, который можно сбыть. Ну, тогда будем... Он сильно... Нет, у меня еще... Вверх, вверх, вниз, как-то туда. Я здесь и сейчас, чтобы рассказать вам об очень интересном объекте НЖЦ-1566. Это наша команда. Это наш институт, Яханнесбург, Южноафриканская обсерватория. В Финляндии это Цыганков, но он работает из веки. И также команда СВИР. То, чем мы занимаемся, это одно из направлений в работе мастера. Кроме всех интересных других направлений, есть еще направления, связанные с трензиентными явлениями в англоктических объектах геодра галактики. Здесь показаны места, где расположен мастер, и красными стрелками показаны люди, которые работают в этом проекте Changing Look Agents. Мы исследуем объекты, которые уже известны как меняющий тип, и мы изучаем характерные времена возвращения их снова в такое переходное состояние. Сколько времени возвращаются, то есть повторяющиеся явления. И данный доклад как раз о таком объекте, который испытал несколько таких переходов. То есть речь идет о том, что этот объект уже испытывал несколько таких вспышек и с ним типа. И мы обнаружили еще один такой случай. Вы все-таки название перехода еще раз повторили. На английском этот термин есть, на русском его нет. Changing Look называется. То есть объект на русском длинный, меняющий свой сефертовский тип. То, что было незыкным, много лет. Значит, вот эта схема, она, значит, как бы является такой игрушечной моделью активного ядра, которая объясняет различные типы активных ядер просто различной ориентации. То есть это как бы одни и те же объекты в грубом приближении к тому, что эта модель делает. Которые видны под разным углом к наблюдателю. Очевидно, что в этой модели что-то не совсем так, если есть объекты, которые меняют свой тип. Поскольку ориентация Тора не может меняться так быстро, как это происходит с объектами. за месяц. Соответственно, вот эти объекты являются серьезной проблемой. Несмотря на успехи вот этой модели модификационной, она сталкивается с рядом проблем. Это одна из проблем, наверное, самая серьезная, что ряд объектов меняет свой тип. Что такое объекты, меняющие тип? Вот когда мы опубликовали эту статью с Чуваевым и Лютым в 84-м году таких объектов было несколько. И мы пытались дожидать телеграмму, но это было слишком дорого. Ну, в общем, это все равно статья цитируется и вышла одной из первых. Две было таких статьи, они в одно время вышли. в типичный Сейферт-1 МГС-4151 перешел вот такое состояние, которое ближе к Сейферту-2, но это видно, что крылья все-таки есть, но очень слабые. Сейчас таких, тогда это было объектов таких три, по-моему, в том времени, но несколько. Сейчас объектов этих десятки, и только за последние пять лет таких объектов стало в два раза больше, по крайней мере. То есть количество растет, отсюда можно сделать вывод, что это не какие-то одноразовые события, крайне редкие, какие-то уникальные. Похоже, что все активные ядра, которые сильно переменны, рано или поздно проходят через эту стадию. Другой вопрос, проходит ли они это один раз или несколько. От этого сильно зависят способы объяснить, что это происходит. Если это одноразовые события, то это может быть все, что угодно, сверхновое или разрушение звезды. Если это происходит рекуррентно, значит, это что-то другое. Вот это объект другой, которым мы занимались год назад, опубликовали статью NGC 2617. Вот она была вот такой, работа с Шаппи и других. Вот это предыдущих всего два спектра было. В АШ-Альфа есть крылья, ВАШ-Бета. Вы видите, на уровне шума почти ничего нет. Вот это наша работа, я год назад закладывал. Мы нашли самый глубокий минимум, вот это рентген, это ультрафиолет, это оптика, мастер. За всю историю наблюдений за этим объектом она более слабо не была. Тем не менее, одного ослабления и почти выключения центрального источника оказалось недостаточно, чтобы исчезли крылья. Но тем не менее, это все равно смена типов. Потому что вы видите, что здесь произошли драматические изменения. Вот такой был у Шаппи, вот такой вот у нас в декабре прошлого года. Теперь перейдем, собственно, к этому объекту, о котором я собираюсь вам рассказать. Она вот такая красивая галактика, называется испанский танцор или испанская танцовщица. Такое другое, возможно, очень красивая галактика. Но вся эта красота для нас помехой. Ядро очень, очень маленькое, слабое по интенсивности по сравнению с вот этой вот всей красотой. Его не так просто наблюдать. вся эта вот красота для нас в данном случае была просто помехой. Это самая яркая сейфертовская галактика в Южном полушарии. Отсюда, естественно, мы ее наблюдать не могли. Как же мы ее наблюдали? Во-первых, у Мастера есть в Южной Африке телескопы. И как только сообщение в июне этого года интеграл, значит, обнаружил вспышку в этом объекте, и мы тут же, значит, с начала июля начали наблюдать на Мастер, заказали время на 1,9 метр телескопа в Южной Африке, чтобы получили спектр. А по Мастер мы проследили вот это Мастер. Вот здесь вот начинается. Вот это вот Свифт. Вот это тоже Свифт. Вот это Свифт. Сильтриум. Вот это ультрафиолет. Видно, что в оптике амплитода не очень большая. Меньше величины. Зато здесь в ультрафиолете три величины. И статья была отправлена в начале сентября. То есть мы начало падения проследили, продолжаем наблюдать до сегодняшнего дня. И даже есть уже следующие на следующую статью материалы спектры и фотометрии и рентген. А это была как бы быстрая быстрая информация. Это тоже самое только за последний год. Точки это АСССН уже усредненные по суткам. Разброс достаточно большой. Видно, что у мастера лучше. Здесь все и мастер и АСССН вот эти точки. Вот это мастер круглые и свифт в оптике. Вот это в Б, вот это У, вот это УВИ. вот это рентгеновские спектры. В минимуме вот такой был спектр, изменился наклон и в минимум была видна миссионная линия железа, которая является отражением, следствием отражения оттора, как предполагается. Сильнейшие произошли изменения не только по уровню потока, здесь особенно в мягком рентгене два порядка отскочило, здесь меньше. То есть спектр стал более мягкий и от полутора до двух порядков изменился в разных длинах ум. Это диапазон от 0,3 до 10, ЧФ. Но самое главное, что было множество телеграмм с июня. На этот объект работало несколько команд, самые лучшие рентгеновские телескопы и вся публикация все были в телеграммах. Наша работа является первым сообщением в журнале. Мы всех опередили, но для этого у нас появился серьезный аргумент о том, что произошла смена типа. Это спектр. Во-первых, вот эта линия H-beta, которая в 4 раза сильнее, более чем в 4 раза, чем линия кислорода O-3. Такого никто не... Были предыдущие случаи, когда она вспыхивала, но такой яркой никто не видел никогда. Хотя мы пропустили сам момент Макс, то есть она была еще ярче. Спектр был получен в самом начале августа, вспышка была в самом начале июля. То есть она была на самом деле еще ярче, но мы все равно застали ее в очень ярком состоянии, которого никто никогда не видел. Во-первых, сильный ультрафиолетовый континуум вот здесь. Очень сильная линия гелиума, которую тоже никогда никто не видел такой сильной. И еще самое интересное есть очень сильная феррум-10, которая сильнее, чем кислород. Такого точно никто никогда не видел. И сама переменность этой линии вообще редкое явление, достаточно трудно объяснимое, но к настоящему времени известно много, можно сказать, около восьми объектов, где это происходило. мне очень приятно, что мы с Чуваевым об этом публиковали по поводу 4151, а сейчас это доказанный факт, уже со спутников доказали, что 4151 эти линии перемены в разы. Это имеется в виду не только феррум-10, но и другие аналогичные высокоинвестационные линии, вот они оказались переменными. Можно еще комментарии, значит, я вижу О3 узкая линия, то есть она формируется где-то в другой области, где температура поменьше, и О1 тоже самое, линия по узкой. Естественно, это линии вообще не переменные на интервалах десятки лет, это очень протяженные, вот что касается линии феррум-10, то она, во-первых, запрещенная, но запрещенная, но запрет в ней гораздо меньше, чем для вот этих, то есть она может быть, во-первых, ей нужен рентген, это 0,2 кэвэль, для того, чтобы ее возбудить, во-вторых, значит, температура, естественно, нужна, значит, линия, значит, по-видимому, находится поблизости от области широких крыльев, и может быть, это еще и геометрия работает в нашу сторону, выброс, например, она, может быть, полгода, значит, там, занимает область, но она стреляет в нашу сторону, уже известна, в некоторых случаях, ну, несколько, как я говорил, и в некоторых случаях она даже широкая, то есть, есть объекты, которые меняли тип, и в которых появлялась широкая линия феррумбис, то есть, это отдельный интерес, вот, вот эта линия, и сейчас у нас есть новый спектр, полученный, вот, буквально, недели назад, там, где-то линии фактически нет, то есть, это уже задел для другой статьи, на эту же тему, а теперь я покажу вам, то, что было в 81-м году, Алоин и другие, в 85-м он публиковал, вот у нас примерно такая же картина сейчас, вы видите, в нашем спектре летом, вот эта линия в 4 раза сильнее, чем вот эта, а тут даже широкий компонент практически не видно, это обычное состояние этой галактики, большую часть времени она находится в таком состоянии, когда линия АБТ, АШБТа широкая, почти не видна, вот это и есть менотипа, вот, собственно говоря, мы наблюдали переход от такого состояния, в Сейферт-1, и сейчас имеем спектр, где она вернулась в такое же состояние, два перехода фактически. Ну, вот, просто перечислю, какие основные результаты, чисто только по спектру, только по спектру, АШБТа никогда такой никто не видел, сильный, даже в прошлые разы, отношение АШАЛЬФА к КШБТа примерно равно теоретическому отношению в отсутствии поглощения, то есть поглощения сейчас нет, в прошлые разы там были отношения пятерка, там, ну, к сожалению, трудно проверить разные аппаратуры и так далее, вот сейчас мы получили другое состояние спектра, будем смотреть, какое отношение, есть ли признаки поглощения, гелий 2, очень широкий и сильный феррум 10, то, что я говорил, вот здесь перечислены объекты, в которых это происходило, и авторы, которые об этом сообщали, трофеерный континуум очень сильный, которого в таком ярком состоянии никто не видел, и еще я забыл сказать, что феррум 2 линии тоже гораздо ярче, чем мы когда-либо видели, и самый главный результат, что вот эти яркие состояния происходили в прошлом 2 раза, и между ними получается ровно 26 лет, вот что является причиной вот таких вспышек, это самое таинственное, то ли это значит приливное разрушение, но оно отбрасывается сразу, слишком много таких случаев, и слишком малая вероятность приливного разрушения, для того, чтобы объяснить вот такое количество меняющих объектов, есть другое объяснение, связанное с тем, что звезда пролетает близко по вытянутой орбите, сбрасывает часть оболочки, это стимулирует какие-то нестабильности, которые есть в традиционном диске, увеличивается самопокреция, и дальше мы наблюдаем то, что происходит, но тогда должно быть повторяющийся случай, вот в этом объекте это повторяется, есть еще объекты, где это повторялось, причем с определенным циклом, здесь просто 26 лет, 26 лет, мы вполне можем предположить, что это как-то звезды во всех окрестностях ядер галактик, наверное, есть, как и в нашей галактике, вот я хочу просто для показать картинку известную для нашей галактики, где просто реально наблюдаются звезды, которые близко подлетают в черной двери в нашей галактике, и если бы там был аккреационный диск, они бы там или дара там побольше, то мы бы наблюдали бы тоже какие-то изменения в темпе аккреции, то есть почему бы не предположить, что такие же звезды есть и в нашей галактике? Сколько в парсеках было? Это 10 лет, 12 лет, вот есть такие пенели, больше. А у вас парсековая область? Ну, может быть порядка парсека, почему бы нет, если 12 лет, она, в принципе, может отлететь на парсек и вернуться снова, и снова вызвать. Скорее всего и ближе могут быть. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, вопросы? Как народ относится к сейфу? Вопросы? Сказано, вы на проголовке у вас доклады 35, да? А где 26 красных выделили? 26 лет. 26 лет, да. А это галактика наша. Это было, нет, это было, вот для этой галактики 15-66 было в самом начале, как ее начали наблюдать, в 66-м, потом, в 90-х, в 90-х годах и сейчас. То есть, вот 26 лет ровно. Галя? не наоборот. Наоборот, тоже, да. У нас и то, и другое есть. У вас у какого-то сейфер должны быть узкие линии, которые не было каких-то непонимания. Люди ждут, что вот типичный сейфер 2 вдруг станет типичным сейфертом 1. Если посмотреть все случаи, посмотреть спектры, то это не совсем сейфер 2 будет, а сейфер 1,9. Где остаются линии какие-то ваш альфа, как правило, и почти невидимый ваш бета. Вот у нас такой случай. Она была вот таким объектом 1,9. Но запрещенные линии типа 3 они были узкие. Они все время узкие, непеременные. Потом вдруг линия драматически увеличилась, ну раз в 10 может быть увеличилась. 8 точно. И спектр стал типичным сейфертом 1. Потом источник погас, она опять спала до состояния сейферта 1,8 может быть сейчас, может быть она еще уходится. Это наблюдательное. Она спрашивает, что вы думаете теоретически? Ну вот теоретически я думаю, что что-то изменился темп акреции, что это явно не затмение. Затмение по времени не проходит. Что касается других вариантов сверхновой, очень маловероятно, что сверхновая спутнет в таком маленьком объеме. Если даже предположить, что там вспыхивает сверхновая, будут какие-то признаки сверхновой спектры и так далее, чего мы не видим. В общем, за сейфер тоже наклонен? Да. В том-то и дело, вот это и есть проблема. Тор не может так быстро наклоняться. То есть нужно что-то другое, чтобы мы видели смену типа. Ну, например, наклон все-таки есть вот этого Тора, но там, скажем, 45 градусов. И на лучшее зрение там обычно есть какие-то облака. если источник вспыхнул, то пыль в этих облаках сублимировала. И мы начинаем видеть эту область, она не только стала ярче, но еще просто прозрачнее стала среда. Потом источник погас. Если он надолго погаснет, то пыль, в принципе, там снова начнет образовываться, и тогда, может быть, крылья почти исчезнут совсем. И тогда будет обратный переход. Вот как раз 26-17 такая ситуация. она упала ниже, никогда не была. А пыль, видимо, там еще не успела образоваться, и поэтому крылья все равно видны. То есть нужно подождать, она должна в этом низком состоянии побыть несколько лет хотя бы, чтобы пыль успела образоваться. Так сразу не бывает. Просто выключения не хватит. Ну все, ладно? А то мы уже... Следующий доклад. Захаров Андрей Федорович. Александр. Александр. У нас есть еще один. Извините. Есть Андрей, Александр. Сегодня Александр, да, у нас. Я даже не знаю, с кем он. Есть. У нас в Гаише работает Андрей Федорович. Тесты теории гравитации с использованием наблюдений траектории ярких звезд вблизи черных двери в галактическом центре. Да, спасибо, спасибо. Ну, во-первых, я хочу сказать, что интересная вещь, что не знаю, случайно или нет, но Виктор Княнский показал в конце своего доклада большую часть содержательной вещи, о которой я буду говорить собственно в этом докладе. Траектория движения ярких звезд частных. Я не буду говорить о тенях, но собственно тени тоже отдельно интересная песня, но вот что я хотел бы сказать, что я хотел бы воспользоваться возможностью все-таки еще поговорить о методологической философской части развития исследований в области гравитации. В последние годы появилось очень много альтернативных теорий гравитации. Это возможно связано с тем, что прогресс по пониманию темной материи и темной энергии очень медленной. И собственно подобно тому, как был открыт закон Ньютона в нашей Солнечной системе по наблюдениям траектории ярких звезд получены очень интересные оценки как на параметры стандартной теории гравитации на массу звездного скопления темной материи в окрестности черной дыры так и альтернативной теории гравитации об этом собственно будет мой доклад. Хотел бы сказать, что времена очень быстро меняются и ну скажем посмотрев на столетнюю историю развития науки в нашей стране можно сказать, что были времена вот меняются времена всего год назад была конференция в которой в частности один из организаторов был Денадий Семенович весноватый коган это одна из последних конференций поупинга так оказалось по сто лет черным дыру но в принципе вообще признано что черным дыром ну скажем с работы с работы Уиллера стартовали но интересно то, что когда я поглядел на список участников с американской стороны то стало очевидно что вес интереса ну скажем научного сообщества к специалистам по реликвидической астропизике и специалистам черных дыр в Великобритании выше чем у нас то есть порядка десяти знаменитых ученых в частности Мартин Рис это специалисты по черным дырам в том числе астропедическим черным дыром вот ну это ссылки но я что хотел еще сказать вот восемнадцатый год это очень специальный год ну вы знаете это следующий год после революции но несмотря на то есть по сути преддверие гражданской войны условия ужасны и несмотря на это правительство советской России учредило институт ИОФА и в этом же году был один из главней главных физических журналов успех физических наук и вначале собственно там публиковались даже рекераты знаменитыми учеными ну и в частности я хотел бы сказать что в 63-м году были открыты квазары и найдено решение Кера который играет важную роль в революционной астропизике и также был организован первый пехарский симпозиум в Далласе ну и значит и пульсары также были были открыты ну скажем в 67-68 году публикация в 68-м году ну что я хотел бы здесь сказать что я так про себя заглавил этот слайд когда гравитация была королем перефразирую знаменитую фразу когда-то советская Россия была и среди лидеров исследования в области гравитации вот когда Всеволод Константинович Фридорикс сразу после окончания первой мировой войны приехал сначала в Москву а потом потом в Ленинград Петроград он встретил Александра Александровича Фридмана и убедил его что гравитация это самое важное чем надо заниматься и это неспроста не случайно собственно мы живем по вселенной Гамма Фридмана по сути вселенная это создана вот работами этих ученых но вот как значит я уже хотел сказать после второй мировой войны инженеры и бизнесмены в том числе в США поняли что очень важная вещь исследования гравитации собственно Брайс Дэвид организовал первую конференцию Чапол Хилле Северной Кранины и там встретились экспериментаторы и теоретики и собственно одной из важных проблем было обнаружение гравитационных лоб ну а этот институт был основан для того чтобы исследовать проблемы антигравитации к сожалению Геннадий Семенович ушел но вот собственно проблема антигравитации это была задача которую поставил военно-промышленный комплекс перед теоретиками в тот период чтобы собственно антигравитолеты создать ну вот важный урок конференции играли чрезвычайно важную роль в собственно взаимодействии ученых работающих в разных областях физики астрономии ну и в частности конференция третья по гравитации происходила вблизи Варшавы социалистические страны были тогда типа интерфейс между западом и востоком но и здесь вот видите Гапольда Инфельда Владимира Александровича Кока и вот здесь можно увидеть роль Патрика Кера как раз тот период когда по-видимому он нашел свое решение ну и вот Кит Торн отмечал важность решения Кера для рельсийской астрофизики а после первого первого техасского симпозиума Томас Голд один из авторов собственной модели пульсар обращающийся нейтронной звезды говорил что хорошо бы взаимодействие между астрономами и рельсистами было бы навсегда ну а собственно Уиллерс говорил что вот взаимодействие с выступлением помогло ему сформулировать концепцию черной дыры а думал он о пульсарах то есть несмотря на то что вопрос был о пульсарах собственно к интересному выводу о существовании черной дыры пришел Уиллер в своей работе значит иногда вызывается у исследователей скептицизма вот в 2005 году такая статья была что черные дыры не существуют но один из первых людей кто сказал что черные дыры не существуют это был Мюнштейн собственно в работе 1937 года он говорил что в шваршильдах сингулярности нет тем самым ну нет горизонта событий современной терминологии однако астрономы считают что черные дыры в центрах многих галактик существует и в частности в центре нашей галактики вот это обзор ванилл ревью астроном и эстрофизикс вот собственно разные оценки массы черной дыры в центре нашей галактики и вот собственно траектории движения ярких звезд вот это движение звезды С2 период 16 лет и по сути по этим наблюдениям астрономы смогли сказать что у вас точная масса должна быть довольно большой точностью ну а какие ограничения на параметры черной дыры галактического галактического центра галактики звездного скопления темной материи это тоже можно сказать вот важный прогресс может быть достигнут с помощью адаптивной оптики сейчас две существуют группы активно работающие одна с телескопом КЕК 10-метрового неноговая это американская группа вторая вторая группа с инструментами ВЛТ ну и вот собственно как может быть с помощью телескопа 30-метрового улучшено восстановление изображения вот здесь показано на этой картинке собственно американской картинке но интересно здесь что отметить такую вещь вот говорят какая польза от современной астрономии от фундаментальных исследований Владимир Михайлович говорил а какая польза значит когда я спросил специалистов по адаптивной оптике которые будут делать адаптивную оптику для 30-метрового американо-китайско-японского телескопа я спросил а кто заложил основы теоретически собственно этой машинели все сделано на описание турбулентности Калмогорова в развитии Обухова и в конце концов на книгах татарского книгах татарского все написано вот и больше по сути основное это 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 так сказать реализация уже техническая ну может быть да нет тут множество что может ну значит эти ну вот много еще фольклория остается извините да 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 значит ну вот значит премии получили Генцель я пропущу Крауфорда Крауфорда половина половина ну Семьяев тоже получил несколько раньше вот это половина Нобелевской премии получает астроном за черные дыры значит получили получили Блендфорд и Рой Патрик Кент так вот что я хочу сказать замечательно есть эксперимент Гравити они я буквально две-три минуты и я закончу значит они достигли в интерферометрах угловое разрешение порядка несколько десятков микроарпсекунд значит так восстанавливает изображение сейчас яркий звезд ну значит а что мы сказали я когда встречался с астрономами наблюдателя у вас такие замечательные замечательные картинки вы можете так альтернативной теории гравитации хорошо отбрасывать они говорят не-не у нас столько дел столько дел столько дел вот ну а мы так сказать рутинно поиспользовали их наблюдение и ограничивали альтернативные теории гравитации и в частности мы можем ограничивать альтернативные теории гравитации с массивным гравитоном массивным гравитоном это теория которая в последнее время ну так сказать пережили реанкарнацию потому что люди научились строить теории В частности, группа Лайга первой публикации оценила массу гравитона. Мы слегка отставали, потому что не думали, что эта теория гравитации настолько притягательна, но вскоре оказалось, что это типа а-ля Юкавы можно оценить, но и в том числе массивная теория гравитации. Оказалось, что из анализа движения ярких звезд можно примерно так же оценить массу гравитона. И это воодушевило в том числе и американцев, они использовали свои новые данные и слегка улучшили нашу оценку. Мы подумали и сказали, а как же можно в будущем? А в будущем мы можем утверждать так, что если десятки лет наблюдать эти звезды яркие, то можно слегка улучшить нынешнюю оценку Лайга на массу гравитона. Ну и также другие альтернативные теории гравитации мы можем... Вот это, кстати, хотел сказать сейчас, хотел показать. Вот это вот размер тени, если... И в принципе так вот все должно быть выглядеть на небесах. Размеры тени, вот если мы возьмем параметры первого гравитационного нового события, это 10 минус 15 секунд. Вот. Ну, собственно, я тогда все скажу, что вот таким образом просто можно оценить массу гравитона. Ну, вот приятно отметить, что вот эта группа тех, которые входят в программу 30-метрового телескопа, использовали наши идеи, там и порядка пяти наших работ цитировали и слегка улучшили нашу оценку вот этой работы физикого ревью. Вот это, собственно, улучшение нашей оценки. Ну, собственно, я оставлю сейчас заключение, чтобы Николай Иванович не в стоянии... Он обязан. А! Дайте мне не про свои работы, а про гравити сказать. Две минуты. Видишь, еще на минуты. Две минуты. Значит, гравити – это вот эти большие молодцы, которые десятки микро секунд получили, Заши. Они доказали, что для галактического центра, для того, чтобы гравитационное красное смещение описать... Сейчас формулу покажу. Вот это вот формула для гравитационного красного смещения. Первая поправка постньютоновского поправки. Для того, чтобы ее описать, надо учесть первую постньютоновскую поправку. То есть, практически, они сказали, для галактического центра надо использовать не ньютоновскую теорию, а первую постньютоновскую поправку АТО. Вот это вот, ньютоновская теория – это вот серая линия, а красная – это АТО. То есть, фактически, постановка задачи очень похожа на эксперимент Эдингтона-Дайсона для отклонения луча света вблизи солнечного диска. Собственно, ну и кроме этого, они вот недавно показали, что они нашли движение ярких пятен в окрестностях галактического центра. Это тоже результат гравитации. То есть, казалось бы, ну мы считаем, ну звезды есть какие-то, еще что-то. Там есть пятна, яркие пятна, которые движутся по орбитам, близким к последней устойчивой орбите. И это наблюдается в эксперименте. Модели для этого пока еще хорошие нет, поскольку моделируется это как движущиеся шарики в окрестностях черной дыры. Ну на самом деле, это, конечно, не шарики, но полученные поляризации. Ну и, собственно, вот что я хочу сказать. Приятно тоже отметить, что наша оценка включена в Particle Great Data Group. Это такая коллаборация авторов, которые собирают данные по разным элементарным частицам, элементарным частицам, ну в том числе по ГРАИТОМ. Ну все, спасибо. Все, спасибо. Извините за то, что... Вопросы? Есть что-нибудь, альтернативная общая теория относительности на таком и морочном уровне? Пока нет, не вопросов. Сколько? Николай Геннадьевич, задайте. Слушаем. Вот. Масса гравитона. А, масса гравитона. Нет, он другой. Гравитон? Гравитона спрашиваю. Масса гравитона, значит. Значит, вот, значит, масса лагер гравитона. Это вот две работы. Это первое событие. 1,2 на 10 минус 22 электрон вольт. Во втором, в другом событии, которое опубликовано в январе. Нет, я наблюдал в январе 17-го года, опубликованном в июле. Это 7 на 10 минус 23 электрон. У нас оценка, ну, собственно, вот такая наивная, примитивная, просто хи квадрат. Вы смотрите, получаете 10 минус 21. Если вы будете десятки лет наблюдать эти яркие звезды и, предполагая, что общая теория относительности будет подтверждена, ну, у большей части людей нормальных ощущений такое, что общая теория относительности будет подтверждена, то вы получите оценку слегка лучшую, чем эта лучшая оценка лагер. Вот. Лагер еще не последний. Не последний. Ну, вопрос в том, что каждая оценка, она модельно-зависимая, разная систематика, и каждая оценка является важной. В свое время и масса фотонов питались. О, так вот, когда я, собственно, отвечал на замечания рецензента, она говорит, ну, массу фотонов тоже. Так вот, оказывается, ограничение на массу фотонов еще слабее, чем на массу гравито. Наблюдательно. Вот тоже, так сказать, можно найти это в ссылках, соответственно. Так, все, спасибо. Благодарим. Так, Дим Димов, Соколов, Юшков, Укин. Магнитные транзиенты, мелкомасштабные, динамо. Так, вам почему-то 20 минут дали. Я постараюсь как можно скорее. Да, пожалуйста. Если можно, тогда надо. Магнитные поля многих небесных тел считается, что они связаны с работой механизма динамо. И динамо – это пороговое явление. Если такие драйверы динамо превосходят пороговое значение, то магнитное поле растет и достигает там какого-то стационарного состояния. Цикл стационарный более-менее не возникает. Если маленькие, слабые драйверы, то магнитное поле затухает. Вот в 1956 году Яков Борисович Зельдович обратил внимание, что в этом не вся правда. А правда состоит в том, что если динамо работает недостаточно интенсивно, но близко к порогу возбуждения, то магнитное поле не сразу затухает, а может сначала нарастать, а уже потом затухнет. Он это сделал утверждение в рамках доказательства антидинамо-теоремы. Это очень такой перегранный, я бы сказал, результат, где ему много пришлось делать логических ходов, прежде чем он доказал то, что хотел. И это один из вот таких ходов. Ну, в общем, он, в принципе, был людям, интересовавшимся работой динамо, известен. Но как-то вот до его изучения не доходили руки, но просто было много других более в тот момент притягательных задач. Но постепенно со временем действительно накопилось довольно много таких астрономических ситуаций, где динамо, наверное, не дотягивает до порога возбуждения. Ну, наиболее такой известный это Марс, где вначале, вероятно, динамо работало, а потом перестало работать через эволюцию планеты. Был этап, когда оно не дотягивало до порогового значения. Ну, и в карликовых галактиках, вероятно, тоже динамо находится в таком, крупномасштабное динамо находится в таком подкритическом состоянии. Значит, есть и другие всякие ситуации, не буду про них говорить, чтобы не отнимать время. Так вот, ну, назрела необходимость посмотреть, что бывает в этом подкритическом режиме. В принципе, ну, любая разновидность из всевозможных динамо, которые бывают, она допускает такую постановку вопроса. Но поскольку нельзя объять необъятное, мы посмотрели это на примере того, что называется мелкомасштабным динамо. Значит, я напомню, в чем состоит специфика этого динамо. Значит, для того, чтобы с более-менее приемлемыми скоростями генерировать магнитное поле, нужно как-то решить проблему, что вы можете магнитную петлю растягивать, деформировать, порвать не можете. Значит, поэтому предлагается ее какими-то способами растянуть, потом свернуть из нее восьмерку и сложить. Это вот тоже Зельдович этот сценарий предложил. Вот в крупномасштабном динамо, наиболее известном, которое обеспечивает цикл активности Солнца, генерацию магнитных полей спиральных галактик и так далее, вот самый такой вот существенный этап, вот это вот складывание восьмерки, он обеспечивается тем, что среда зеркально асимметрична, и в ней возникают токи, параллельные магнитному полю. А если и тогда может возникать крупномасштабное магнитное поле. Ну, а если вот этого нету, этой зеркальной асимметрии, или она недостаточно сильная, тогда может возникать генерация мелкомасштабного магнитного поля, ну, просто потому что эти, значит, чисто случайно складываются эти восьмерки. Вот. Значит, это механизм мелкомасштабного динамо, он был впервые подробно изучен Александром Петровичем Казанцевым в 67-м году, значит, который вывел уравнения для корреляционной функции. Их довольно много изучали, но в надкритическом режиме, вот я здесь выписал эти уравнения, но я не призываю их внимательно сейчас рассматривать, они довольно сложные. Ну, их действительно научились со временем люди решать, но все время решали их в надкритическом режиме, когда возникает, значит, собственная функция, которая экспоненциально растет. Ну, мы, все-таки пришло время, и мы их изучили в таком переходном режиме, когда немножко, значит, эти самые драйверы динамо, они не дотягивают до критического значения. Выяснилось, что у задачи есть две естественных постановки. Это, значит, одна, когда вы вначале задаете, ну, начальное магнитное поле, ну, в данном случае начальную корреляционную функцию мелкомасштабного магнитного поля, потом отключаете то, что ее задавало, и смотрите, что будет дальше. А второе, когда у вас есть, значит, постоянно поддерживается это вот начальное магнитное поле, и работает механизм динамо. Вот вторая постановка вопроса, она совершенно типична для динамоэксперимента. Это сейчас в лаборатории можно воспроизводить режим динамо. Ну, где это вот внешнее магнитное поле, это просто магнитное поле Земли. Ну, в принципе, можно, наверное, поработать над тем, чтобы его экранировать, и никто этого не делает. Вот выяснилось, что в этих двух постановках задачи магнитное поле ведет себя существенно по-разному. Мы построили всякие графики, но я для сокращения времени, я не буду их подробно описывать, а скажу, в чем суть. Вот если магнитное поле, если это затравочное поле все время поддерживается, то, ну, маленькое магнитное поле, то оно за счет вот этого подкритического динамо, оно экспоненциально быстро растет и достигает стационарного состояния. Ну, вот это стационарное... На стадии экспоненциального роста явление очень трудно отличить просто от обычного надкритического динамо. Но отличие состоит в том, что вот это стационарное состояние, оно связано не с тем, что магнитная сила изменяет как-то течение, а просто с тем, что вот оно может расти только в то время, которое, значит, отводится этим вот подкритическим режимом. Ну и, соответственно, то, до чего оно дорастает, определяется вот этим самым предметом. Чем ближе мы находимся к порогу возбуждения, тем до больших значений дорастает магнитная поле. Чем более начальные условия похожи на ту собственную функцию, которая в надкритическом режиме растет, тем более выражен этот эффект. Ну вот, прошу мне поверить, что эти графики иллюстрируют то, что я сейчас сказал. Ну, а если, значит, мы только в самый первый момент задаем начальное магнитное поле, то оно некоторое время растет, а потом затухнет. Вот. Ну и опять, чем ближе мы находимся к порогу возбуждения, тем оно более вырастает и дольше существует. Значит, ну, я это, естественно, рассказывал тем, кто занимается динамоэкспериментами, они, так говорят, что, да, можно подумать о такой лабораторной реализации. Значит, по таким вот параметрам, вот такое, ну, настоящее сверхкритическое мелкомасштабное динамо требует магнитного числа ренольца на порядка сотни, это трудно в лаборатории. А вот эти вот эффекты, они уже видны при РМ там порядка 20 лет. Конечно, несравнительно легче. Ну, и так люди думают. Ну, там есть, конечно, естественно, свои трудности, но люди начинают об этом думать. Ну, вполне возможно поискать подобные эффекты, ну, допустим, в карликовых галактиках. Вот я думаю, что на этом можно ограничиваться. Спасибо. О, значит, остановился. Села, объекты какие? Где там? Прежде всего, в Земле, в Солнце, в Писке, в Солнце. Прежде всего, в карликовой галактике и Марс. Марс? Да. И карликовые галактики. А Земля? Ну, на Земле оно сверхкритическое. Нет, нет, вопрос. А, ну, хорошо. На Земле сверхкритическое. Так. Еще вопрос. Пожалуйста. Я не знаю, насчет ядра, глупый вопрос. Все-таки где же формируется магнитно? На Земле, во внешнем ядре. Во внешнем ядре. Во внешнем. Да. Это что такое? Жидкое... Да, там есть жидкое... Жидкое... Да, жидкое жидкое... Ну, не чистое железо, конечно. Но железо содержащие. Золото, не знаю. Уран нам есть. Уран туда свалит. Уран. Не буду принимать отечественные. Он нагревается. Он нагревается. Ну, в общем-то, там... А в Марсе оно тоже действительно существовало исторически, а потом исчезло. Ну, люди, у которых достаточно энтузиазма, уверяют, что по данным, значит, разных миссий на Марсе, вот видны линейчатые структуры этого магнитного поля, которые, значит, вот на позднем этапе... Можно, в принципе, это пытаться. Я смотрю, как-то застрял от Якова Борисовича, что ли, что для того, чтобы все работает. Ну, во-первых, в трехмерии важно. Во-вторых, дифференциальное вращение и конвекция. Это важно для, скажем, того, чтобы сделать то, что видно на солнечный цикл, например. А если мы согласны сделать что-нибудь, скажем, мелкомасштабное поле, то можно выжить и без дифференциального вращения. Мелкомасштабное. На Земле же оно все-таки крупное. На Земле крупномасштабное. Мелкомасштабное. Мелкомасштабное, то можно выжить из этим самым... Значит, на Марсе мелкомасштабное. На Марсе видны... Нет, на Марсе сейчас магнитное поле внешнее. А по данным того, что видно на марсианской поверхности, ну, там видны такие вытянутые структуры, которые не очень понятно откуда взялись. А, скажем, вот в Карликовых галактиках, да, тоже вот видны такие магнитные поля не очень ясного происхождения. Скажем, в ГАЛО спиральных галактик тоже видны магнитные поля. Ну, вполне возможно, что их туда заносят фонтанами из диска. А дальше вот чем-то вроде этого-то усиливают. Все. Спасибо. Ой, осторожно. Вот видите, как у нас не только председатель, но и докладчик. Можно и на вас помать. Следующий, Думень, Сомов, Борис Семенович. Так, вы, Думень, топологическое инициирование быстрого магнитного утверждения. Здравствуйте. У вас 15 минут. Да, да. Да, мне бы хотелось вкратце рассказать о некоторых результатах по топологическому инициированию быстрого магнитного пересоединения, которые были получены в последнее время в отделе физики Солнца здесь, в ГАИШ-МГУ. Ну, как известно, магнитное пересоединение широко используется в настоящее время для объяснения, в частности, нагрева, плазмы, ускорения заряженных частиц и других процессов энерговыделения в самых разнообразных астропизических объектах. А по сути, магнитное пересоединение представляет собой процесс разрыва силовых линий магнитного поля и их последующего перезамыкания уже в другой, так сказать, топологической конфигурации. Этот процесс реализуется в так называемых нулевых или нейтральных их стучках, где все компоненты магнитного поля, естественно, исчезают для того, чтобы произошло пересоединение. И в связи с этим возникает тут проблема, связанная с тем, что альбиновская скорость в окрестности нулевой точки, в принципе, также должна обращаться в ноль. И, стало быть, возникает проблема, каким образом можно распространить процесс магнитного пересоединения, инициируемый в некоторой месте, ну, в пространстве, поскольку, как известно, МГД-возмущение обычно распространяется с альбиновской скоростью, и в данном случае, так сказать, эта скорость здесь исчезает. Это, собственно говоря, одна из таких важных проблем в теории магнитного пересоединения, которые существуют уже долгое время. Для решения этой проблемы, в принципе, предлагались различные подходы, такие как образование ударных, вон, мелкомасштабная пергаментация области пересоединения и так далее, которые, как бы в той или иной степени позволяют, так сказать, ослабить эти ограничения, налагаемые альбиновской скоростью. То, на чем мне бы хотелось остановиться сейчас, это некий кардинально новый подход, который, в принципе, позволяет полностью обойти проблему вот альбиновского предела. Эта идея была предложена 30 лет назад, грубо говоря, в конце 80-х годов, группой теоретиков, работавших в теоретеле терм, под руководством Виталия Лазовича Гинскуга. Основная идея этого подхода состоит в том, чтобы рассмотреть формирование X-точки, в которой инициируются магнитные пересоединения, не за счет локальных токовых систем, как это делается обычно, а в результате суперпозиции воздействия от внешних источников. Ну, в качестве наглядного объяснения, в чем достоинство такого подхода. Ну вот давайте рассмотрим такой простейший пример распространения пламени, скажем, какой-то поверхности. Если мы считаем, что распространение пламени происходит за счет тепловыделения при горении, тогда, соответственно, у нас скорость распространения пламени будет ограничена некоторой величиной, порядка тепловой скорости молекул. Ну или если там это распространение идет в режиме детонации, какой-то численный фактор, что появляется порядка единицы, все равно в конечном счете ключевую роль играет тепловая скорость. А с другой стороны, если мы теперь вместо этого рассмотрим процесс, когда это пламя поджигается на некем внешнем источнике, скажем, лучшем лазере, ну тут, очевидно, все уже будет определяться скоростью этого внешнего воздействия, как бы тепловые какие-то ограничения, они уже из тепловой скорости полностью выпадут. Они уже не будут играть никакой роли. Собственно, именно эта идея вот и лежит в основе этого подхода. Правда, тут возникают, конечно, два существенных вопроса. Первый, это поскольку нулевая точка магнитного поля, вот X-типа представляет собой весьма нетривиальную геонетрическую структуру, то, так сказать, заранее непонятно, действительно ли можно так реализовать конфигурацию внешних источников, чтобы создать вот такого типа X-точки на достаточном удалении от источников. И второе, что еще более важно, можно ли обеспечить такую конфигурацию источников, чтобы эти X-точки внешние достаточно быстро двигались при сравнительно небольшой вариации создающих X-источников. Ну и вот в результате проведенных еще когда-то в конце 80-х годов работ, там процитированных выше авторов, на оба этих вопроса были получены положительные ответы, и соответствующий механизм получил название так называемого топологического триггера магнитного пересоединения. Ну, на данном слайде выписаны некоторые, так сказать, основные критерии, требуемые для реализации топологического триггера. Они тут сформулированы в терминах топологических индексов магнитного поля. Но поскольку я боюсь, что многие из присутствующих не знакомы с тем, что такое топологический индекс вверхтанных полей, я сейчас попытаюсь это, так сказать, представить на более таких наглядных картинках. Ну вот давайте рассмотрим магнитное поле, создаваемое, скажем, двумя парами точечных магнитных источников противоположного знака, расположен, скажем, в такой конфигурации. Здесь, очевидно, существует четыре топологически разных типов магнитных потоков. Ну, один поток, идущий от первого до ряда ко второму, второй отсюда сюда, третий отсюда сюда, четвертый отсюда сюда. Ну, если мы говорим теперь о пространственной структуре такого магнитного поля, уже над плоскостью источников, то она описывается так называемой двухкупольной структурой, а именно, если мы рассмотрим два таких пересекающихся купола, то тогда, скажем, силовые линии магнитного поля, соединяющие вот эти два магнитных источника, будут заполнять область, получающуюся на пересечении этих куполов. Силовые линии, соединяющие этот источник с этим, будут заполнять вот этот правый купол, вырезанный этим куском. Соответственно, для этих двух источников левый купол, Ну и, наконец, силовые линии, соединяющие два наиболее удаленных источника, будут заполнять внешность этой структуры. Если применить к этой конфигурации источников вот те критерии для топологических индексов, которые были выписаны на одном из предыдущих слайдов, то оказывается, что в этом случае существует такая вот специфическая узенькая область топологической неустойчивости. Суть которой заключается в том, что если, скажем, один из источников, предположим, четвертый, попадает в эту область, то изображенная на предыдущем слайде двухкопольная структура, она испытывает такое опрокидывание, своего рода выворачивается наизнанку. И вот когда как раз этот источник проходит вот эту узенькую область. И в процессе этого опрокидывания высоко над поверхностью источников формируется новая нулевая источка магнитного поля. И при таком очень небольшом перемещении вот этого заряда она испытывает огромный перескок пространства по такой вот дуге. В то время, когда, скажем, сам этот вот источник, его смещение практически здесь не заметно. Но этот процесс, может быть, можно более наглядно увидеть вот на представленном здесь мультфильме. Здесь вот маленький круг, и кусок большого круга, это как раз основание куполов. А вот эта дополнительная нулевая точка, она возникает на пересечении вот двух этих магнитных трубок, показанных разным цветом. Ну и вы видите здесь, что в то время, как вот этот источник испытывает едва заметное смещение, вот эта вот нулевая точка на пересечении этих трубок испытывает такое огромное перемещение в пространстве по дуге. И это как раз вот перспективный такой механизм для того, чтобы быстро инициировать магнитное пересоединение в большой, так сказать, области пространства, уже, так сказать, не связываясь ни с какими там альгеновскими пределами, возникающими из локальных токовых систем. Вот следует подчеркнуть, что вот то, что здесь изображено, это фактически был первый механизм такой топологический для инициирования магнитного пересоединения, предложенный, ну, 35 назад фактически. И фактически интересно, что этот механизм, он в каком-то смысле остается наиболее, ну, продвинутым вплоть до настоящего времени. В том смысле, что он предсказывает не только возникновение внешней вот этой источки, но и ее быстрое перемещение в пространство. Потому что в последующие 30 лет этой проблемой топологического пересоединения там занимался ряд зарубежных ученых, в особенности в Великобритании, там вот группе 300 много занимались. Они предложили там некие свои, совершенно другие модели топологического инициирования. Но у них там было только что-то изникновение внешней точки, у них не было этого эффекта быстроты. У них эта внешняя источка перемещалась с той же скоростью того же порядка, что и источник. В этом смысле этот механизм, он оказался не только, так сказать, первым, но и в каком-то смысле более продвинутым вплоть до настоящего времени. Ну, у нас вот в отделе, значит, физики Солнца в последние пару лет что делалось? Во-первых, мы занимались более детальными теоретическими просчетниками, ну, сейчас построением таких анимаций и так далее. А что еще более важно, мы предприняли попытки идентифицировать этот механизм в наблюдениях уже конкретных Солнечных Стрих. Ну, в основном мы использовали картины эмиссии в линии Кальций-2. Ну, первоначально мы планировали использовать данные вот с нашего Гаишевского телескопа, но потом фактически мы работали в основном с данными с японского спутника Хиноды. И мы действительно обнаружили нескольких таких любопытных случаев. Вот один из которых, например, представлен здесь на картинке. Ну, здесь вы видите поверхность Солнца, несколько солнечных пятен, ну, и вот здесь между ними, видите, в какой-то момент вспыхает такая резкая дуга. Ну, на первую взгляд, кажется, что тут ничего особенного, легко, ну, как бы, интуитивно предположить, что, скорее всего, высвечивается просто, ну, силовая линия магнитного поля, соединяющая солнечные пятна противоположных полярков. Однако, если посмотреть на соответствующие магнитограммы, то выясняется совершенно неожиданная вещь. Оказывается, вот эта вот дуга, которая здесь высвечивается, она упирается своими концами в области одинаковой полярности магнитного поля. То есть это заведомо не может быть силовая линия магнитного поля, поскольку она должна была выйти из области одной полярности в область другой. И тут, так сказать, вероятнее всего мы считаем, что это как раз возникновение такой вот быстро вспыхивающей дуги, упирающейся в область одной полярности. Это и есть вот траектория быстрой нулевой точки, которая может возникнуть в модели топологического триггера. Тем более, что вот общая конфигурация магнитных полей, которые здесь есть, вот с таким расположением источников, она, в общем, довольно близко напоминает те структуры, которые требуются вот для реализации вот этой модели, сопротивляющейся двухкупольной структурой. Ну и таким образом, как бы резюмируя содержание доклада, я, значит, хотел бы подчеркнуть, что вот в последние пару лет у нас вот в отделе физики Солнца ГАИШ были произведены как теоретические некоторые работы по более детальному расчету пространственной структуры магнитных полей в процессе развития топологического триггера. Так что, наверное, еще гораздо более важно то, что мы проанализировали довольно большой объем данных по конкретным вспышкам и нашли несколько интересных случаев, которые, предположительно, могли бы быть интерпретированы вот как раз в рамках этой теоретической концепции. Спасибо за внимание. Спасибо. У меня несколько. Значит, все-таки... Сейчас, секунду. Я замечал. Все-таки, я думаю, что первым в этом деле был, вот вы не упомянули, Сергей Иванович Серованский. Ну, в то время уже не было живых. Его уже не было живых. Да, 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 но он начинал. Он был основатель. Конечно, эти работы в Серованке начался Серованский, но к тому же время, когда эти работы начались, это... Так, и теперь то, что вы понимаете, под полюсами, это в действительности магнитные... Это как бы концы магнитных труб, которые идут под фотосферой. Потому что он выходит на поверхность, мы их видим как бы, как бы, как такие магнитные источники. Спутник Хинода. Хинода, да. Ну, это не чисто японский, там НАЦА тоже. Ну, там они пишут какие-то благодарности, но вообще нет. Вообще, все-таки, я думаю, на 90 больше процентов. А, ну, на 90 может быть, но ДАЦА тоже. Калай, Ланч, да, и вопросы-то задай. Какого председателя надо? Дай мне свою ученуюсть показать. Здесь, здесь, здесь. Нет, вот вопрос в самом деле. Вы показали эти топологические всякие, да, штучки? Где же там... Здесь акцент сделан на формирование самой исходной X-точки, в которой инициируется процесс. А когда само замыкание идет, там, естественно, уже развиваются локальные токи. Процесс уже, естественно, и потом... Это просто инициирование. Каким образом можно инициировать в большой области процесса? Так, Сергей Иванович, да, у меня коротко, тут мы сегодня вспоминали блины Зельдовича и Сергея Ивановича Саравацкого, токовый слой. Как бы ваша точка, это как бы линейно. Но ведь общая система должна быть токовым слой. То есть, у вас только самый первый разряд. Нет, токовый слой считается, что уже начало инициировано по пересоединению большой области процесса. Пошло. Здесь вопрос, как его инициировать? Как инициировать? Спасибо, спасибо. На начале, в общем, есть как бы... А нейтральная точка интерминобэра, ну, это наша точка в диске. Ну, так, Николай, вот это и надо было спросить. Ладно, нет, но... А диск... Так, назад, последний вопрос. У вас слово, когда вы уже говорили, это у вас трехмерия, и вы в трехмерии получаете ту же правду. Нет, здесь рассматривается, вот как бы мы отталкиваемся от этой модели Горбачева соавторов, которая когда-то там была предложена, Фиане. Там источники расположены, как бы это некий класс частных решений, когда источники расположены в одной плоскости. Ну, конечно, магнитные поля мы рассматриваем во всем пространстве. Источники в одной плоскости. А магнитные поля, они, конечно, в всем пространстве. Спасибо. Вот кино есть хорошее, когда в рентгене там вспышка, там так все сложно. Очень сложно. Где в Горбачеву? Ну, где в Горбачеву? Ну, где в Горбачеву? Серьезно. Побочный результат одного нашего исследования. Ну, что, здесь. Ну, так, лебедиксты. Линденовская двойная система. Напомню немножко общей информации. Линденовский источник открыл был еще в Укуру в 70-х годах. Сетимость действовать в 8-й. Линденовская период. Отрепитальный чуть меньше пяти часов. Вот, как мы сейчас знаем, расстояние до него примерно 9 тело-пассетков после 2 Crow lap. И огромное оптическое поглощение, поэтому до середины 90-х годов не было известно. Ну, понятно, что данный источник, там период, и, конечно, двойная система, на что собой представляет эта двойная система, какой там оптичный компонент, не было понятно до середины 90-х годов, когда там оптичика была сегодня очень большой, ничего не видно, в 90-х годах появились СК-приемники, сняли рекваспекторы, выяснилось, что это звезда Вольф Рае. И это единственная до сих пор нам известная звезда Вольф Рае плюс какой-то компактный объект, наш галактик. Есть еще вот две другие, другие галактики, но они очень слабые, и про них гораздо меньше известно. А вот такого типа системы искали многие люди, в том числе и я искал 80-х годов, все, когда был студентом Анатолия Михайловича и никаких определенных результатов мы тогда не получили. А вот это вот единственная, единственная, краска сдохла, источник. И вот такого типа. И вот специальный класс, тоже по экоспектам определенный, 4-7, вот, естественно, один из основных вопросов, как всегда, это что является спутниками, а нейтронная звезда это черная дыра. Вот, ответа на этот вопрос до сих пор нет, потому что, главным образом, нет затмений, поэтому трудно определять параметры на момент. И нашей мотивацией, почему заняться с этой системой, была, в частности, привлечь данные, которыми почему-то никто раньше не получал таких данных, это икавтометрия, подобные икавтометрии. И вот мы решили сделать на нашем 2,5-метровом телескопе. Но, попутно, мы решили посмотреть, а что с рентгеном. Дело в том, что период этой системы увеличивается, и поток самозвездовой края, интерпретация достаточно понятна, почему он увеличивается, потому что ветер теряет, значит, ветер звездовой края уносит в угловой момент, период увеличивается. Но увеличение периода, которое было замечено еще в самом начале, в 70-х годах, просто по рентгеновским данным, было посещено довольно большой честного рабочего. Тут 15 статей было опубликовано разными акциями только на эту тему, изменение периода. Почему? Потому что были там вопросы, о которых я чуть ниже скажу, непонятные. И вот мы решили посмотреть, а вот сейчас, 2018 год, есть ли какие-то рентгеновские данные, может быть, новые, которые мы могли бы использовать для того, чтобы более детально исследовать изменение периода. Это было, как я сказал, побочным вопросом по отношению к нашим успехам. Раз уж мы занимаемся, давайте на это посмотрим. И вот мы, к нашему удивлению, большому довольны, нашли огромный массив лентгеновских данных, которые почему-то никто не использовал. Прежде всего, это вот O-Sky Monitor на спутнике RxTE, который летал с 96 по 2011 год, и вот этот вот интервал, это RxTE данные, кривая блеска. Вот здесь годы. Да, здесь еланский данный. И спутник Макси, японский не спутник, телескоп Макси, который стоит на МКС. Вот он стоит неподвижно, у него в поле зрения 3 градуса вдоль орбиты МКС и почти 180 градусов поперёг, то есть за каждый оборот МКС он загребает почти всё небо. Так что мы имеем одно измерение каждые полтора часа в период орбиты МКС. Значит, RxTE 100 тысяч измерений, Макси с 2009 года, RxTE 2011, Макси 2009, то есть есть перекрытие 2 года между этими спутниками. RxTE 100 тысяч измерений, Макси 25 тысяч измерений. Но здесь я сделал вина по 10 дней, чтобы просто было ясно видно, как меняется. Но видно, что есть высокое и низкое состояние, есть вспышки многочисленные и так далее. Мы хотели, эти данные никто не использовал, 100 тысяч и 25, 125 тысяч измерений потока. Как мы ищем изменение периода? Мы делим какой-то интервал и ищем момент минимума на кривой блеска вот в этом маленьком интервале. Так что мы всю эту кривую разбили на кусочки по 20-30 дней. Критерий был такой, чтобы у нас кусочек был либо высоким, либо низким в состоянии, чтобы внутри него не было перехода, естественно. Чтобы по возможности не было вспышек внутри этого нашего интервала. Таким образом, мы разбили всё это на много интервалов. А дальше мы стали смотреть изменение периода. Ну, вот здесь иллюстрируется немножко, как мы это делали. Нам пришлось использовать довольно интервьюальный метод оценки ошибок. Но об этом я сейчас не буду говорить, потому что это технические детали. А просто справа показывают вот эти вот кружочки черные. Это кривая со спутника МАКС, одна из кривых, которая вот за 20 дней собрана. А синий – это шаблон, с которым, собственно говоря, его подгоняли к большей квадрату. И таким образом находили момент минимума. Вот шаблон – это тоже, на самом деле, наблюдательная кривая. Просто это наблюдательная кривая рентгеновская, которая светена за много лет и ещё сглажена. Получился такой кипплейт. Мы его сдвигаем, ищем локальный период и локальную начальную эпоху. Вот две такие величины мы определяем, их ошибки. И таким образом мы получили довольно много точек. Вот здесь показаны, собственно говоря, результаты этой работы. Если у нас период меняется линейно, то вы можете посчитать величину минус-сет. То есть вы можете посчитать ожидаемые моменты минимумов, предполагая, что период постоянен. С другой стороны, вы измеряете эти периоды. Если вы эту разницу этих двух величин измеряете, то вот эта величина у минус-сет, поскольку вы предполагали, что период постоянный, а он реально меняется, у вас вот эта у минус-сет будет выглядеть как парабола. Она здесь и наблюдается. Чёрными точками здесь показаны архивные данные из литературы, которые были до нас. А синий и красный – это то, что мы добавили. Синие РСТЕ, красные МАКСы. Но ещё мы тут добавили по одной точке со спутника Судзаку, который наблюдал два дня в эту систему. И с японского спутника Островсад, который наблюдал тоже где-то полтора дня. Значит, здесь архивных данных, которые были до нас, их 105 штук. Мы добавили ещё 155. А чьи эти архивные? Вот эти, это разными авторами получены по разным предыдущим миссиям. Там Росад, ещё Ухуру, Эйнштейн. Ваши участки, они синий, как вроде, почти прям линейный. А сейчас я об этом скажу. Почему, собственно говоря, так много внимания уделялось? Почему было 15 работ опубликовано? Потому что, когда авторы анализировали только вот эту ещё чёрную часть, то они видели, что парабола-то парабола, но отклонения от неё превышают отлично измерения этих самых моментов минимума. И некоторые авторы предполагали, что, например, у нас есть не только ПС-точка, то есть линейные измерения, но есть ещё ПС-двумя точками. Надо это опоксимировать не параболой, а полиномом третьей степени. Но вот если мы здесь нарисуем отклонение вот этих наблюдательных данных от параболы, то мы получим вот такую вот кривую. Здесь сразу видно несколько вещей. Во-первых, никакой полином третьей степени это не опоксимирует, он здесь показан красной линией. И во-вторых, кстати, сразу видно, что изменение, отклонение, значит, вот это от и параболы вносится на солидальный характер. Здесь просто видно синусоиды. Для исключения вот этих нескольких данных. Когда я посмотрел, это 12 точек, вот они здесь серым показаны, это одна статья. Вот, 2005 года, самые первые данные. И там очень много систематики, по-видимому, потому что в те времена вот этот момент минимум искался не с помощью какого-то шаблона, как сейчас там асимметричные криваи, как вы видели, не совсем синусоиды, да? А эти люди использовали просто синусоиды. То есть там, возможно, ещё не было никакого шаблона в те времена. И вот эти первые точки, они у всех моделей, у всех предыдущих авторов точно так же отклоняются, поэтому на нижних двух графиках, когда я делал модель, я вот эти первые точки выкинул просто потому, что это одна работа, 12 точек, они отклоняются во всех моделях. Там какая-то схематика. Ну так вот, здесь видно, что это синусоиды. Если мы добавим вот эту вот формулу первую, это у нас вычисленные моменты минимума. Это начальная эпоха, это, значит, постоянная часть периода, это номер цикла. И это если постоянный период, точнее, если не постоянный период, а период, который меняется с какой-то P-сточкой, то у нас вот такая формула будет для моментов минимума в N-м цикле орбитальном. Констанция C, она вот этим уже связана с P-сточкой. Вот. Так вот, значит, но вот эта синусоида, она никак не описывается. Поэтому, чтобы описать её, мы добавили здесь вот такой же член синусоидальный. И там притуда синусоида, период синусоидальных изменений, начальная эпоха цикла, значит, для этой синусоида. Ну и вот получилось, что период этих синусоидальных измерений это 15,77 лет. Вот здесь произведена эта синусоидальная компонента. Вот. И что самое интересное, видно, что и старые данные, вот эти чёрные активные, они тоже видно, что они укладывают в этот синусоидов. Просто когда были только эти данные, и не было вот этих вот ещё у людей, то они никак из этих данных не могли предположить, что там какая-то синусоида. То они предполагали кубическую пыльну, а у них был знает, что. Вот. А внизу уже отклонение от полной модели. Вот от всей этой вместе. Вот. Ну и вот получилось, что у нас есть синусоидальные изменения периода с таким периодом изменяет эту татологию. Ну и какие-то, когда мы думаем о речи, на которые могут вызывать это дело, то первое, что приходит в голову, изменения МС точкой. То есть темпа теремии массы меняется у вас синусоидально. И у вас меняется период. Но оказалось, что не трудно посчитать из-за антитуда этих синусоидальных изменений, что для того, чтобы вам за счёт изменения МС точкой для звезды Вольфрой обеспечить такую переменную, чтобы она менялась на 300 массов в год. Что, естественно, совершенно невозможно, потому что вся МС точка 10 минус 5. Поэтому, ну и кроме того, мы, конечно, не знаем никаких моделей, теорий, которые могли предположить, что у звезды Вольфрой строго периодично с периодом 15 лет меняется МС точкой. Ну ладно, эта величина сразу отвергает эту модель. Ну и две остающиеся предположения модели, которые могут быть, это движение линии оксид. Вот. И нетрудно из-за амплитуды из-за синусоида получить, какой нужен для этого синусоидного оказывается в 300-х всего. Вот. Можно другие вещи проверить для этой модели. Например, период обсидального движения. Там в формуле для обсидального движения есть параметр, который плохо определен. Это зависимость пятой степени от радиуса звезды Вольфрой, которую мы не знаем. Но если мы поставим какие-то там граничные значения, скажем, один радиус Солнца и там три радиуса Солнца, то мы можем получить диапазон этих возможных обсидальных периодов и он покрывает вот этот наш диапазон. А самая ПС-точка у вас тоже есть? ПС-точка есть, я просто не стал, потому что чисто число, в общем, оно уже в значении противного изложения. Тут ПС-15 лет, а ПС-то... Характерно. ПС-точка там 10-12 за период. Как-то относительно. В период. В период 4,8 в часах. Вот. Значит, движение линии отсидов мы отвергнуть не можем, потому что получается разумная величина и симплиситета, и разумная величина, если мы возьмем, пусть они не определенные, но если мы возьмем какие-то оценки для радиуса Вольфрой, которые главное влияние оказывают на точность в обсидальном периоде, то вполне укладывается на тот период. Ну и третья модель это, что у нас есть третье тело. Если мы опять же используем третий закон Теплера, если мы сделаем упрощающее предположение, что третье тело, плоскость орбиты третьего тела совпадает с плоскостью орбиты тесной двойной системы, вот, то очень легко посчитать, что это должно быть третье тело, это какая-то звезда или что-то с Марсом на 7-м от Солнца, а расстояние от этой тесной двойной системы должно быть 16 астрономических единиц. Расстояние между компонентами в этой тесной двойной системе совершенно иерархическую тройную систему, то есть очень близкие звезды, где-то далеко на 16 астрономических единиц, еще одна звезда, вот. Это тоже нам не дает возможности отвергнуть эту модель, но если бы у нас получило это расстояние тоже три радио Солнца, то это была бы маловероятна конфигурация, а здесь получает статистично иерархическое тройное системы. Так что вот такой любопытный, совершенно побольше, неожиданно для нас самих результат, вот, и выводы, собственно, здесь. Во-первых, мы определили наиболее точное значение поисточкой на настоящий момент вот за 40 лет, которые есть на задержанность люди, и, в общем-то, закрыли всю эту линию работ, много-много работ, которые этому были посвящены, вот, объявили параметры синусоциальной переменности, и, в общем, в смысле чисел мы поставили точку в этом 40-летнем исследовании изменения периода, потому что все теперь понятно. Другое дело, что вот между моделями обсидального движения третьего тела мы выбрать пока не можем, но если у кого-то из присутствующих есть идеи, я буду очень благодарен. Все, спасибо. Это нужно различить между ними. А что там с этой темы? Нейтромная звезда или черная звезда? Значит, это вне темы моего доклада, но мы прикриняли, мы прикриняли инфракрасное наблюдение в Питер-Жи-Ашкар на двухметровом донусполнительном метровом телескопе и получили 17 кривых блеска. До этого никто никогда почему-то экваторометрию не делал для этой звезды. Ну, то есть, есть одна работа, где мы пришли, там получилась довольно забавная штука. Если, если рентгеновская кривая вот такая у вас выкатливый преск, они преск похожи по пазику ситрона, но вот здесь у нас наблюдается такой сущительный как на вторую минимуму. Очень сущительный. И мы интерпретируем это так, что у вас очень близкая система 3,5 радиуса и ветер будет без звезда вольф, а если он несимметрично, значит, уплотнен в сторону фокусированный ветер, уплотнен в сторону рентгеновка источника и тогда он еще не разогнался, тогда он же не разогнался, там всего 3 радиуса и социальное расстояние. И поэтому, когда вы смотрите на фазах 05, это как раз там, где у нас на ИК получается, у вас дополнительные ИК поглощения свободно-свободные. И это означает, что, во-первых, были предыдущие оценки массы, они были основаны на предположение асферической симметрии ветра. И там получалось где-то 2,5 асферическая страна. Там попадает между нейтронной визой и черной дырой в раз в дырку, где нет никаких объектов. Но это было предположение асферической симметрии. Мы считаем, что вот это наша и прокрасная кривая, она показывает, что ветер не симметричен. Для того, чтобы это моделировать и сделать какие-то оценки, мы там сделали специальный код, который учитывает асимметрию этого ветра. И вот сейчас это все в процессе. Сколько это все-таки будет? Я не могу сейчас знать, потому что мы не закончили. Хорошо. То есть, качественный аргумент, говоря на том, что должно быть больше. Больше. Он хозяин, отыгывается. Хорошо. У меня идея, что надо подождать, к сожалению, нашей жизни не хватит, еще пару периодов, потому что, когда вы являетесь в системе всего два периода, не три, не пять, то это может быть не настоящий период, а фликернойс, там красный, что-то среднее между белым и случайными баллами. Это квазарок уже давным-давно там оказался, период, потом еще подождали здесь, больше три года. Это не вопрос, это замечательно. Это моё вопрос. Интерпретация тогда совсем другая. Это физический механизм, который, которые занимаются, тихо, люди, занимающиеся двойными системами, они видят сразу такие вещи. Я хочу сказать, что надо подождать, сказал Джоуэн Лай, журналисту, который спросил у него, а каково значение французской революции. Вот народ не смеется. Объяснулся. Опять коментация. Нет, у меня выступление, сейчас больше никого нет. Ну, еще будет одна сессия. Вот, а перед этой сессией я хочу сказать, потому что... Все, сейчас поблагаем. У меня одна плохая новость. Одна плохая, новость, у нас еще одна сессия, так что вы сейчас взбодритесь с кофе. Хорошая, тут не хватило места, не написали. Товарищеский фуршет и ужин. В общем, товарищи, не разбегайтесь, кто до конца дослушает, будет вознагражден. В 48-й аудитории, да. Не, а где мы не скажем, потому что тогда не придут слов. А нахрен уж закроем. Я шучу. Разомнитесь пока, товарищи. Все, спасибо. 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 Будем. Спасибо. Поехал. Происходящее. Ура! Ура. Скопировка. Спасибо. Спасибо. Если оно работает нормально, а там еще не сияет, то идет. Наверное, сегодня неудобничество. Нет, давай посмотри. Слушай, я хочу кофе. Там только один дикый. Я тоже могу скинуть. Вроде нормально. Они все автоматически, да? Я потом перенесу. Слушай, я флешку по-человечески размонтировал. Иди сюда. И учись размонтировать флешку. После чтения можно не размонтировать. А сейчас не в этом с тобой открою. Можно сразу с тобой открою. Чтение-то чтение. Могут не успеть. Система, да. А, ладно, флешка-то? Давай в корзину. Пошел. Так, что? Еще кто? Есть флешка. Можно было в ноутбуку включить. Да, ради бога. Можно, да? У вас. Это не маник. Вернемяй. А здесь тоже не маник. Ну, ради бога. Только мне это вот туда списать, чтобы в трансляцию. Это можно. Хорошо, хорошо. Все? Все. На, он заодно папочку 4 мне сюда запишет. Как у вас называется? А что именно? А, это вы отплатного писать, да? Нет, это не так. Поговорим после. Ладно. Ну, я думаю, мы найдем. Вернемся, значит, больше не каких-нибудь. И, конечно, там тоже надо как-то детям лежать. Ну, что жать? Ну, тут не перейдешься. Я знаю, что-то не происходит. Я знаю, что-то не происходит, да? Я знаю, что-то сегодня происходит. Я знаю, что-то. Я знаю, что-то. И вот я думаю, что наоборот бюро и какие-то дела, она была экспертной. Я говорила, что... А я сказал, Машинчик, пожалуйста. Да-да-да, совершенно верно. Бюро скажет, что план, 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 план короче. Тогда я напишу. Так, давайте все. Да, может, еще какие-то идеи мы могли дать. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Да. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...